Марк Клэпхэм. Посвященный. Это было зрелище, которое немногие когда-либо видели. Вид изнутри имперского линейного крейсера на поверхность планеты, не нарушаемый ничем, кроме слабого мерцания защитного энергетического поля. Мир внизу, окруженный яростно пылающим галу атмосферы, заполнял все поле зрения. Даже наиболее присыщенные из людей признали бы это редкостным зрелищем, которое заслуживает хотя бы недолгого внимания. Каспел пытался игнорировать его и старался держаться спиной к дыре, зияющей в корпусе корабля. Не то чтобы он страдал от головокружения, само присутствие мира внизу его тревожило. Будучи техножрецом Адептус Механикус, служа во славу машин и императора, Каспел никогда не ощущал чужую землю под своими ботинками и никогда не встречался с Ксеносом лицом к лицу. Его воспитали на Марсе, родине братства, а позже он выполнял свой священный долг на технических палубах звездных кораблей имперского флота. Всю свою жизнь он ходил по коридорам из освещенного металла и хоть и гордился тем, что делал свой вклад в борьбу с врагами человечества, не имел никакого желания вступать в прямой контакт ни с чужаками, ни с их мирами. У него было много работы. В корпусе имперского линейного крейсера «Божественная святость» имелась серьезная пробоина – результат удара, нанесенного в бою поврежденным некронским кораблем, который разрушил часть технической палубы и парализовал одну из двигательных установок корабля. Битва продолжалась весь день, и огонь озарил небо, когда боевой флот собрал все силы, чтобы отбросить врага. Человечество одержало победу, но в то время как остальной флот продолжил теснить некронов, урон, нанесенный двигателем святости, вынудил ее висеть на орбите над ныне мертвым миром. Временные энергетические поля сохраняли атмосферу и гравитацию в открытых космосу отсеках, а между тем капитан Рилк яро жаждал вернуться на фронт, как только это стало бы возможно, и в недвусмысленных выражениях изложил это желание Каспелу. Каспел нашел эти страстные просьбы ненужными и слегка оскорбительными. Он был техножрецом, и он бы восстановил все системы в полном благословенном порядке при помощи правильного ремонта и ритуалов, так эффективно, насколько можно. Разве он мог сделать больше или меньше? В восстановленной атмосфере Каспел и его сервиторы могли работать быстро и эффективно. Наиболее серьезный урон пришелся на одну из двигательных установок корабля, каждая из которых представляла собой полный машин шестиугольный корпус высотой сжилблок, тянущийся по всей длине огромного помещения, что оканчивалось конусом маневрового двигателя в самой задней части корабля. Полосталевая стена отделяла видимый конец установки от самого маневрового двигателя. Помещение полностью вмещало в себя двигательную установку, сверху и снизу от нее имелись технические ярусы, а с каждой стороны проходные мосты. Там и стоял Каспел, глядя вниз, в сторону оканчивающегося маневровым двигателем конца отсека. Слева от него зияла дыра в обшивке, справа бригады сервиторов методично устраняли повреждения, нанесенные двигателю. Разрыв корпуса простирался как вверху, так и внизу, и чтобы добраться до поврежденного двигателя, сервиторам пришлось устроить целую оснастку из временных лесов, шаткую сеть проводов и трубчатых балок, с которой часто открывался вид в открытый космос. У сервиторов не было самосознания, поэтому их не могла беспокоить иллюзия бесконечного падения вниз. Каспел заходил на леса, только когда срочно требовалось его присутствие. Работа сегодня шла хорошо. Сервиторы могли быть ненадежны, но под правильным наблюдением и с точными инструкциями, как обнаружил Каспел, их многочисленные руки и другие механические конечности легко управлялись с несложным ремонтом. Чувство открытости из-за разрыва в обшивке нервировало его, и Каспел ощутил облегчение, покинув двигательный отсек и вернувшись в более темные секции технической палубы. В течение следующего часа Каспел бродил по темным коридорам и шахтам доступа, оплетавшим механизмы огромных двигателей, по большей части на ногах, но периодически используя три механодендрита, присоединенных к его позвоночнику, чтобы забраться в труднодоступные места. По мере продвижения он отмечал ход выполнения работ и раздавал новые инструкции техноматам, время от времени останавливаясь, чтобы произвести нужный ритуал или вознести молитву. Срезав путь между двумя уровнями по воздуховоду, при этом его механодендриты находили опору там, где не смогли бы человеческие пальцы. Каспел прочитал несколько диагностических заклинаний, ритуально прорабатывая процессы работы двигателя, и произвел церемонии, которые вернули бы каждую отремонтированную часть обратно на связь. Что-то было не так. Работа продвигалась, но системы не отвечали, как должны были. Целые области, которые должны были выйти на связь, все еще молчали. Странно. Каспел выпал из шахты и приземлился на палубу. Пластины пола лязгнули под его весом. Коридор, в который он попал, был фактически трубой, облицованный по стенам и полу толстыми плитами пластали. Более богатые украшения в имперском стиле были прибережены для другого конца корабля, где жили и работали офицеры. На технических палубах практичность стояла выше эстетики. Трубки и кабели, словно нитки, уходили внутрь и наружу из стен. Неподписанные двери вели в небольшие рабочие помещения, полные кагитаторных терминалов и запасных деталей. Каспиел разгладил толстую красную мантию, которая покрывала его утилитарную кожаную спецодежду, и собирался следовать к следующей точке своего инспекционного маршрута, когда заметил руку, торчащую из ниши в стене дальше по коридору. Это была мясистая рука, завершающаяся простым клешнеобразным придатком. Он приблизился и обнаружил одного из сервиторов, тяжело осевшего в нише, с головой, свешенной на бок, пеной у рта и расширенными глазами. Не было ничего необычного в том, что сервиторы выходили из строя, теряли связность мышления и их выбрасывали в космос. Но в диком выражении этих глаз было что-то, что заставило Каспиела помедлить. Он переключил зрение в аугметическом глазу на тепловое и рассмотрел сердце сервитора. Торопливо пульсирующую массу в груди которая интенсивно накачивала кровь. Легкие также работали сверх нормы. Как будто бы Каспиел опустился на одно колено и перекатил сервитора на живот. Рукой в перчатке он провел по имплантатам на задней части шеи, механизмом, которые превращали выращенного в баке гуманоида в работоподобное существо, способное выполнять простые задачи. Пальцы Каспиела нащупали то, о чем он и подозревал. Аккуратный разрез был проделан в одном кабеле и провода внутри поменяли местами. Это изменение было простым, но специфическим. Оно отменяло действия нейроглушителя, который не давал сервиторам отвлекаться из-за физической боли. Кто-то очень точно изменил это бесчувственное существо, чтобы заставить его испытывать сильнейшее страдание. Каспиел вырвал кабель, а затем отсоединил еще пару связей, отрезав поступление энергии к мозгу. Сервитор какое-то время содрогался, а затем умер. Поднявшись на ноги, Каспиел поправил себя. Сервитор никогда не был живым. Как бы то ни было, о таком явном саботаже нужно было сообщить. Он попытался ваксировать главе службы безопасности корабля, но ничего не услышал, кроме шума статики. Попробовал связаться с другими офицерами или выйти на открытый канал, но там был все тот же шум. Нет, это была не совсем статика. Звучало это, похоже на случайные помехи, но Каспиел смог различить повторяющиеся паттерны. Этот сигнал давали намеренно, блокируя связь. Кто-то изолировал технические палубы. Каспиел был технопровидцем, не воином. Хотя он и получил азы науки владения оружием, сперва на Марсе, а затем по пути на флот, эта тренировка нужна была лишь для выполнения базовых требований к любому подданному бога императора. Чтобы, оказавшись в сражении, любой человек мог поднять оружие павшего воина и сражаться до последнего. Если бы корабль брали на абордаж, Каспиел имел достаточно квалификации, чтобы подобрать болт-пистолет и несколько раз выстрелить во врага. Это Каспиел даже точно не знал, какого рода была ситуация, в которую он угодил. Ему нужно было проявить осторожность и выяснить, насколько широко распространяется изоляция. Он нашел в Алькове кагитаторное устройство и запустил несколько простых программ диагностики. Не только связь между технической палубой и остальным кораблем была блокирована, переборки между ними также были задраены. Каспиел попытался устранить эти препятствия, но обнаружил, что его выкинуло из нужного меню, а на экране замерцал шум. Это мерцание помех означало только одну вещь. Мусорный код, хаотические данные, введенные в кагитаторные системы корабля, чтобы вызывать нарушения работы. В данном случае незримое блокирование связи на борту. Дыхание Каспиела участилось под маской. Адептус механикус считали создание и использование мусорного кода ересью, серьезным преступлением против машинного духа. Каспиел был технопровидцем, его призванием были машины и тяжелые механизмы. Он знал некоторые ритуалы и практики обслуживания кагитаторов, но даже близко не представлял, как расстроить и вычистить мусорный код. Каспиел не мог добиться ничего большего от кагитатора. Машинный дух божественной святости был под угрозой осквернения, и, похоже, Каспиел был единственным, кто мог попытаться его спасти. Каспиел ступал тихо, насколько мог, следуя по изогнутому коридору. Во мраке ничего не было видно и почти ничего не слышно, кроме приглушенного булькания густого охладителя, текущего по присоединенным к стене трубам, которые тянулись до самого генераториума. Охладитель вытягивал излишний жар из генераториума, а затем нагревшаяся жидкость утекала к краям корабля, где близость к холодной пустоте космоса снова понижала ее температуру. Каспиел приближался к одному из тех мест, куда он установил работать сервиторов. Он мог слышать шипение сварочных аппаратов, что соответствовало задаче, поставленной Каспиелом, но, тем не менее, он оставался на стороже и еще более замедлил свой шаг. В этом месте требовалась тяжелая работа, и различные инструменты были приставлены к стене, выстроенные по размеру, так что даже менее эффективные сервиторы могли понять, какой требуется. Каспиел осторожно обошел сложенные друг на друга пласталевые панели. Затем, на краткий миг, одна из сварочных горелок за углом зрелищно полыхнула, и яркий оранжевый свет поглотил коридор впереди, отбросив на стену густую черную тень. Это были силуэты двух фигур. Одна, приземистая, принадлежала сервитору, который висел, согнувшись, как будто его приковали цепью за запястье, а другая была выше, неестественно тонкая. Она стояла с расставленными ногами, подняв и вытянув одну руку с чудовищными остроконечными пальцами. Или это были клинки. В те недолгие секунды, что коридор был освещен, высокая фигура взмахнула рукой, опустив ее прямо на живот другой. Затем источник света погас, и тени исчезли, оставив лишь эхо звука раздираемой плоти. Дыхание Каспио застряло в горле, ребризер его маски быстро заработал, нормализуя подачу воздуха. В голове стремительно сменялись мысли. Кем бы ни была эта вторая фигура, это был ни человек, ни сервитор. Ее пропорции, то, как она двигалась, все было просто неправильным, чужим. Каспио невольно сделал шаг назад, и позади раздался грохот металла. Он инстинктивно обернулся и увидел, что наткнулся на стопку панелей. Всякое чувство облегчения рассеялось, когда он осознал, насколько громким должен был быть этот звук. У Каспио едва оставалось время, чтобы оглянуться назад в коридор и увидеть стройную, поблескивающую фигуру, как будто вырезанную из теней, стремительно движущуюся к нему. Ее движения были грациозны, почти беззвучны, ноги едва касались металлической палубы, однако наделены ужасающей скоростью и силой. Фигура из теней подняла одну руку, обрушиваясь на Каспио, и он увидел, что та действительно носила нечто вроде снабженной клинками перчатки. У Каспио не было времени, чтобы что-то сделать. Он ступил назад и споткнулся. Механодендриты инстинктивно вытянулись позади, смягчая падение и подталкивая его, возвращая на ноги. Каспио не попытался встать или бежать, а перекатился вбок, к другому краю коридора. Чужак, и это, несомненно, был чужак, что-то невнятно пробормотал от разочарования, когда Каспио уклонился от его первого удара, а клинки на руке широким взмахом прорезали стену, проходя через пласталь, как через бумагу. Эффект мерцающей тени вдруг мигнул и рассеялся, как помехи на экране кагитатора, и Каспио впервые смог как следует рассмотреть врага. Перед ним стояло существо в хитиноподобном черном доспехе с удлиненными, мертвенно-бледными чертами лица. Длинный, жестокий рот был сведен в гримасе злобной досады, глубоко посаженные глаза расширены от ненависти. Каспио никогда не видел ни одного из них раньше, но распознал, кем являлось это существо. Эльдар. Когда высокий ксенос двинулся к нему с пугающей скоростью, Каспио схватился одним из механодендритов за охлаждающую трубу на стене и подтянулся, встав на ноги. Затем, секунду спустя, Каспио изо всех сил толкнул себя в сторону, и снова когтистая рука Эльдара прошла через пустое место, где он только что стоял. На этот раз, впрочем, Эльдар прорвал не только стену. Когти его вонзились в одну из труб с охладителем. Из пяти глубоких разрезов на трубе высвободился жидкий замораживающий гель, накачиваемый под высоким давлением, и брызнул в коридор. Эльдар закричал нестройный, жуткий, нечеловеческий звук, когда в него на полной скорости ударила замораживающая жидкость. Он зашатался, водяные частицы в воздухе вокруг него смерзлись, и облако пара поглотило его. Столь сильный холодовой ожог убил бы даже самого сильного из людей, однако Каспел не желал идти на какой-либо риск. Он подобрал один из гаечных ключей, приставленных к стене, и, держа инструмент обеими руками, размахнулся по широкой дуге и привел его в контакт с головой Эльдары. От удара она разлетелась дождем обледенелых фрагментов, которые застучали по полу и стенам, рикошетя во всех направлениях. Выброс охладителя намертво заморозил всю голову, сделав ее хрупкой. Безголовое тело Эльдара тяжело рухнуло на пол. В смерти вся его текучая грация исчезла. Когтистая перчатка и большая часть предплечья также разбились на замерзшие частицы и почерневшие куски, которые закрутились по полу. Предохранители в охлаждающей трубе зашипели и закрыли поврежденную часть, переводя поток на дополнительные трубы. Температура в коридоре восстановилась до нормальной, дымка рассеялась. Каспел упал на колени. Гаечный ключ в его руках казался тяжелее, чем вообще мог быть. Едва не попался. Он не был подготовлен, а вероятность того, что импровизация с охладителем сработает, была ничтожно мала. Менее практически мыслящий человек сказал бы, что ему повезло. Опираясь на ключ, Каспел поднялся на ноги и взглянул сверху на безголовый труп Эльдара. Значит, вот он, враг. Даже мертвый, безликий и недвижимый, он вызывал отвращение. От бледной обнаженной кожи до неестественного блеска черной брони. Каспел сказал себе, что нет смысла осматривать тело, что доспех слишком тесен, чтобы скрывать какое-либо оружие, помимо разбитой перчатки, и что даже если у Эльдара были какие-то планы, Каспел не смог бы читать на их языке. Но он знал, что это всего лишь оправдание, он не мог бы заставить себя прикасаться к телу, вступить в прямой контакт с пришельцем. Он узнал этот черный доспех и его мерцающую защиту по рассказам и инструкциям. Эти темные Эльдары были запятнаны хаосом и совмещали способности и выучку своего воинского наследия с непредсказуемой жестокостью темных сил. Каспел, напротив, не был воином, он был работником, обслуживающим машины. Любая попытка вступить в прямое противостояние с Эльдаром закончилась бы поражением, и тогда святость, ее миссия, ее команда и ее машинный дух были бы обречены. Ему нужно было убивать их иными способами, использовать собственные методы и машинерию, в которой он был экспертом. Эти Эльдары были оскорблением для машинного духа святости, и этот дух должен был предоставить средства для их уничтожения. Если бы другие Эльдары были поблизости, они бы уже атаковали. Каспел чувствовал в себе достаточно уверенности, чтобы пройти по коридору до того места, где выпотрошенный сервитор свисал с потолка. Каспел проигнорировал его, подобрал брошенный сварочный аппарат, который медленно проплавливал дыру в полу, отключил его и отбросил в сторону. Это устройство пригодилось Эльдару для пыток, однако требовало слишком малого расстояния, чтобы представлять какую-то пользу для Каспела. Он не мог рисковать, вновь используя охладитель, потому что эти трубы могли выдержать лишь определенное количество повреждений, прежде чем система начала бы давать сбои, и появилась бы угроза критического перегрева. Но были и другие механизмы, которые могли помочь. Глубоко задумавшись, Каспел подобрал сварочный аппарат, который только что выбросил, и начал отвинчивать панель сбоку инструмента. Генераториум был крупнейшим помещением на инженерной палубе, которое занимали генераторные блоки, монолитные структуры, выстроенные в линию в одном конце комнаты. Каждый приземистый блок был металлическим сверху и снизу, а посередине имел прозрачные панели, за которыми было видно, как курсируют мощные потоки раскаленной до бела энергии, треща вокруг светящихся от нагрева элементов. В открытом пространстве перед блоками отдельно стояли кагитаторные терминалы, показывающие поступление энергии. Оклепанные колонны простирались от пола до потолка, укрепляя все помещение. Огромные кабели, покрытые мощной изоляцией, тянулись от блоков и проходили в стены, полы и потолки, подавая энергию во все части корабля. Другие терминалы стояли вдоль стен по обеим сторонам от блоков, а прямо напротив стену усеивало полдюжины вентиляторов с широкими лопастями, которые находились в просторных воздуховодах. Все они пока что не работали, но могли вытянуть воздух из комнаты в считанные секунды, если бы это потребовалось. Каждый вентилятор был закрыт тонкой проволочной решеткой и установлен на высоте лица. Генераториум не был тихим местом, непрекращающееся гудение энергии, заточенной в генераторных блоках, наполняло воздух. Каспел прошел внутрь через дверь в тени блоков, и хотя мог услышать повышенные голоса поверх гула, не мог различить ни слова. Медленно продвигаясь вдоль блоков к этим голосам, Каспел начал различать слова. Было слышно два голоса, оба мужские, но ни один не был человеческим. Они говорили на имперском готике без заметного акцента, и их речь была как-то странно неестественна, как если бы они выучили язык, ни разу его не слышав. «Давай попробуем снова», — сказал один. «Как восстановить подачу энергии?» Голос был бесконечно утомлен, как будто разговаривал с ребенком или домашним животным. «Скажи сейчас же!» — потребовал другой, более резкий голос. «Тогда мы сделаем это быстро!» Послышался рваный, сбивчивый звук, а затем третий, человеческий голос, слабо заговорил. «Я сказал вам, я не знаю». Пауза. Еще один надрывный вздох. «И если бы я знал, вы могли бы...» Тяжелый кашель оборвал оскорбление. Каспел узнал по голосу Валлона, одного из помощников капитана, который проводил большую часть времени, передавая приказы по святости. Без сомнения, он был послан вниз на инженерную палубу, чтобы проверить работу Каспела только для того, чтобы попасться Эльдаром. Каспел не сомневался, что Валлон говорит правду. Если он сам не смог разобраться с проблемой подачи энергии, то не имеющий отношения к технике офицер, тем более не мог бы это сделать. Когда Эльдары поймут это, Валлон умрет. Времени оставалось немного. Каспел проверил небольшой мешочек с жидкостью, привязанной к поясу, и аккуратно отвязал его. Мешочек был герметично запечатан, но его содержимое было нестабильно. Он осторожно взял его рукой в перчатки. Подготовившись, он заглянул за угол. В пустом пространстве перед блоками стояло лишь двое Эльдаров, возвышаясь над Валлоном, привязанным к одной из колонн, подпиравших потолок. Валлон, который почти лежал на полу, Валлон, который почти лежал на полу, с руками, закрученными назад, за столб, с вызовом смотрел на Эльдаров снизу вверх. Его униформа была разорвана спереди, лицо и грудь были усеяны порезами и кровоподтеками. Каспелу снова повезло, так как Эльдары стояли спинами к нему, повторяя свои вопросы со все большей требовательностью. Более лаконичный Эльдар опирался на украшенный посох, в то время как другой был вооружен угрожающе зазубренным клинком. Оба носили ту же черную броню, что и уже уничтоженное Каспелом существо. Он быстро изучил комнату, прикинув расстояние. Его техничный ум быстро рассчитал, что требуется. Это было возможно, едва-едва. «Скажи нам то, что мы хотим знать!» – прошипел Эльдар с клинком. Он двинулся так, как будто хотел вонзить в Волона свое оружие, но это было лишь притворство. Вместо этого он убрал клинок и ударил пустой рукой, попав ее тыльной стороной по лицу Волона. Шипы на перчатке Эльдара оставили неглубокие порезы на его щеке. Каспел вышел из теней, настроив звук в воксе своей маски для наибольшего эффекта. «Спросите меня!» – сказал он, и его синтетический голос эхом разнесся по комнате. Его слова имели ожидаемый эффект. Эльдары резко развернулись, слишком хорошо натренированные, чтобы показывать удивление или досаду, или, возможно, слишком иные, чтобы хотя бы чувствовать эти вещи. Они не ответили, но отреагировали, направившись к Каспелу в тот же миг, как отметили его присутствие. Но Каспел двинулся первым, побежав не к Эльдарам, а к дальней стороне помещения, где груда ящиков лежала под огромными вентиляторами-экстракторами. Эта стена была несколько ближе к Каспелу, чем к Эльдарам, поэтому он имел преимущество на старте. Не оглядываясь, он продолжал бежать. Они должны желать взять его живым, узнать то, что ему известно, или, по крайней мере, он на это надеялся. Если же он был неправ, выстрел в спину свалит его довольно скоро. Добравшись до ящиков, Каспел запрыгнул на один из них, который был лишь в треть его роста высотой. Когда он карабкался на следующий, Эльдар с посохом метнул свое оружие. Посох пробил мантию Каспела и воткнулся в один из контейнеров, едва не угодив ему в бок. Ткань порвалась, когда Каспел забрался выше, и он обругал себя за то, что не бросил мантию раньше. Пока его пальцы искали опору, он при помощи механодендритов рванул тонкую защитную решетку с вентилятора. Она поддалась с первой попытки, заклепки вылетели и дождем посыпались вниз. Горизонтальная шахта была вдвое выше человеческого роста, и три близко размещенных вентилятора отделяли Каспела от следующей решетки, за которой шахта резко опускалась вниз к следующей группе вентиляторов, а затем выходила в отводную трубу, выбрасывающую пары прямиком в космос. У каждого из трех вентиляторов было по 16 лопастей, и Каспелу приходилось осторожно маневрировать, чтобы протиснуться между ними. Пробираясь меж бритвенно-острых лопастей первого вентилятора, который располагался лишь чуть дальше начала шахты, он осмелился глянуть назад. Вооруженный клинком Эльдар был уже вблизи и готов ударить. Каспел убрал обутую в сапог ногу как раз перед тем, как меч опустился и вкатился в промежуток между первыми двумя вентиляторами. Каспел кое-как поднялся на ноги в этом узком пространстве и начал протискиваться меж лезвий следующего вентилятора. Он поскользнулся на промасленной, изогнутой поверхности воздуховода и, защищая себя, поднял руку, врезавшись в лопасть вентилятора. Лезвие прорезало один из рукавов его спецовки и слегка задело левую руку, пустив кровь. Он поморщился. Впрочем, Каспел быстро собрался. Остался еще один. Он обернулся и увидел, как меченосец грациозно проходит между неподвижными лопастями первого вентилятора, изгибая свои тонкие конечности, как натренированный гимнаст. Промежутки между вентиляторами были невелики, и Каспел оказался у последнего вентилятора сразу же, как только прошел через второй. Подавив опасную спешку, он протиснулся между лезвиями. Один из механодендритов взвякнул о лопасть, но он прошел. Каспел встал спиной к проволочной решетке, отделявшей его от отвесно уходящей вниз трубы. В руке у него был мешочек с жидкостью. Эльдары уже почти что настигли его, меченосец уже проходил через второй вентилятор, а его товарищ следовал в шаге за ним. Каспел швырнул мешочек между лопастей, и тот угодил в стену воздуховода прямо у второго вентилятора. Содержимое брызнуло в стороны, заливая все вокруг, и тут же вспыхнуло. Каспел аккуратно сливал эту жидкость из сварочного аппарата, зная, что она весьма нестабильна, особенно в насыщенной кислородом среде. Эльдары слегка отшатнулись от огня, но не встревожились. Да из чего бы? Они носили броню, а это было всего лишь слабое пламя. Однако слабое пламя представляло опасность для чувствительных устройств боевого корабля, и на нем имелись системы, чтобы бороться с ним. Когда в шахте вспыхнул огонь, вентиляторы ожили без предупреждения, мгновенно перейдя из полной неподвижности в стремительное вращение. Каспела сдуло назад, за решетку, и тройные лезвия вгрызлись в двух эльдаров, разрезая и броню, и плоть, без всяких различий. Решетка прогнулась под его весом, но выдержала, в то время как струя воздуха и останки эльдаров понеслись по воздуховоду, прошли через проволочные ячейки, соскользнули вниз по шахте и вылетели в космос. Пламя самодельного зажигательного снаряда быстро выдохлась, и вентиляторы прекратили движение так же резко, как начали. Каспел моргнул, вытирая кровь с линз своей маски. Не обращая внимания на останки чужаков, размазанные по воздуховоду, он начал осторожно пробираться назад в генераториум. У валона было сломано ребро и, вероятно, проткнуто легкое. Это не помешало ему говорить, пока Каспел его развязывал. «Пришел вниз, чтобы найти тебя», сказал он, разминая руки и вздрагивая от боли. Потом их группа появилась из ниоткуда. Я думаю, их еще несколько, включая предводителя. Они связали меня и оставили здесь, чтобы поиграть попозже. Потом, когда у них появились проблемы с техникой, начали задавать вопросы. Валун кивнул на вереницу небольших черных устройств, стоящих у подножий генераторных блоков. Каспел не заметил их раньше. В их почти лишенной черт черноте было нечто, что заставляло взгляд ускользать от них в сторону. Пока Валун медленно пытался встать на ноги, Каспел изучил одну из чужеродных машин. Это была коробочка с выгнутыми краями, на вид, как будто сделанная из некоего камня или кристалла. Зубчатый орнамент в верхней части мог представлять собой устройство управления или же инструкции. Полупрозрачные кабели змеились из механизма, одни присоединялись к различным точкам генераторных блоков, другие – к соседним машинам чужаков. Следуя взглядам за кабелями, он мог видеть, что некоторые из них ведут наружу, в коридоры корабля. «Я думаю», – сказал Валун, «это для того, чтобы двигать святость». «Да», – ответил Каспел. «Полагаю, ты прав». Темные эльдары владели собственными способами перемещения, едва ли понятными другим видом. Могло ли подобное устройство, подпитанное достаточным количеством энергии, перетаскивать в космосе целый линейный крейсер? Каспел не мог ответить. Что бы оно ни делало, оно являлось еретической технологией, не принадлежащей к священным машинам Империума. Каспел решил не трогать эльдарский механизм, поскольку не знал, какие побочные эффекты это может вызвать. Лучше оставить его там, где он сейчас, и сперва разобраться с непосредственной угрозой. Если эльдарам удастся переместить святость в паутину путей, корабль будет обращен на их нужды или растаскан по частям, а его команду превратят в бездушных, сломленных рабов. Неподходящая судьба ни для машины, ни для людей Империума. «Куда они пошли?» спросил Каспел. «Вниз, к двигателям», ответил Волон, который бросил попытки встать на ноги и привалился спиной к колонне. «Я!» Он снова закашлялся, и из уголка его рта брызнула кровь. Каспел кивнул. «Отдыхай, твои ранения не смертельны, но могут убить тебя, если перенапряжешься». Он обхватил Волона рукой и помог ему перейти через комнату и сесть в кресло перед кагитаторным терминалом. Ксеносы отключили связь с остальным кораблем. Рано или поздно на мостике это поймут и прорвутся к нам. Когда это сделают, ты понадобишься им живым, чтобы давать указания». Волон кивнул. Его кожа была бледна и блестела от пота, но он оставался офицером. Он будет держаться. «Я найду ксеносов и сделаю то, что должен, чтобы остановить их». Волон снова кивнул, затем показал в темный угол комнаты, неподалеку от того места, где он сидел связанным. «Они отобрали мой болт-пистолет, прежде чем я смог его использовать». Сказал он и прервался, чтобы сделать еще один болезненный вдох. «Бросили его вон туда. Он церемониальный, но работает». Каспел кивнул с благодарностью и последовал туда, куда указывал Волон. Он нашел его пояс с кобурой, грубо рассеченный пополам, когда эльдары сорвали его с офицера, но болт-пистолет все еще был на нем. Оружие было тяжелым, тщательно отполированным, с вычурными узорами, выгравированными на стволе. Оно было явно декоративным, награда за какие-то предшествующие бои, но могло оказаться полезным. Кивнув Волону на прощание, Каспел проверил магазин пистолета и покинул генераториум. Следуя за энергокабелями чужаков, он направился обратно к двигателям. Хотя технопровидцы были более близки к работе машин, чем людей, Каспел тем не менее понимал, что шокирован и что если он хочет продолжать действовать эффективно, лучше всего продолжать двигаться, действовать, не задумываясь. Однако ему пришла в голову мысль о том, как быстро изменилось его восприятие. С момента убийства двух эльдаров при помощи лопастей вентилятора, он был покрыт их засохшей кровью. Час назад даже мысль о капле крови чужаков, коснувшейся его, была для него ужасным образом, который следует немедленно подавить. Стычки с эльдарами изменили это. Да, ксеносы были ненавистной мерзостью, но сколько бы отталкивающими они ни были, не надо было опасаться их физических отличий. Угрозой являлась не их кровь, плоть и кости, пусть они и были отвратительны. Нет, тем, чего, как Каспел знал, стоило бояться, с чем стоило бороться, были темные намерения чужаков и способность выместить свою волю на человеческой расе. Их действия на корабле это продемонстрировали. Лишь небольшая группа проникла на святость, но они осквернили все на своем пути, пытали верного офицера имперского флота, запятнали кагитаторы мусорным кодом и опоганили драгоценный источник питания корабля своими гнусными машинами. Это было тем, чему Каспела всегда учили, но чего он никогда не испытывал. Даже малейшее прикосновение хаоса или легчайшее соприкосновение с чужеродным мышлением оскверняло, и любое их проявление необходимо было уничтожать силой и огнем. Каспел выучил эти абстрактные уроки уже давно, но только сейчас он понял, что они основывались на конкретных фактах. Небольшое пятно скверны, не будучи устранено, может подвергнуть опасности все. Каспел остановился, как вкопанный, мысли стремительно опережали его. Конечно, этот простой урок, это был принцип, по которому люди империума жили и умирали, но Каспел раньше не осознавал, что это может относиться и к затруднительному положению корабля. Теперь все это обретало смысл. Он мог понять, в чем проблема. Один из двигателей божественной святости вышел из строя не только в плане работы, но и в отношении диагностики. Кагитативные механизмы, которые компенсировали каждую поломку, интерпретировали повреждения двигателя как нарушение подачи энергии и попытались перенаправить огромное ее количество от генераториума, чтобы устранить мнимую неполадку. Благодаря этой нелепой ошибке, остальные двигательные установки не могли получить достаточной энергии, чтобы сдвинуть корабль с места. Это, конечно, было проблемой, но вместе с тем не дало эльдарской паразитической технологии работать как следовало. Две проблемы, два источника порчи в машине. Вычистить оба, спасти все целое. Элегантная простота, которая сошлась как огромные шестерни, со щелчком стоящие на место. Каспел инстинктивно, с почтением, дотронулся до золотой шестеренки адептус механикус, свисавшись цепочки на его шее. Как всегда, машина предоставила решение, и техножрецу пристало следовать ее указанию. Каспел ускорил шаг. Он знал, где будут эльдары, и знал, как справиться с ними. Каспел вновь оказался там, где начал день, в помещении, где находилась поврежденная двигательная установка. Энергетическое поле, благодаря которому атмосфера не улетучивалась через разрыв в обшивке, по-прежнему мерцало на месте. Проникнув в комнату и пройдя под переборкой, которая могла быстро упасть вниз и запечатать этот участок в случае утечки атмосферы, Каспел расслышал высокие голоса эльдаров и лязгание их бронированных сапог колеса. Чужеродные кабели тянулись дальше по проходу и исчезали справа, в бреше на боку двигательной установки. Тела сервиторов, которых Каспел оставил работать над повреждениями двигателя, валялись по всему проходу, стремительно разделанные на части эльдарскими клинками. Как Каспел и предполагал, эльдары работали над ядром поврежденного двигателя за пределами его зрения. Справа от Каспела возвышалась огромная шестиугольная двигательная установка, по-своему столь же угрожающая, как разрыв в корпусе слева от него. Неясно вырисовывающаяся структура, в которой находились трансформаторы и другие механизмы, превращающие чистую энергию в ускорение, необходимое, чтобы перемещать крейсер в космическом пространстве. Каспел не мог рисковать, закрыв за собой переборку, частично потому, что это отрезало бы ему путь к бегству, но в основном потому, что тогда эльдары бы узнали о его присутствии, что сделало бы его работу гораздо сложнее. Линейные крейсеры собирались в космических доках, обращающихся по орбите вокруг некоторых миров кузнец Адептус Механикус. Корабли строились с почтением на протяжении многих лет. Технопровидцы и другие Адепты без устали работали над ними в пустоте. Работа неизбежно сводилась к сборке различных частей, компоненты создавались на планете внизу, поднимались на шаттлах, а затем устанавливались на костяк растущего корабля. Под своей обшивкой корабль был не просто машиной, но множеством машин одновременно, собранных в гармонии как единая сущность. Много частей и одно целое. Каспел знал, что то, что однажды было собрано вместе, может быть разорвано на части. Повреждение корпуса уничтожило многие точки поддержки, которые закрепляли двигательную установку на ее месте в структуре крейсера. По оценке Каспела оставалось пять баллов опор, которые требовалось развинтить вручную. Сами по себе они были огромны, но рычаги управления ими было достаточно легко сдвинуть. Когда он ослабит эти пять креплений, все, что останется сделать, это разбить одну из многочисленных плазменных капсул двигательной установки. Все помещение окажется изолировано и очистится от атмосферы. И без удерживающих его на месте опор, двигатель выкатится наружу в вакуум. Каспиел мог сбить капсулу из прохода одним выстрелом болт пистолета валлона. Затем у него останется пара секунд, чтобы отступить обратно в коридор, прежде чем переборки опустятся. Каспиел начал взбираться по боку двигательной установки. Наконец он добрался до большой балки, торчащей из стены и глубоко утопленной в самой установке. Каспиел нашел у нее сбоку красный высвобождающий рычаг и сдвинул его назад до упора. Раздался низкий металлический скрежет, который, по счастью, не привлек внимания Эльдаров. Столкновение с кораблем некронов разрушило еще одну поддерживающую балку на направленной наружу стороне двигателя, в то время как на другой стороне оставалось еще две нетронутые опоры. Используя и человеческие руки, и механодендриты, Каспиел влез на верхнюю часть двигательной установки, пересек ее и начал спускаться с другой стороны, пока не добрался до балки параллельной той, которую он только что отсоединил. Он повторил тот же процесс с рычагом, а затем опустился на противоположный проходной мост. Так тихо, как мог, он побежал к тому концу помещения, где располагался маневровый двигатель, вскарабкался вверх и потянул в освобождающий рычаг с той стороны. Оставалось немногое, а именно две вертикальные балки, которые спускались с потолка к верхней части установки. Каспиел снова взобрался на ее вершину и медленно начал пробираться по ней. Поверхность не была плоской, и ему требовалось использовать механодендриты, чтобы поддерживать равновесие. Он достиг первой вертикальной опоры и потянул за рычаг. Все, что нужно было сделать, высвободить последнюю балку, вернуться к двери и выстрелить в плазменную капсулу. Почти завершив свою работу, Каспиел начал осторожно приближаться к последней балке, двигаясь назад поверху машины, прочь от маневровых двигателей. В это время голоса Эльдаров стали громче. Он близился к тому месту, где удар по корпусу наиболее сильно повредил двигательную установку, туда, где работали Эльдары. Каспиел достиг последней опоры и потянул последний рычаг. Почти что сделано. Он оставался наверху установки, быстро, но осторожно двигаясь в направлении выхода. Там, где двигатель был поврежден, ему приходилось пробираться между временными лесами, обеспечивающими доступ к требующим ремонта местам. Он взглянул вниз, в паутину лесов. В самом сердце двигательной установки работало двое Эльдаров, за которыми наблюдал третий, явно бывший их лидером. Как и Каспел, Эльдары осознали, что поврежденный двигатель не только остановил корабль, но и не позволял им вытягивать энергию из генераториума, чтобы затащить святость в паутину путей. Они, похоже, нашли собственное решение и устанавливали сложный механизм в сердце поврежденного двигателя, используя раскаленные добела высокоточные инструменты. Каспел содрогнулся от этого последнего преступления против духа предводитель, который снял свой шлем, демонстрируя жестокие черты лица и глубоко посаженные черные глаза, явно был недоволен ходом работы его воинов-техников. С властным видом он расхаживал по брусьям лесов. Он дернулся влево, вправо, а затем, по-видимому, закатив глаза, посмотрел вверх. Взгляд Эльдарского главаря наткнулся на смотрящего вниз Каспела. Чужак пролаял команду своим бойцам. Отбросив осторожность, Каспел нырнул под леса и побежал поверху машины так быстро, как только мог, все время стараясь не оступиться. Позади он мог слышать металлический шум, кто-то взбирался по лесам. Он достиг края машины со стороны обшивки и оставалось лишь небольшое расстояние до двери, ведущей к другим частям корабля, когда раздался резкий звук выстрела, а следом еще один. Что-то ударилось о потолок возле головы Каспела и разлетелось в дребезги, но второй выстрел оказался точнее. Тонкий осколок кристалла вонзился в плечо Каспела, пройдя до самой кости. Ошеломленный болью, он скатился с верхней части машины, пролетел оставшееся расстояние и тяжело рухнул на мост внизу. Какая-то часть его разума напоминала ему, что Эльдары используют отравленное оружие, но это была наименьшая истревок Каспела. При падении он сломал ногу, а рука ниже раны в плече полностью онемела. Он слышал вопли предводителя Эльдаров. Каспел перекатился на спину и посмотрел в проход. К нему бежал Эльдар, подняв оружие. Ему оставались секунды жизни. Времени не было, не было спасения. Каспел сунул здоровую руку под мантию, нащупал болт-пистолет Воллона. Он огляделся и засек местоположение серебристой сферы плазменной капсулы, расположенной чуть дальше на двигателе. Ее металлическое утолщение выгибалось на боку машины. Каспел поднял пистолет и в то же время его механодендриты потянулись вбок к двигательной установке, нащупывая и хватая трубы и стойки. Время как будто замедлилось, Эльдар заносил свое оружие, а Каспел целился. Он не был воином, но был технопровидцем, у него были острые глаза и ум, чтобы рассчитать траекторию. Каспел надавил на спуск. Плазма выплеснулась волной неудержимой голубой энергии, поглотив ближайший отрезок моста, который разлетелся на части, вышвыривая Эльдара через разрыв в обшивке. Энергетическое поле зашипело, когда Эльдар пролетел через него наружу, в пустоту, но осталось целым. Хотя Каспел находился прямо за пределами выброса плазмы, настил под ним выгнулся, и он остался висеть мешком на боку двигательной установки. Освещение изменило цвет на темно-красный, загудел клаксон. Каспел услышал, как с грохотом падают переборки, отделяя помещение от остального корабля. Затем началось. Вся двигательная установка отсоединилась от святости, с грохотом высвобождаясь и выкатываясь из своей камеры маневровыми двигателями вперед. При ее движении пластелевая стена, отделяющая установку от маневровых двигателей разлетелась в клочья и атмосфера начала стремительно покидать помещение. Каспел увидел, как предводитель Эльдаров поднялся из разрушенной части двигателя только для того, чтобы его вытащило в космос. По мере того, как установка двигалась наружу, ломая все на своем пути, леса поверх поврежденных участков раскололись на тысячи осколков, рассеявшихся в космосе. Каспел не видел, как погибли другие Эльдары, но ему это и не нужно было. Никто не уйдет живым. Крепкая хватка механодендритов удерживала его, не давая улететь, когда двигательная установка наконец выскользнула из святости. Затем Каспел воспарил в пустоте свободный от искусственной гравитации корабля, цепляющийся за испорченную машину. Воздуха больше не было, с ним исчезла и передача звука, и он слышал лишь собственное иступленное дыхание, отзывающееся эхом внутри маски. Герметичная маска со встроенным ребризером позволяла ему прожить в вакууме немного дольше, чем его врагам. Линзы начали замерзать, но Каспел оглянулся и к своему удовлетворению увидел, что с устранением поврежденной установки оставшиеся маневровые двигатели снова заработали, запускаясь в автоматическом порядке проверки. Святость вновь ожила, ее машинный дух был в безопасности, а команда могла присоединиться к войне на другом фронте. Как бы то ни было, война Каспела закончилась. Хотя его аугметика позволяла ему какое-то время жить в вакууме, она не предоставляла защиты скафандра. Он покрывался изморозью. Если он еще дольше пробудет в космической пустоте, наиболее уязвимые части системы жизнеобеспечения растрескаются. Впрочем, Каспел подозревал, что не проживет достаточно долго, чтобы это увидеть. Высвободившись из схватки святости, двигательный блок начал подвергаться воздействию силы тяжести планеты внизу. Каспел обхватил механодендритами механизмы позади себя и посмотрел вниз, на планету. Очень скоро он вспыхнет, как только двигательная установка войдет в плотные слои атмосферы и сгорит вместе со всеми частями двигателя, кроме самых устойчивых. Но за секунду до того, как его зрение уничтожил слепящий свет вхождения в атмосферу, Каспел максимизировал возможности своих аугментированных чувств, позволив потоку сенсорных данных поглотить его. На мгновение Каспел оценил вид чужого мира. Огромные серо-коричневые континенты, пестрящие лесами и прожилками горных хребтов. Моря и озера фиолетово-синего цвета, обрывки облаков в атмосфере, беспорядочная серая масса некогда великих городов, давно покинутых тем видом, каким бы он Каспел, который ходил по этой земле. Падая к своему первому и последнему соприкосновению с чуждой землей, Каспел не чувствовал ни страха, ни ярости, только восхищения перед масштабом и сложностью мира внизу, превосходящими знания и ритуалы его науки, которые для него навсегда останутся чужими. Мэтью Фаррер Лица В конце концов, Джан не смогла сдержаться и вернулась обратно. Сгорбившись, она прокралась в красноватую тень башни, держа в руке ржавый посох из скрученного металла. Воющая и грохочущая буря прошла два дня назад, и как бы Джан не прислушивалась, все, что она могла услышать, лишь тихий хруст песчаных наносов под ногами и собственное дыхание, сухое и напуганное. В этот час под этим углом башня депо казалась лишенной света глыбой черноты на фоне кровавого неба. Ни движения, ни голосов. Даже металлическая громада трубопровода была совершенно безжизненна. Во время шторма низко стелющиеся ветра разгладили землю, и перед южной дверью не было иных следов, кроме следов Джан. Выписывая зигзаги и шатаясь из стороны в сторону, они вели из небольшого штормового люка и исчезали за одной из опор гигантского трубопровода, в том месте, где она провела всю ночь, съеживаясь и вздрагивая, оставленная на милость странных и дразнящих видений. Следы уже более мягких и медленных шагов вели назад из укрытия и стелились за ней. Шагов тихих, пытающихся краса, хотя Джан и знала, что от этого не будет толку. Она должна войти внутрь и найти их там, их всех. Она должна будет показать свое лицо. Она тихо направилась к люку, двигая перед собой посохом то в одну, то в другую сторону, пытаясь придумать, как бы лучше им взмахнуть, если один из них притаился прямо за входом. Там будет темно. Единственные части башни, которые когда-либо достаточно хорошо освещались, это диспетчерская наверху и жилой этаж. На какое-то мгновение эта мысль почти что вызвала у нее облегчение. Она подумала о темных комнатах и залах, о темной стране, которую она никогда не видела, и летела над ней в тихой вышине, и о чужих горах, залитых серебряным светом. Но этот образ разбил и исказил мысли и силы на миг покинули ее. Она чуть застонала и подняла лицо к небесам, но там не было белой луны, которая могла бы ей помочь. Там должна была быть белая луна. Джан никогда не видела луны какого бы то ни было цвета, но там должна была быть белая луна. Она отвела глаза от неба и на миг замерла колеблясь на входе. Казалось, будто она вот-вот придет к пониманию того, что с ней происходит, но она моргнула, вздохнула и все это пропало как лунный свет, дым уходящий сквозь пальцы и Джан обнаружила, что проходит через люк тяжело дыша, широко раскрывая глаза, так крепко сжимая свой посох, что его потраченная коррозия и поверхность вгрызалась в ладонь. Она пододвинула его ближе к себе, как трость, на которую опираются при ходьбе, и это ее чуть ободрило. Не драгоценная луна, но тоже неплохо. Грохот машин, скрытых в мощном фундаменте башни, ритмично отзывался в стенах. Это был глубокий ритм, ритм для прогулки, для медленного променада, пока еще не настало время танца. Скрытое значение этой мысли бросило ее во зноб, но шаги, как раз в такт машинам, начали ускоряться. В крошечных клетках, высоко наракритовых стенах, горели огни аварийного освещения, красные, как кровь, смываемая с неба, желтые, как искры, взмывающие с наковальни. Джан больше не знала, чьи это были мысли. Вглядываясь в огни, она, как ей показалось, почуяла какое-то движение в полумраке, но проход позади нее был пуст. Джан повернула свое, вправду ли свое, лицо назад, в залитый красным светом коридор, и ускорила шаг. Она нашла Галарди в машинном святилище, как и рассчитывала. Он разбил яркие белоголубые прожекторы, которые Такуин всегда оставлял включенными для освещения зала, и теперь работал при том же тусклом красном свете, как в коридорах, через которые прошла Джан. Он распахнул заслонки, через которые можно было попасть вниз, в подземный инженариум, и шум машин здесь был куда громче. Ревели топки. Вишнево-красным мерцали энергопоглотители и изоляционные трубки, добавляя свой свет и жар. Воздух был чист, но чувства Джан говорили ей о легчайшей примеси дыма. «Брат», прошептала она. Галарди стоял к ней спиной, его крупные плечи ходили ходуном, полное тело качалось и сгибалось там, где жир свешивался над поясом. С другой стороны доносился звон металла о металл. В шуме светилища, исходящем от механизмов внизу, и полудюжины машин такуина, он никак бы не смог расслышать ее шепот. Однако его тело дрогнуло при звуке ее голоса, и он обернулся. Добрый галарди с мозолистыми руками и мягким голосом, с которым они так любили смотреть на закат с крыши башни. Он пел ей песни, но какие песни, почему она не может их вспомнить, и танцевал под шестью белыми лунами. Но белых лун не было, Джан никогда не видела луну. Она всхлипнула и сделала маленький шажок вперед. Ей нужен был ее друг, благословенно знакомый и родной. Его тонкие ноги, которых он так стеснялся, его брюшко со старым змеящимся шрамом, полученным от расплавленного припоя за годы до того, как они впервые встретились. Его седая, бритая голова и его, его лицо. В руке у него был молот, и он его поднял. «Я не могу приветствовать тебя так, как мне хотелось бы, моя прекрасная сестричка», сказал он. Двигались ли его губы? На один миг Джан поверила, что двигались, а затем, что все-таки нет. «Ты всегда желанный гость в моем доме. Ты здесь в безопасности и знаешь об этом, но я должен работать». Позади него раздался пронзительный свист. Оставшийся без присмотра пресс для резки стали перегрелся и пытался отключиться. «Мы не в безопасности, брат, ни ты, ни я». Теперь она могла говорить достаточно громко, хотя слова и казались ей странными, высокими, певучими, почти что чужими. «Это снова происходит. Я слышала, как они дерутся наверху, на рабочем ярусе». Ее память как будто поплыла, разбиваясь на части. Сцена драки между ее товарищами исказилась и наложилась сама на себя, как на пик-экране, пытающемся показать сразу с полдесятка изображений. Но каждая из этих изображений приводила ее в ужас. Она не хотела их видеть. «Он знает, он…» Она запнулась на имени. Крусман. Он поднимался из каждого ее воспоминания, воняя дымом лхо и кровью, стекающей по его комбинезону и капающей с руки. Один лишь его вид отозвался в ее разуме убийственным воплем, и все же она запиналась на его имени, потому что не могла вспомнить. Крусман ерзал на краю водительского кресла в высокой тесной кабине подъемного крана, глядя на них сверху вниз. «Поднимается легко, как сон!» — воскликнул он, перекрикивая шум двигателя и лебедки. «Видно, какую трепку получила эта штука! Кто знает, как далеко ее тащило бурей, пока она не добралась до сюда!» На его лице расплылась широкая радостная улыбка. Это был лучший штормовой лом, который они когда-либо «Крусман!» Наконец выговорила она, хотя, как ей показалось, она снова исказила слово, сделав его каким-то коротким, гортанным. «Он знает о тебе! Он знает, что ты здесь! Он знает!» «Знает, что ты сделал!» «Знает, где мы находимся!» «Знает, что он должен сделать!» «Знает, что должно произойти!» Ни один из ответов, которые возникали у нее в мозгу, не имел никакого смысла. Откуда-то со стороны, казалось, послышались легкие, как дуновение ветра, шаги и тихий смех. Если Галардии услышал их, то не подал виду. Красный свет аварийных ламп горел ровно, но как будто мерцал на его, не его настоящем, лице. Мужчина вновь взвесил в руке свой молот и отвернулся. Джан пошла за ним по машинному светилищу, переступила через труп Токуина, не взглянув на него. «Он был слишком силен для меня», сказал Галарди голосом, хриплым от печали и дал одной руке упасть, указывая на свою ногу. «Слишком силен. Я вплавил собственное дыхание в мою сталь, и чем это мне помогло? Нет, нет, все кончено. Я отдал последний Сабиле, но этот путь не мой. Кровопролитие его путь, его душа там, а моя здесь, она привязана к этому месту». Джан посмотрела туда, куда он указывал. Ее зрение поплыло и раздвоилось. Она видела басую, бледную ступню Галарди, торчащую из-под манжеты стандартных рабочих штанов ржаво-бурого цвета и видела ногу толщиной с колонну, обвитую мускулами, тяжелую, как наковальня, разодранную и скрюченную из-за страшных ран, которые нанес Крусман, когда притащил сюда покалеченного и лишенного сил Галарди и связал его цепями. Крусман никогда не бывал здесь, внизу. Это место принадлежало Токуину. Оно было свято для него, место, куда он приходил молиться и отправлять культ, куда Галарди пришел как мастер. Джан понимала, почему они боролись, но не могла понять то, что видела сейчас. Темнокожий человек с большим изуродованным шрамом животом был так же истинен, как и все ее воспоминания, но все же она знала хромого мастера наковальни так же, как все сияющие черты своего собственного, но ее ли на самом деле, лица. Она качнула посохом в одной руке и протянула другую к нему. Я бежала и пряталась, сказала она. Я, я думаю, что спала, думаю, что видела сны, сны о нас, не знаю, видела ли сны о тебе и о нем. Она указала на тело позади себя, не в силах вспомнить имя технопровидца, с которым жила и работала на протяжении двух лет. Или запомнила ли их? Я видела, как ты борешься с ним. Галарди, закричал Токуин. Аугметика закрывала глаза и нос адепта, но его рот оставался плотью, неречевым устройством, и в его голосе слышался мерзкий органический страх. Прекрати это, прекрати то, что ты делаешь. Он закашлялся и согнулся, когда кулак врезался в его живот, затем выгнул инкрустированную медью вспомогательную руку, растущую из основания его позвоночника. Выгнул, как хвост скорпиона, чтобы заблокировать направленный вниз взмах пневмозажима, который Галарди стиснул в другом кулаке. Зажим слязгом отлетел прочь, и рука со змеиной скоростью метнулась к подбородку Галарди, но то был лишь толчок, не удар. Токуин не понимал то, что происходило, он не сделал ту вещь, которую сделали все остальные, ту, которую память Джан не могла собрать воедино. Токуин не понимал направленность этого, не понимал, почему Галарди должен был принять руководство кузницей, чтобы все не оказалось фальшью, с чем даже она в некоторой степени заставила себя примириться. Токуин вновь толкнул Галарди и вцепился в него, и тот на какую-то секунду забился в хватке восьми механических пальцев, стиснувших его челюсть, прежде, чем врезать зажимом по тонким сочленениям руки и стряхнуть ее с себя. «Ты галарди». к нему. «Эти вещи, они свели вас с ума! Галарди, Джан, да приведи же его в чувства!» Одна из механизированных гидравлических тележек ожила и покатилась вперед. Токуин пытался управлять ею так, чтобы приводной блок оказался перед Галарди, а зубцы вилок попали ему под ноги, но тот крутанулся, обогнул тележку словно в танце, качнулся в сторону, оттолкнулся от токарного станка и оказался рядом с Токуином. «Сними эту вещь, Галарди, она разрушает твой разум, Галарди, послушай!» И тогда она убежала прочь, ибо ее друг намеревался до смерти избить технопровидца, и она уже видела, как рычал Крусман, рубя руку Хенга, в то время как Хенг ухмылялся и хихикал, глядя на него. Она знала, что Сабила попытается сделать все так, как должно быть, и уже знала, что должно произойти, даже несмотря на то, что не понимала, что вообще происходит. Она закрыла глаза руками и медленно пошла прочь, а позади нее Галарди начал убийство. «Нас двое», — сказала Джан. Она неслышно ступала, медленно обходя Галарди по кругу, а тот прислонился к сварочному станку, свесив голову. Джан могла видеть пот и сажу, покрывавшие его кожу и устало опустившиеся плечи. Должно быть, он работал всю ночь, без сна. Она не могла себе представить, насколько он изможден, но ведь он не мог устать, работая здесь, разве нет? Это было его место, его кузня, он был единым целым с ней. Как этот труд мог его утомить? «Мы ведем войну сами с собой», — продолжала она. Галарди не пошевелился. Это была глупая фраза. Он знал, что они воюют. Разве он не ковал собственными руками орудия этой войны? Но это тоже не имело смысла, ведь она помнила, что Галарди завладел кузницей день-два назад. Каждый ответ был неправилен, каждый вопрос был неверен. Она продолжала ходить по кругу сосредоточенными, ритмичными шагами. Это приносило ей облегчение, словно возвращая все происходящее к привычному, знакомому. Не между нами, но внутри нас. Ты можешь почувствовать это? Две вещи в тебе. Ты видел это во сне? Ты чувствуешь, что ты не принадлежишь себе? Она на три четверти прошла круг, и движение как будто помогало ей находить слова, так как мысли выстраивались в одну линию, подобно лунам в небе. Она вновь подумала о том, что Галарди корчился и бился, когда полузабытый другой протянул металлическую руку и словно подтолкнул его, но оно не выглядело как его. Лицо почти что столкнул его с черепа. Это что-то значило. Она была уверена в этом. Она позволила глазам наполовину закрыться и начала кружиться, замкнув свой хоровод вокруг Галарди. Даже при том, что она осознавала, насколько нелепы эти движения, круги внутри кругов успокаивали ее, помогали мыслям течь плавно и спокойно в берегах, которые казались знакомыми. Она открыла глаза, и зрение ее прояснилось. Лишь на момент, но этого было достаточно. Галарди стоял посреди бессмысленного хора лязгающих, наращивающих число оборотов машин, механизмов токуина с рычагами, заклинившими в рабочих позициях, с грубо приклеенными или припаянными к ним фрагментами металла или пластыкового мусора. Один уже перегрелся и прекратил работу, два других зловеще дребезжали. Пол был усыпан инструментами и обломками. Контейнеры и подвижные полки, где токуин с почтением размещал свои инструменты и запасные детали, были перевернуты и разбиты, и их содержимое кучами валялось рядом. Посреди всего этого находился Галарди, полуголый, с тусклыми глазами, грязный, как животное, стоящий у рабочего постамента и с грохотом обрушивающий свой молот, как будто он был старым кузнецом из хибары на окраине улья, обрабатывающим железный клинок. Однако вместо молота он размахивал одним из тех тяжелых инфразвуковых жезлов, определяющих плотность, которые они использовали, проверяя на прочность сегменты трубопровода. У датчика на конце, который в тусклом свете для неясного зрения мог выглядеть как навершие молота, уже треснула оболочка и были видны разбитые внутренние детали, а на постаменте лежал нераскаленный до красна кусок металла, но раздробленный в дребезги габаритный фонарь с подъемного крана. Галарди вновь опустил импровизированный кузнечный молот, и повсюду разлетелись осколки пластека. Из-за своих размеров и веса он никогда не был особо грациозен, но Джан постоянно восхищалась мощной, уверенной расчетливостью, с которой он двигался. Теперь его движения были пусты, судорожны, не как у живого существа. Женщина попыталась прочесть выражение его глаз, но едва бросив взгляд на его «нет, пожалуйста, чем стало его?» лицо, она закричала, завертелась на месте, снова взглянула, но не смогла стереть из памяти то, что уже узрело и выбежала из кузни. Если бы он крикнул ей вслед, даже назвал ее имя, даже просто закричал бы без слов. Может, она нашла бы в себе храбрость, чтобы остаться, но на нее вновь налетела скользкая, калейдоскопическая дымка, рассеивающая и раздваивающая мысли, и хотя Джан и сопротивлялась ей, где-то в этой дымке ей явилось знание о том, что это было предопределено, это было правильно. Галарди был прикован к этому месту. Ее видения не изменят этого. «Сможем мы это поднять?» – спросил в ее памяти Галарди. Они стояли и смотрели на вещь, которую нашли. Сложно было не смотреть на нее. Ее форма была в своем роде приятна для взора, скользившего по мягким изгибам и изящным виткам. Джан подумала о странных зубчатых контурах грибов, которые росли в прохладных туннелях под беспорядочной застройкой города Улья, где они отдыхали после вахты, а затем подумала об очертаниях мускулистых рук и плеч парня, с которым она пошла на свидание, когда последний раз была там. Это заставило ее покраснеть, но никто из остальных этого не заметил. Крусман и Хэнк тихо переговаривались, Галарди просто разглядывал вещь. Она была искусственной, но все искусственные вещи, которые когда-либо видела Джан, отличались тяжелым как кувалда высокомерием имперского дизайна. Тупые углы, твердые поверхности. Здесь же Джан не могла найти ни одной прямой линии или плоской грани. Она не решалась подходить к этой вещи ближе, никто не решался до тех пор, пока они не расскажут Мерлок, что нашли. Но села на корточки и наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть ее. Если это были рукояти управления, то вот это должно быть сидением, а если это сидение, то те штуки за ним были под ножками, как на их багги для подъемного крана, на которые можно было вскочить и ехать. А позади, под спутанной мерцающей тканью, чьи цвета как будто рябили и дрожали в уголке глаза, двигатель, механизм или контейнер. Что-то вроде ящика, пристегивающегося к мотоциклу. Джан подумала, не было ли там груза, чего-то, что перевозили на этой штуке. И как горько ей было сейчас, что они не разбили ее, не подожгли своими факелами, не проехались краном взад и вперед по этим контейнерам, расколов их в щепы, прежде чем кто-то успел хотя бы открыть их и заглянуть внутрь. Зрение Джан помутнело от слез, пока она бежала вверх по лестнице, и она неправильно оценила ширину выхода. Концы скрученного посоха врезались в дверную раму, и женщина налетела на него поперек талии, согнувшись пополам. Она не поранилась, но застонала от неожиданности. Посох выпал из ее рук, и она, согнувшись, упала на порог, неуклюже поползла вперед, не подумав о том, чтобы подобрать его. Когда она вспомнила о посохе, то прижалась спиной к сухой, гладкой стене и кое-как взобралась на ноги. Это был складской уровень, лабиринт узких троп, петляющих между темных нагромождений тюков, металлических бочек и ящиков. Опираясь на тяжелую пластиковую оболочку, прикрывающую кучу фильтрующих устройств, она осмотрелась вокруг. Высокий, чистый смех донесся из озаренной красным двери, ведущей в кузницу, а у нее не было посоха. Дыхание застряло в горле Джан, но она заставила себя пошевелиться. Ее руки шарили в воздухе. Место было захламлено, поэтому посох, и так неважное оружие, был здесь просто бесполезен, но все же его потеря казалась слишком большой утратой. Она сказала себе, что это была всего лишь ржавая, бесполезная палка, пригодная только для токуиновой печи, где переплавляли металлолом, но чувство, что она утратила часть себя, не покидало ее, и она переместилась подальше от двери кузницы. Нагроможденные друг на друга ящики и бочки были сплошь в углах и острых гранях, без успокаивающих кругов, и она чувствовала, как в груди что-то толкается и дергается, желая эхом повторить смех, который она услышала. Он должен сражаться сам, прошелестел голос Мерлоку у ее плеча, и хотя Джан попыталась было дернуться и закричать от неожиданности, она смогла лишь вздрогнуть и выдохнуть. Джан повернулась в полоборота, и Мерлок вложила скрученную палку ей в руки. «Не нужно оставлять посох в траве, так же, как и копье, моя маленькая двоюродная сестра», — прошептала Мерлок. Ее голос двоился, отдаваясь эхом. «Хорошо было бы, если бы ты бежала рядом, младшая, если б ты осталась со мной, зеленая и белая над деревьями». С точки зрения Джан в этой фразе не было смысла, но слова возымели некую странную власть над ней, и она запрокинула голову, как будто могла посмотреть вверх, сквозь толстые стены и крышу, и увидеть ночное небо, где горело зеленое и белое. Но Мерлок уже шла прочь, она стремительно двигалась в узком пространстве между кучами запасов. Джан улыбнулась, плавно скользя ей вслед, воображая Мерлок ночной хищной птицей, с клювом острым, как копье, с когтями, рассекающими воздух, с глазами столь же острыми, как когти, вперевшими взгляд в чуть подкрашенную зеленым темноту. Но смех, донесшийся из-за двери в кузницу, больше не покидал ее голову, и она поняла, что сама хочет засмеяться и тихо запеть, бегая туда и сюда. «Вперед же, вперед, сестра!» — раздался хриплый шепот охотника, идущего по следу, и Джан ускорила шаг, несмотря на то, что знала, что это всего лишь тонкий голос Мерлок, доносящийся с другой стороны ящика с гигиеническими принадлежностями. «Вперед, к великому Каирну! Мы прикоснемся к камню на удачу и вернемся, чтобы охотиться на них!» География этого места разворачивалась в уме Джан с тихой уверенностью с назнания, но пробегая между полок, неловко задевая посохом коробки и оборудование, она все больше и больше понимала, что место, через которое она бежала, было подобно фантому. Ее разум продолжал танец вдали, в каком-то огромном лесу. Она была уверена, что это называется лес. Их последний начальник, предшественник Мерлок, читал книги и рассказывал про леса. Летя между стволами деревьев вверх, в густые кроны, скользя вниз, в подлесок, легкий, как лунный луч, следующий за свирепым ястребом. Все места в этом лесу были знакомы ей, их имена для нее обладали значением талисманов. Великий Каирн, Древо Рук, Плачущая Река, Небесный Очаг. Великолепные места, дикие места! И Джан закричала, ибо сейчас она выпивала свои мечты в небе над лесом, сопровождаемые хором музыки ветра. И сейчас она шла неверной походкой в тесной, захламленной кладовке, глядя, как впереди крадется ее полная, невысокая начальница, сжимающая длинный обломок от какого-то ящика, как будто это было копье, радуясь безумной красоте. Джан не могла убедить себя в том, что она на самом деле ее видит. Смеясь в темноте, в то время как ее друг шаркает туда-сюда по кузнице с кровью Такуина на руках, побитый, искалеченный и скованный. Снова появилась та странная, призрачная уверенность. Скован, она не видела никаких цепей. Галарди убил Такуина и завладел кузницей. Почему ее разум цеплялся за этот образ побежденного и скованного мужчины? Шлеп, шлеп, шлеп. Мерлок дошла до конца прохода. Начальница скинула с себя рабочие ботинки и ходила босиком, оставляя кровавые отпечатки. Что-то поранило ее левую пятку. Она покрыла машинной смазкой знаки своего ранга на куртке, и грубые гирлянды из разорванной ткани перехватывали ее лоб и бицепс. Она потрясла копьем, зажатым в одной руке. Другая кисть, осознала Джан, болталась на конце сломанной руки. — Это неверный путь, — сказала Джан, преграждая посохом проход. — Мерлок, вы хотя бы знаете, где вы? Вы узнаете это место? Узнаете меня? Женщина остановилась, наткнувшись животом на изъеденный металл посоха, затем отступила назад и взвесила в руке копье. Джан едва не передернула, когда сломанная рука Мерлок ударилась об угол ящика, но начальница, похоже, даже не заметила. В темноте ее — как я вообще могла подумать, что это ее настоящее — лицо выглядело бесстрастным, может быть, немного настороженным. Узоры вокруг ее глаз и на скулах изгибались, как густая летняя листва, как крылья сокола. — Что за странные вопросы ты задаешь, двоюродная сестра? Ты снова видела сны? Надо было спросить меня, прежде чем ложиться спать. Здесь есть места, где спать небезопасно, а твои сновидения слишком ценны для любого из нас, чтобы так рисковать. Враги пробираются в дикие места, сестра. Держись ко мне поближе. — Мерлок, послушайте меня! Где вы? Вы можете мне сказать, где вы? Описать, где находитесь? Вы знаете, что произошло с Галлардией и Токуином? — Я… — начала Мерлок и выпрямилась. Ее сломанная рука все еще безвольно висела, но другая воздела самодельное копье в позе, которое вновь вызвало в джан сводящие с ума дежавю. — Я бегу по следу, как луна и как ветер, младшая сестра. — Я — звук моего рога, я — полет моего копья. Когда ночи холодают, а зеленая луна выходит в молчании и одиночестве, тогда я иду по ней. Иные голоса, иные звуки. Что-то мелькнуло перед зрением джан, как призрак гололитического дисплея миг спустя после выключения. Мерлок как будто бы стояла в центре большей фигуры, чего-то высокого, закутанного в звериные шкуры, поднявшего сухощавую руку. И его или ее слова сопровождали отдаленные звуки рогов и быстрого дыхания. Мерлок пыталась придать своему голосу силу и мелодичность, но джан чувствовала, что слова исходят и от того, другого силуэта. Их ритм пробудил в ней желание подпевать, танцевать по кругу с высоко поднятым посохом, а потом смеяться и петь, прыгать, зависая в воздухе, ярко сиять с высоты. Ощущение было, как будто ее встряхнули и разбудили прямо перед полным погружением в сон. Джан вырвалась из грезы, отшатнулась от кромки и немедленно ощутила вину за то, что не поверила этому чарующему голосу. Прежде чем вина смогла убаюкать ее и снова вовлечь под его власть, она скрипнула зубами, сузила глаза, почти зажмурившись, и нанесла неуклюжий удар на отмашь по сломанной руке Мерлок. Начальница застонала от боли, зашаталась, но не упала, и обломок ящика остался зажат в ее кулаке так же, как посох в руке джан. На мгновение, в темноте позади послышалось что-то, что могло быть вздохом или смешком, но когда джан приподняла голову и прислушалась, оно исчезло. «Я ранена, но не настолько сильно, чтоб не смогла сражаться или исцелиться», — сказала Мерлок наполовину согнувшись, припав на одно колено, баюкая свою руку. «Но ты видишь, джан?» Джан покачала головой, не понимая и сразу не распознав имя, которое использовала Мерлок. Она была уверена, что ее имя должно быть длиннее, мягче, ложащимся на язык скорее как нежное колыбельное. «Видишь, да?» — продолжала Мерлок. «Видишь, как все это неправильно. Мои владения, мои охотничьи тропы. Я забралась повыше, чтобы высматривать и ждать моих врагов, а ветвь сбросила меня, не выдержала мой вес». Чувствуя головокружение, Джан подхватила Мерлок под здоровое плечо, помогла ей подняться на ноги и вытянула шею, чтобы проследить за взглядом женщины. Первой мыслью было то, что эта конструкция, конечно же, не выдержала веса. Она смотрела на рваный, растянутый брезент, лежащий поверх наставленных друг на друга бочек с дистиллированной водой. И кто бы мог подумать, что коренастое, негибкое тело Мерлок позволит ей вскарабкаться туда без неприятностей. И все же ей казалось совершенно разумным, что Мерлок говорила о куче бочек, как об огромном дереве, которое нанесло ей личную обиду, подломив под ней ветвь и позволив ей упасть. Падение, падение и боль. Джан глубоко вдохнула, потрясла головой, напомнила себе о своей цели. «Посмотрите на нее еще раз, Мерлок. Пожалуйста, мэм. Разве это то, что вы думаете? Посмотрите на меня. Вы видите свою двоюродную сестру? Я думаю, что уже почти поняла, что такое с нами происходит, мэм. Уже почти сообразила. Но вы поможете мне наконец это понять?» Она слышала свой голос, надтреснутый и умоляющий, почти плачущий. Но ей, похоже, удалось нарушить ход бредовых измышлений Мерлок. В ней теплом расцвела надежда. Она посмотрела другой женщине в глаза и выдержала ее взгляд. «Пусть боль ошеломляет ее», — подумала Джан. «Пусть она думает, пусть увидит это, глядя в мое, но ведь это даже не мое, лицо». Долгую секунду висело молчание, а затем горло Мерлок начало издавать тихий звук. Джан наклонилась, ожидая услышать слова, но это был лишь слабый стон на выдохе. Джан продолжала смотреть Мерлок в глаза, пытаясь игнорировать то, что ее чувства говорили ей о лице этой женщины, пытаясь извлечь понимание из ничего, просто сосредоточившись. «Джан?» — голос Мерлок больше не двоился. Теперь это был обычный голос, голос, который был знаком Джан, но слабый и сбивчивый. «Джан, это ты? Я не узнаю тебя. Что с нами случилось? Что случилось? Мне больно, Джан. Больно. Я слышу машины в кузне. Где-то Куин? Джан». «Мы идем вверх от кузни», — сказала ей Джан. «Вверх, на самый высокий уровень, где находится эта вещь. Я знаю, что мы не всегда были такими. Я вижу во сне, какими мы были, прежде чем нашли ее. Я думаю, если мы все пойдем к ней, мы сможем понять больше про этих людей в моих снах». «Вверх», — сказала Мерлок все тем же тихим, похожим на детский голосом. «Мы пойдем вверх». Она попыталась протянуть вперед сломанную руку, но та не могла полностью распрямиться. «Ты и я. Вместе». Мерлок не ослабила хватку на копье, поэтому Джан взяла ее как могла под сломанную руку и попыталась помочь ей идти. «Мы пойдем вместе, ты и я. Вместе, в темноте». Кряхтя, Джан довела Мерлок до конца прохода и вывела в более просторное место, где им было удобнее идти бок о бок. «Ты и я. Идем в темноте. И это для нас не первое такое путешествие. Нет», — сказала Мерлок почти что со смешком, от которого кровь Джан похолодела. Этот звук как будто эхом отозвался во мраке вокруг них. Джан как будто услышала мягкие, быстрые шаги, сопровождающие эхо, но кто теперь мог сказать, что происходило вокруг, а что было призрачной пантомимой в ее собственной голове? «Галарди, Клайд, принесите пару поршневых захватов», — сказала Мерлок. Ее голос, который никогда не был особенно силен, боролся с резким ветром на крыше башни, но в нем все же было достаточно стали, чтобы пресечь споры. «Токуин знает, что у нас находка, но ему нужно провести какое-то богослужение внизу, прежде чем он сможет подняться и посмотреть на эту штуку. Мы начнем сами». «Мэм, Джан полагает, что там внутри определенно техника», — сказал Крусман. «Я согласен с ней. Смотрите, тот длинный изгиб имеет очертание капота над двигателем, и если под него заглянуть, то там будут, я уверен, механизмы». «Я думаю, вы правы», — сказала Мерлок. Мимо прошли Клайд, Галарди и Хэнк, толкая подставку большого поршневого захвата, установленную на грохочущих колесах. «Но техника — это единственная вещь, на которую он должен взглянуть. Если то, что вы считаете механизмами, часть таинств Механикус, тогда нам лучше всего с самого начала их забодрить. Но все, что здесь есть и не является машинерией — законная добыча филиалов гильдий. Будет достаточно благочестиво, если мы сделаем все по форме и возьмем себе то, что принадлежит нам». Это было то, что хотел услышать Крусман, и они с Сабилой даже аплодировали, когда захваты установили рядом с той вещью, что они нашли. Вещью, похожей на длинный радужный наконечник стрелы, которая выглядела такой тяжелой, а на подъем оказалась столь легкой, со странными приборами управления и поручнями. Никто из них не обсуждал в открытую яркие, похожие на самоцветы кристаллы, вделанные в ее гладкие изгибы. Большинство бригад, обслуживающих трубопровод в глубокой пустыне, разделяли одни и те же негласные суеверия о том, что нельзя торжествовать над добычей, пока не подписаны призовые документы. Но Джан поймала себя на том, что изучает их, пересчитывает и размышляет о тех штуках, которые, как она теперь была уверена, были контейнерами для груза. Когда Клайд отогнал остальных и взялся за рычаги управления, металлические руки распрямились с шипением поршней и трехпалые захваты медленно разместились над крышками вместилищ. Джан не хотела больше думать об этом, не хотела видеть снов, не хотела вспоминать. Разве не ее сновидение начало весь этот раздор? Ей снилось восстание, хотя в этом и не было смысла. Ей снилась война между ними всеми, но это ли в действительности случилось? Снилось кровопролитие, которое свершилось из-за того, что она рассказала о своих снах, пророчество и исполнение его в одном замкнутом, сияющем круге, подобном кромке полной белой луны. Но она никому не рассказывала. И не она увидела эту вещь, загнанную ветрами под трубопровод. Кто увидел ее первым? Они проверяли, выдержали ли новое крепление на пилоне 171 сверхскоростные ветра вчерашней песчаной бури и дрон Токуина заметил нечто, что не смог идентифицировать по своим каталогам изображений. Они пошли охотиться за этой штукой. Но Мерлок не пошла с ними. И разве не Мерлок была той, кто охотится? Мысль о ее спутнице на миг вернула сознание Джан обратно. Мерлок все еще бормотала себе под нос. О, мы бежали вместе, а призраки пели в водопадах, ты помнишь? И раздоры, когда вражда затаилась между мной и моей черновласой любовью, и ты всегда была спокойным голосом. Ты позвала меня, когда появилось горящее железо в дыму, и ты была звездой, по которой мой посох, моя охота, мои друзья. Та хриплая гортанная нота вновь прокрадывалась в голос Мерлок, как охотящаяся кошка, незаметно пробирающаяся сквозь чащу. Но в то же время она запиналась, искала слова, как будто каждая тропка мыслей вела ее в темноту. Это было вдвойне неправильно. Мерлок была начальницей станции, отдающей приказы. Она должна была быть тверда. Мерлок была единым целым со своим домом, быстрой, как ноги, бегущие в дикой ночи, уверенной, как удар охотничьего копья или пике сокола. Она должна быть тверда, без всяких колебаний, прячущихся за выражением ее лица. Джан все еще пыталась понять, что значит эта мысль, когда взглянула вверх и увидела фигуру, наблюдающую за ними. Она держалась в свете, падающем в лестничный колодец с жилого яруса, и там, где свет попадал на нее, она как будто осыпалась перекрещивающимися искрами и нитями. Существо сделало полшага к ним, словно в танце, и вся его кожа растрескалась, задрожала и задвигалась, сияя разными цветами. На мгновение представление прекратилось. Существо согнуло изящную ногу, чуть-чуть приподняло голову и лениво кувыркнулась назад в темноту. Джан стояла тяжело дыша, ее голова звенела, как задетая струна, но мыслей не было. Сердце готово было забиться сильнее при виде этого создания, но кости хотели похолодеть от страха. Мерлок все еще мешком висела на ее руке, бормоча, и из кузни донесся взрыв смеха, искрежещущий, отдающий эхом грохот. Джан сдвинулась с места. Она забыла о том, чтоб поддерживать Мерлок, просто потащила женщину в неуклюжем полубеге среди извивающихся, хихикающих теней. Мерлок запнулась у подножья лестницы, но помогла себе, опираясь на копье, и смогла удержать темп. Взбираясь вверх, Джан бросила взгляд через плечо и увидела, как ее начальница тяжело дышит в двух ступенях позади, наклонившись вперед для бега так сильно, что согнулась почти вдвое. Фуражка Мерлок давно потерялась, а коса растрепалась, так что черные пряди свисали на лицо, и Джан резко развернулась, чтобы снова смотреть на ступени, радуясь, что не увидела «я даже не могу вспомнить ее настоящее». Лицо Мерлок в более ярком освещении лестничного колодца. Ни один из разумов, буйствующих в ее голове, не мог предсказать, что они увидели бы без милосердного полумрака затемненных нижних этажей. Свет становился ярче по мере того, как они преодолели крутой поворот и вскарабкались по второму пролету. Дуговой светильник над дверью в жилой ярус был поврежден. У Мерлок так и не дошли руки, чтобы заставить Токуина найти время для его починки, и поэтому они вошли в разгромленное общежитие, наполненное мигающим светом и плачем. Плачущий голос принадлежал Клайду, и всматриваясь сквозь мерцание и мигание света, падающего сверху, Джан смогла его разглядеть. Он сгорбился в гнезде из спутанных штор и постельных принадлежностей, выдранных из отделений спального отсека и теперь забивавших собой проход. Посреди всего этого Клайд стоял на коленях, наклонившись к одному из сорванных карнизов для штор и приложив одну руку к лицу. Это была столь классическая поза скорби, что выглядела неестественной, как будто Клайд был центральной фигурой в одной из ярко освещенных живых картин, которые актеры изображали перед храмами в ночи священных праздников. При этом образе разрозненные мысли Джан словно зацепились друг за друга и задвигались в согласии. Озарение было столь же мимолетным, как яркий лунный луч, копьем пронзивший облака, но столь же сильным. Она стряхнула со своей руки мерлок и побежала по проходу настолько быстро, что как будто парила над мусором и обломками и упала на колени у ног Клайда. «Клайд! Клайд! Это я!» Хотя если бы ее спросили, кто это я, она бы ответила с трудом. «Клайд, все в порядке! Тебе не надо горевать! Мы не… не такие… мы не…» Это казалось таким ясным в тот сияющий, залитый лунным светом момент, но сейчас она едва подыскивала слова. «Мы не те, кто мы есть, Клайд! Я думаю, что поняла! Я видела нас во сне, как…» И голос застрял в ее горле, потому что она хотела сказать нас самих и хотела сказать других. И оба этих слова были верны, и ни одно из них не было верным. «Ты не понимаешь», — сказал ей Клайд. Голос его был искажен, грудной, урчащий, каким Джан его знала все те годы, что они работали вместе, а не чистая контральта, которым, как она полагала, он должен был быть на самом деле. «Он ушел! Он!» И тело Клайда начало сотрясаться, уже не в плаче, но в более глубоких спазмах. Он начал кричать, выплевывая слова почти что в визге. «Умирающий умер! Он мертв! Он все же умрет! Он умирает!» Джан пыталась удержать руки мужчины, тихо спеть ему нежные лунные песни, чтобы успокоить, и все же она понимала. Он ушел, чтобы умереть. Кто ушел? Джан не могла сконцентрироваться на имени, два различных звука скользнули в ее голову и тут же исчезли. Но она знала, что он был поборником, сыном-учеником, подчиненным последователем Клайда, и знала, что кем бы тот ни был, он ушел на смерть. Он ушел сражаться. Он уже был мертв, и его оплакали. Он лежал, умирая, его раны были смертельны, а кровь ярко-красного цвета, как луна, что начала пребывать по его смерти, чей свет оросил зеленую и белую луны и потопил в себе их красоту. Он был всем этим, во всех этих состояниях, всегда идущий навстречу своей судьбе, всегда лежащий сраженным, лежащий мертвым. Во всех своих состояниях он был вне времени, как та сцена, которую они разыгрывали сейчас, скорбящий Клайд, Мерлок, нависшая над ним с поднятым копьем, Джан, стоящая на коленях и успокаивающая, рассказывающая о снах. Даже несмотря на то, что она боролась со слезами горя и страха, форма, принятая всеми тремя, казалась столь верной, как будто она совершала движение танца, для которого была избрана, еще когда ее собственная мать лишь ждала появления на свет. Она, кажется, услышала легкий вздох узнавания откуда-то со стороны, но не могла разглядеть никого, кроме них трех. Она снова взглянула на Клайда. Тот замотался в зеленую штору и разорвал перед своей блузы так, что ее края теперь выглядели так же, как грубые гирлянды из рваной ткани, которыми украсила себя Мерлок. Он сбросил с себя металлический ошейник, знак статуса, и электротатуировка, окружавшая его бычью шею, символ посвященного механику смирского ремесленника, заметно светилась. Ее твердые геометрические очертания вступали в резкое противоречие с заостренными линиями его черт, изящных даже в глубоком горе. Это было не принадлежащее Клайду, не больше, чем это мое лицо, но, наконец-то, Джан подходила к пониманию того, как так могло быть. Она поняла, что вновь говорит, даже не зная, есть ли у Клайда и Мерлок достаточно разума за тем, что скрывают их, я почти могу вспомнить их, лица, чтобы понять ее, но позволяя словам изливаться из нее подобно лунному свету. Она говорила о том, как Галарди забрал машинное святилище у Такуина из-за шагов и песен, которые позвали его к кузне. Она говорила о своих озаренных луной снах, превращавшихся в пророчества, когда она рассказывала о них, и ее пальцы скользили по изящно пересекающимся кругам, вдавленным в ее странную, хрупкую кожу. Она говорила о воспоминаниях, которые видела во сне, и о сновидениях, которые не могла полностью вспомнить, о незнакомых, неуклюжих существах, которыми они все время когда-то были, и их грубых именах. Галарди, Клайд, Мерлок, Джан, что это, как не хрюканье и гогот животных, о зловонной низменной башне, которую они называли домом. Она говорила о храмовых живых картинах, мистериях и мифических танцах, о празднестве Алисии Доминики, когда святая встает перед королем с ликом, подобным солнцу, порой, чтобы обратить свой меч против предателя, порой, чтобы взмолиться за своих обреченных детей. О житии Махария, которое ее братья изучили до последнего слова, о генерале, что вел войну в небесах. О песне девяносто девяти мечей и великом раздоре эпоху назад, когда рука убийцы сокрушила героя-мученика и размазала его кровь, столь яркую и алую. Об историях шести великолепных воинов, что вышли живыми из этого великого бедствия, готовые передавать дальше свет своего знания. Это были хорошие истории, сильные истории, и они пели в ее крови, танцевали так же, как она в своих воспоминаниях танцевала под светом луны, под звуки барабана и цимбал, даже несмотря на то, что помнила, как они все плакали, выли и дерганно пытались плясать на крыше башни, когда нашли, я не хочу даже думать о них, лица, взломали замки и нашли их, и... Теперь всхлипывала уже джан, не замечая удивленных взглядов остальных. Это была не ее роль, это были не ее па. Но она кое-как поднялась и отбросила скрученную палку прочь. У нее не было посоха, не было ожерелья из лунного камня, у нее едва ли оставалась собственная личность. По мере того, как истории и танцы кристаллизировались у нее в голове, она чувствовала, как ее я разбивается на фрагменты и ускользает. Джан хотела рассказать им, хотела прокричать им об этом, но тяжесть понимания была слишком велика, и все, что она могла, это плакать над тем, что с ними случилось. Она встала на ноги и перескочила через Клайда ломаным прыжком сломанного существа, которым она стала, и побежала к ближайшей лестничной площадке, все еще всхлипывая. Позади нее Клайд и Мерлок заключили друг друга в неуклюжие объятия, но джан не видела и не хотела их видеть. Теперь она понимала, надежды не было. Освещение рабочего яруса было отключено, и навстречу ей светили только приборы и устройства наблюдения. Она чувствовала, как обрывки ее разума извиваются и тянутся в двух противоположных направлениях, и на мгновение она прервала свой спотыкающийся бег, уставившись на чистую пластыковую конторку, за которой она сидела, сосредоточенно изучая метеорологические таблицы и карты Дюн. Края воспоминаний вновь легко коснулись ее. Вот она сидит за этим столом с красными глазами, зевая, пока Мерлок настаивает на том, что маршрут для профилактического обхода должен быть готов к началу утренней смены. Вот она за столом в пятнадцатиминутном перерыве с кружкой горькой выпивки в руке задыхается от смеха, в то время как Галарди и Крусман исполняют одну из своих коротких песенок, издевающихся над гильдийскими контролерами. Вот она глядит на погодные авгуры и говорит Мерлок, что да, теперь они могут отправляться, можно двигаться безопасно, и продумывает маршрут туда, где приборы показали нечто, поднесенное бурей к самому трубопроводу. Она не могла вынести эту мысль, мысль о том, что какое-то ее действие могло подвести к тому, что произошло. Джан тяжело привалилась к дверному косяку, подняв руки, чтобы заслонить стол и связанные с ним воспоминания, и когда она опустила их, на столе было нечто наблюдающее за ней. Страх перед ним сочетался и смешивался с чувством того, что оно ей знакомо так, что она не могла их различить. Она сглотнула и осознала, что делает шаг вперед, протянув в умиротворяющем жести руку, которую ее страх затем стиснул в кулак. Высокое существо на столе, украшенное бахромой и увенчанное гребнем разных цветов, которые крутились и смешивались с воздухом вокруг нее, встало в позу и передразнивало ее движение, а затем оно из многоцветного превратилось в бесцветное, шагнув назад со стола и исчезнув из глаз, оставив ей лишь призрак смеха. Это был не мираж, отрешенно подумала она, и не воспоминание. Что-то действительно было здесь, рядом с ней, возможно, оно все еще здесь, что-то, что... Но она обнаружила, что прогнала эту идею прочь прежде, чем та смогла вызвать какое-то напряжение в ее разуме. Они молчали, один за другим спускаясь с крыши, и каждый нес один из своих странных новых трофеев. Их болтовня прекратилась уже после крика Крусмана, но теперь молчание было почтительным, а не удивленным. Джан подумала о давящей тишине, овладевшей толпами, наблюдавшими, как серые и белые знамена разворачиваются на шпилях улья через день после дня десятины. Размышляя о сером, белом и тишине, она почувствовала, как пустые глаза наблюдают за ней с той вещи, что она тащила. Она знала, что это глупо. Слова Крусмана «здесь полно лиц», вероятно, нервировали ее больше, чем она сознавала. И действительно, будучи разбитыми, эти ящики оказались наполнены лицами. Они были развешаны, как картины, на внутренней поверхности своих контейнеров, и каждая была окутана тканью меняющихся, рябящих цветов. Джан никогда раньше не видела ничего подобного. Некоторые куски ткани опали при падении машины и разрушении вместилища, явив взгляду то, что было под ними. Не осознавая того, Джан потянулась к одному из них, маске, которая должна была туго охватывать голову длиннее и изящнее, чем у нее. Ее черты выглядели необычно, стилизованно и были размещены под таким углом, что носитель маски, должно быть, всегда казался чуть поднявшим лицо к небу. Стилизованные серебристо-серые завитки обрамляли фарфорово-белое лицо, и в его чуждых чертах все же читалась ласковая и мудрая безмятежность, от которой Джан захотелось вздохнуть. Она поймала себя на мысли и отступила назад, а затем огляделась и поняла, что все они отреагировали одинаково. «Хорошо, найденная делится поровну», — сказала Мерлок из-за спин, стараясь говорить по-деловому. «Все мы знаем правила». И как предписывали правила, Мерлок имела право выбирать первой. Она протянула руку и отцепила темно-зеленую маску, строгую и мужественную, с похожими на листья узорами на скулах и краях, разделенных таким образом, который, видимо, должен был вызвать мысль о растрепанной гриве. Клайд протолкнулся следом, когда она отошла. «Одна из этих игрушек очень понравится сынишке его брата», — пробормотал он, как будто ему нужно было оправдание, и помедрил секунду, прежде чем выбрать маску настолько же бледного и нежного зеленого цвета, насколько темна была маска Мерлок, осыпанную золотой пылью по краям и с единственным темно-синим кристаллом слезой, поблескивающим под одним глазом. Джан, равная Клайду Парангу, поспешно схватила бело-серебряное лицо. Оно, похоже, не нагрелось от тепла ее рук и, несмотря на всю свою легкость, не давало себя согнуть или растянуть. Галларди взял маску великолепного оранжево-красного цвета, которая словно излучала собственный свет, и пульсировала, испуская желтые искры, когда он поворачивал ее из стороны в сторону. По краям цвет тускнел, становясь черным, как железо, и Галларди объявил, что он весьма доволен. «Я, пожалуй, даже надену эту штуку в мастерской», — широко улыбнулся он. «И посмотрю, что скажет Токуин». Хэнк пожаловался на то, что останется последним, но Крусман расхохотался и похлопал его по плечу, разрешив ему быть следующим. Хэнк отошел от ящика с не слишком счастливым видом, сжимая в пальцах маску. Яростную, грозно хмурившуюся, чьи черты, на удивление Джан, все же каким-то образом оставались женственны. Сабила, погрузившись в размышления, держал в руках золотистую маску, очертания глаз и рта которой говорили Джан о молодости и решимости. Крусман был самым отчаянным. В задней части имелось три отделения, запечатанные так, что клещами их было так просто не открыть. Крусман и так, и сяк изучил вмятины на корпусе рядом с ними и нашел способ вытащить то, что было внутри. Это была маска цвета старого заржавевшего чугуна, покрытая особыми узорами, которые могли быть потеками ржавчины или высохшей крови. Представлявшая собой оскал такой неистовой злобы, что когда Крусман ее поднял, воздух вокруг нее как будто потемнел, и остальные люди отшатнулись, словно их ударили. Какую бы штучку тот не собирался отпустить, она умерла и соскользнула обратно в его горло. Выражение лица этой маски напугало их всех, и когда вновь поднялся ветер, и Мерлок предложила пойти вниз, они, не осознавая того, держались от Крусмана как можно дальше. Он все еще улыбался и помахивал этой штукой перед собой, но Джан могла поклясться, что он делает это через силу. Она ушла, чтобы сесть рядом с Сабилой за пульт управления, где они налаживали канал связи с Депо, и сидела у вокс-терминала, снова и снова крутя белую маску в руках. Когда начались крики, Джан ни секунды не сомневалась в том, что стало причиной. Крусман не выдержал. Он надел свою маску. И Джан вновь бежала, поднимаясь по ступеням вверх, на крышу, где странный транспорт все еще висел в хватке подъемного крана, хлестаемый ветром. Оба осколка мыслей, мечущихся в ее голове, теперь кружили вокруг того воспоминания. Та вещь, которую они нашли, потерпевшая крушение машина, и два контейнера, которые они не открыли. Солнечный свет, королевская власть, золотой меч. Наверняка там была помощь. Она забыла о последних трех своих сослуживцах, но ненадолго. На крыше башни, на посадочной площадке, среди лебедок и подъемных кранов, Крусман и Сабила сошлись в битве. Джан поняла, что нисколько не удивлена. Это была лишь еще одна часть безумной фантасмагории, даже при том, что она была так же неизбежна, как наступление ночи. Джан кивнула себе, ныряя в укрытие под порталом подъемного крана. Это было так очевидно. Все вело к этому. В правой руке Крусман сжимал нож для резки кабелей, с которого сорвал защитный каркас. Намеренно, прошептал разум Джан, все это было намеренно. Он порезал им левую руку. Ладонь блестела красным, и при каждом движении с нее неизменно капала кровь. Она ахнула от этого зрелища, не в силах отвести взгляд от кровоточащей руки. Тощий водитель размахивал ею, выбрасывал ее вперед, словно угрожая, и театрально поднимал над головой, уравновешивая размашистые удары своего резака. Она знала, что увидит это, и должна была быть к этому готова. Теперь всякий раз, как она думала о Крусмане, казалось, будто окровавленная рука сжимает ей сердце. Но, конечно же, рука кровоточила из-за Сабилы, и, конечно, Сабила был все еще жив. И да, он был жив и сражался, хотя должен был знать, что он все равно что мертв с тех самых пор, как оставил плачущего Клайда внизу. Перебираясь из укрытия в укрытие, Джан наблюдала за циклическим процессом их сражения. Двое кружились то вперед, то назад по широкому кругу посадочной площадки, и резак Крусмана взлетал в воздух, сталкиваясь с длинным керамитовым стержнем, который Сабила взял из кузни Галларди и которым атаковал Крусмана, словно мечом. Резак зазвенела стержень, и хотя на звук удар казался не сильным, Сабила упал на одно колено. Крусман запрокинул голову и завопил, вознеся зажатый в обеих руках резак над головой, и этот звук пронзил Джан мучительной болью до самого сердца. Она проползла меж баков орнитоптерного топлива, а затем стрелой бросилась на стойку подъемного крана и выглянула из-за нее. Сабила вновь был на ногах и принял боевую стойку, высоко, с вызовом подняв свой импровизированный меч. Крусман же воздел окровавленную руку и завыл. Вызов, поражение, один меч, кровавая рука. Безвременный и вечно обновляющийся цикл, нерушимый, как превращение лета в зиму. Они вновь сошлись в схватке, когда Джан побежала по краю посадочной площадки. Сабила двигался стремительно и отчаянно, даже несмотря на то, что его тонкие руки дрожали от изнеможения. Крусман же отбивался, и в его движениях сквозила дикая, яростная грация хищника. Теперь Джан могла видеть другую фигуру, которая присмыкалась и сутулилась позади Крусмана, пока тот ревел и атаковал. Хэнк следовал за Крусманом как тень, неуклюже сгибаясь, хватая пальцами воздух и ударяя кулаком и культей то туда, то сюда в маниакальный унисон со столкновениями оружия. Всякий раз, когда Сабила падал и простирался на полу, Хэнк издавал визгливый, пронзительный смех, который заставлял Джан поглубже забиться в укрытие. Она знала, что произойдет, если Хэнк повернет свое «но теперь я знаю, чье на самом деле это» лицо к ней и посмотрит на нее. Он узнает ее имя, он опознает ее, захихикает и окликнет. И с того дня каждый путь, на который она ступит, будет вести вниз, и каждый день тени будут придвигаться к ней все ближе, и ночь придет, скользя мягкой, как бархат чешуей. В последнее мгновение, прежде чем ей удалось оторвать взгляд и снова поползти прочь, Джан увидела, что Хэнк тоже ранил себя. Его толстые оголенные предплечья были испещрены кровоподтеками, изборождены там, где он вонзал ногти в собственную кожу, и следы зубов виднелись на плоти его запястья под культей, оставшейся там, где Крусман отрубил ему кисть. Это задело струну понимания внутри нее, пустило в разуме волну узнавания, словно звон серебряной музыки ветра. Но некоторые раны кровоточили, и это было неправильно. Настолько же неправильно, насколько правильной была вечно обновляющаяся битва между Крусманом и Сабилой. Дрожа, Джан прокралась к крану. Оно было там. Лицо, которого они еще не видели. Она была уверена, что в нем был ответ. Теперь в ее разуме всплыло половинчатое воспоминание о нем, похожее на теплый свет солнца и голос ее деда, мягкие, не имеющие значения слова утешения для маленькой заплаканной девочки, которая поцарапала ногу. Она знала, что оно должно быть здесь, она могла чувствовать его. Крусман снова взвыл позади нее, и с его воем смешались два других. Крик неподдельной боли Сабилы и вопль злобного разочарования Хенга. Все, чего хотел Крусман, это завершить жизнь Сабилы, ибо всем, что понимала натура Крусмана, было завершение, но каким-то образом все трое осознавали, что такой конец был бы плох, он бы бросил их всех на произвол судьбы. Джан знала причину, но едва ли могла поведать им ее, даже если бы у них оставалось достаточно разума, чтобы выслушать. Эта мудрость была ее, а не их, и это тоже было частью цикла. Под ее руками оказались неровные перекладины лестницы подъемного крана, и она с кряхтением подтянулась. Ее рефлексы как будто принадлежали кому-то другому, старше, чем она, но легче, легкому, как лунный свет. Джан тяжело вздохнула, добравшись до транспорта и положив на него руки. Ей было печально смотреть на столь униженную машину, как будто она глядела на красивую рассветную птицу, съежившуюся на земле с покалеченным крылом, и в душе она оплакивала ее, несмотря на то, что странное ощущение, исходящее от корпуса, отталкивало ее кожу. Она провела пальцами по высокому выступу спинки, по отделениям, разорванным уродливыми металлическими руками, и нашла последние два, те, в которые они не смогли пробиться. Пальцы дотронулись до них, и мысли как будто тоже коснулись. Она не могла сказать, что помнила, как открывала их, или как думала о том, чтобы их открыть, или воображала это, или представляла во сне. Позади, на посадочной площадке, Сабила вновь закричал. Это был задыхающийся, предсмертный крик. Голос Крусмана был сорван, его голосовые связки превратились в лохмотья. Голос Хенга был подобен кошачьему вою в ночи. Джан едва их слышала. Здесь было спасение, ее чувства уже тянулись к голосу, который она должна была услышать. Голос солнца, голос отца, голос короля. Отделение раскрылось под ее пальцами. Джана ощутила рвотный позыв и закричала, осознав, что она не мертва, но проклята, отравлена, изъедена, осквернена. Все, что оставалось у нее, сгнило в один миг. Тело словно утратило силу, лишилось костей. Она мешком осела вниз и упала бы, если бы ее туловище не застряло между двух балок. Джана ощутила невероятное желание и бесконечное презрение. Она была парализована и телом, и разумом, и лишь всепронизывающий страх рушился на нее каскадом. Лицо на дне отделения удерживало ее, пронзало ее насквозь, как будто она была стрекозой, насаженной на тонкое жало. Она даже не могла ощутить в нем усилия или волю, что-то в ней самой делало ее беспомощным перед ним и крепко удерживало на месте. Слезы заполнили ее глаза, зрение раздвоилось и помутнело. Это не помогло. Хватка этого лица на ее разуме не исчезла, холодная, как железо, прочная, как шелк. Только когда она окончательно потеряла равновесие и упала на металлический настил у основания крана, расстояние увеличилось и ослабило его власть. Все еще полулежа на полу, Джан дотянулась до опоры, чтобы попытаться встать на ноги. Она не знала, что делать, не могла придумать подходящих слов или плана. Образ того чудесного голоса и прикосновения солнца на плечах. Он ушел, исчез без следа в бездне, открывшейся перед ее разумом. Пытаясь увеличить дистанцию между собой и ужасающей, всепоглощающей тишиной, что как будто изливалась из-под поднятой крышки, она заставила себя встать на колени и начала двигаться назад, к посадочной площадке. Что бы с ней не сделал Крусман, она бы приняла это почти с благодарностью. Все, что угодно, лишь бы избавиться от памяти об этом лице. Она остановилась, когда увидела, как они вышли из теней. Шестеро из них сформировали полукруг, который стремительно приблизился к Крусману. В то время как усталость брала верх над водителем и он начал шататься, делая то один, то другой неверный шаг, шестерка двигалась с волнообразной легкостью, шаг вперед, шаг назад, ни разу не разбив свой порядок. Кровожадный рев Крусмана теперь был не более чем дребезжащим стоном, но в нем еще оставалось достаточно ярости, чтобы управлять мышцами. Он воздел резак, готовый вогнать его в череп Сабилы, что лежал, умирая у его ног. Возможно, он не видел этих фигур. Возможно, ему не было до них дела. В любом случае, он ничего не мог сделать. Полукруг разомкнулся, три искрящихся фигуры метнулись в одну сторону, три в грациозном унисоне в другую. И в центре прохода, который они образовали, явилась другая фигура, скачущая и кувыркающаяся в воздухе, закутанная в оттенки красного и ярко-золотого, что испускали искры и брызги в ранних вечерних сумерках. Она приземлилась на кончике носков и закружилась в пируэтах, завертелась колесом вокруг грязного, ослабевшего Крусмана. Фалды длинного плаща взвились вокруг нее, превратившись в синее, пурпурное, серебряное, зеленое, разлетающееся во все стороны осколки и монетки света. Высокий гребень серебристых волос или перьев, сложно было разобрать, поднимался из ее капюшона и опускался вниз между лопатками, и Джан могла слышать тихий шелест, с которым тот метался из стороны в сторону. Яркая фигура замерла в позе фехтовальщика над Сабилой, и миг спустя ослепительные искры, что вихрем крутились вокруг, слились с ней в одно целое. Джан могла разглядеть ее стройные конечности, увенчанный гребнем капюшон, очертания плаща и маски. Одна тонкая рука была поднята, удерживая резак от смертельного удара. Она смутно осознала, что шестеро других незнакомцев эхом повторяют эту позу с совершенной, гармоничной точностью. Пришедший последним чужак на мгновение замер в этом положении, и внезапно его лицо, а затем и все тело, вспыхнули золотом, испуская глубокий, великолепный свет, подобный свету солнца, от которого сердце Джан на миг забилось сильнее от надежды, которую она не могла понять или описать. Но затем его цвета потонули в черноте, пронизанной скручивающимися алыми прожилками, будто трещинами в корке потока лавы, и его поднятая рука мелькнула, сделав три кратких, точных движения. В первый раз с тех пор, как лица сломили их всех, Крусман как будто заговорил или попытался заговорить, но теперь, со столь изящно вскрытым горлом, он не мог вымолвить ни слова. Он рухнул комом, ноги его подогнулись, а руки распались на части там, где их рассекла сияющая фигура. Хэнк, стеная и напевая в полголоса, попытался ползком убраться подальше от убийцы Крусмана, и фигура распрямилась в свой полный, пугающий рост, глядя ему вслед. Его товарищи приблизились, теперь двигаясь низко, припадая к земле, почти что на четырех конечностях, и приглушив цвета так, что, выстроившись по обеим сторонам от своего предводителя, они выглядели почти как крылья, сотканные из тени. Джан наблюдала, как из дымчато-серого их цвет превратился в грязно-белый, как у старых костей, а лица размылись и превратились в маски визжащих старых ведьм, вырывающиеся из-под грифа алых волос. Завывая, они двинулись вперед, по пятам Хэнга, схватили его за ноги и пригвоздили их к месту, схватили за запястье и также пригвоздили, удерживая его, извивающегося и задыхающегося, пока предводитель пришельцев, все еще закутанный в уголь на черный и дым на красный, вновь не выбросил руку вперед. На сей раз вместо искр света руку окружали пляшущие крапинки черноты, клубящиеся, как частицы пепла, падающие вниз после страшного пожара. И по мере того, как дергалась рука, тело Хэнга содрогнулось, закровоточило, умерло, выпустило еще больше крови и, наконец, развалилось на куски. Маски, горе, безумие, смерти. От Джан уже мало что осталось, но где-то в руинах ее прежней все еще сохранялась жажда жизни и способность ощущать страх. Она поднялась на ноги, повернулась, чтобы сбежать и спрятаться, прежде чем они обратят на нее внимание. Оно стояло прямо за ней. Подняв глаза, она встретилась взглядом с темнотой под его капюшоном. В ней не было кошмара, которым была та простая маска. Темнота под глубокой складкой ткани была космосом, безучастностью. Ее глаза и разум не могли найти в ней точки опоры. Джан стояла совершенно не двигаясь. Ее мышцы расслабились, словно понимая, что все это наконец-то подходит к завершению. Мантия существа в капюшоне зашелестела, когда оно сделало шаг к ней. Оно держало руки перед собой, сложив под складками мантии на груди. Кисти рук были пятипалыми, изящными, длиннее, чем у человека, и сейчас они поднимались, чтобы сдвинуть капюшон. «Нет», — хотела сказать Джан, «ничего, кроме нет. Это было все, о чем она могла думать. Но капюшон упал назад». Джан смотрела на свое собственное лицо, и оно заставило ее заплакать. Прекрасное девичье лицо, приподнятое, чтобы наблюдать за белой луной, со священными кругами, сияющими на коже. Одна из рук Джан поползла вверх, недоумевающе ощупывая очертания ее собственного лица. Затем лицо напротив начало изменяться. Оно растянулось, деформировалось. Оно стало шаржем на само себя, преувеличенной карикатурой с гротескными глазами, скошенными скулами, сужающимся подбородком и высоким лбом, которые пародировали черты, принадлежащего Джан, ее собственного лица. Ее руки стиснулись по бокам головы, фигура напротив не пошевелилась, но черты ее лица вновь начали меняться. Теперь это было звериное лицо, морда животного вредителя. Грубое, таращиеся, с неуклюжими, мясистыми чертами, мутными глазами, дряблым ртом. Отвратительное лицо, чуждое лицо, лицо, которое она носила всю свою жизнь. Пальцы Джан принялись за работу. Она вонзила их в себя, пустив кровь грязными, обломанными ногтями. Нащупала потную, неровную кожу, на которой пальцы скользили, и гладкую, холодную кожу, которую не узнавало ее осязание. Впилась в нее, издавила, и яркая молния безумия рассекла ее изнутри. Пальцы словно проникли в самую плоть, и она чувствовала, как череп беззвучно разделяется на куски. Мысли клубились и кружились, вихрем вылетая из нее в прохладный воздух, как мотыльки. Она чувствовала, что раскалывается, распадается на части. Было ощущение трескающихся костей, разрываемых тканей, но не было ни звука, ни крови, ни физической боли. Белая маска тихо упала к ее ногам. И теперь не осталось чувства родства с этими чужаками, в них больше не было ничего знакомого. Воняло кровью и потрохами оттуда, где мертвым лежал бедный, любезный, неторопливый Хэнк, и разрубленное на куски тело вечно моргающего Крусмана, а она стояла здесь. И как ее теперь звали? Как ее звали? Она содрогнулась и упала назад, перекатилась, по чистой случайности вновь оказалась на ногах и побежала, визжа без воя, без единой сохранившейся крупицы разума. Она бежала, и в ней не было ничего, кроме милосердной, ревущей, совершенной пустоты, и бег унес ее прочь от пришельцев, прочь от подъемного крана, к самому краю крыши. Перила были невысоки, и она налетела прямо на них. Джан все еще дергала конечностями в полете, пытаясь убежать, но он длился лишь секунду, прежде чем его прервала утрамбованная земля у подножия башни. Тихо, без спешки, они собрались на крыше. Они прошли вверх через убогие, неряшливые помещения, где жили животные. Они двигались процессией, высоко и угловато поднимая ноги, будто яркие птицы, бредущие по воде, двигаясь в точной последовательности поз, одновременно осторожных и полностью расслабленных. В полумраке мягко поблескивали их разноцветные одежды и маски. Никто ничего не говорил. Они сделали круг по крыше, потом круг стал спиралью, ведущей их в центр, а затем они разбили спираль и разошлись узором, образующим огненную руну, руну утраченной славы и мечты о возрождении. В ее перекрестии был Эолех. Эолех нес в руках яркую маску, маску огня, лик ваула. Эолех изучал искусство создания оружия, и мифы об искаженном боге кузне имели для него великое значение. Единственно правильным было то, что именно он должен был забрать маску у Галарди, чей труп теперь лежал возле тела Токуина, посреди замолкших машин. В следующее мгновение труп поразъединилась и вновь собралась вокруг Люзаэль, которая несла темно-зеленую маску, взятую с тела погибшей под ее клинками мерлок. Люзаэль преданно чтила самые ранние, самые искренние истории своего народа, истории об отцах и предках. Она уже овладела духом Иши, исполнила ее роль, спела песни скорби и выучила замысловатые ката клинков, которые символизировали слезы матери урожая. Теперь она завершала изучение этих циклов истории тем, что брала роль мужа Иши, молчаливого Курнауса, бога охоты, чей лик был запечатлен в маске охотника, заставивший мерлок красся по темным путям с копьем в руке. За ней, двигаясь с прекрасной синхронностью, явилась Мелеху, что провела так много времени за костяной маской, танцуя в свите низ шеи, как шут смерти. Настало время уравновесить роль смерти ролью дарительницы жизни, мостом в нее для Мелеху была священная скорбь Иши, и поэтому она взяла плачущую маску у Клайда, лик богини урожая, оплакивающей своего погибшего поборника и потерянных детей. Вслед шуту смерти протанцевала низ шея, и брат ее, Эдриах, танцевал с ней. Прежде, когда она шла в танце огненных призраков вслед в аулу, он был ее зеркалом, водяным духом, танцующим по следам Иши. Теперь, когда оба они были избраны для более великих ролей, он вновь уравновешивал ее. Она приняла роль Иши, а он стал Эльданешем, величайшим героем смертных Эльдар, воителем, которому улыбала Сиша, который устремился на битву с крововоруким Кхейном и встретил предсказанную смерть. Искусно, элегантно, ни разу не нарушив всеобъемлющий ритм, Эдриах опустился, подхватил маску героя с тела Сабилы и с гордостью поднял ее вверх. Другие, что были до него, интерпретировали Эльданеша как обреченную жертву и даже как глупца. Но Эдриах почитал его как воина, чья отвага была возвеличена тем, как он погиб. Шиагареш продолжал нести стражу над трупами двух монки, а остальные разорвали круг и вновь сомкнулись вокруг него, сливаясь с теми членами труппы, что высоко подняли церемониальные маски. Каждый орликин подобрал подходящую маску и изменил цвета своего дотеди в соответствии с ней. В считанные мгновения маску огня окружило оранжевое мерцание. Плачущую маску нежно-золотисто-зеленый цвет рассвета над садами, маску охотника темные сумеречные оттенки зеленой луны тотема Курнауса, маску героя яркое золото и серебро. И явились другие, быстро взобравшись по лестницам или высадившись из укрытых завесами воздушных саней, которые тихо заняли места по краям здания. Когда Дересмель спустилась по изогнутому носу своих саней и мягко ступила на крышу, Шиагареш поднялся и отступил назад, приглушив свои цвета в согласии с ее. На протяжении многих странствий Дересмель танцевала по следам Эльданеша, находя способы иначе интерпретировать его историю в каждой мистерии, которую они разыгрывали и в каждой войне, в которой бились. Она учила саги об Эльданеше под руководством Итеамеля, великого орликина ее старой группы, который пал от рук зеленых тварей под лесными шпилями Таирилла. Она взяла частицу его имени, чтобы продолжать его историю. Со времени той войны ее дух омрачился. Ее выступления стали грубее, в них сквозил гнев. Лишь на последнем привале труппы она подошла к Шиогарышу и формально отказалась от маски героя. Теперь для нее настала пора взять новую роль, отразить историю ее жизни под новым углом. Шиогарыш поклонился, когда она прошла вперед, беззвучно, двигаясь так, как будто она уже была в доспехах и склонилась к трупу Крусмана. Она вновь выпрямилась, держа в руках маску крови, ощеревшееся лицо Каэла Меншакхейна, бога с окровавленными руками, повелителя убийств, чья ярость пронеслась через небеса, погубив Эльданеша и приковав искалеченного и обессиленного в аула к его наковальне. В тишине и безмолвии она унесла маску прочь. При каждом представлении мифические роли переходили от одних членов труппы к другим, но всегда был кто-то один, превосходящий иных в какой-либо роли, определявший ее, и новое сердце в изображении Кхейна означало перемены. Шиа-Гареш повернулся к основанию крана, туда, где стояла Джан, глядя на ту, что была ему ближе, чем могла быть любая любовница или сестра. Итаэль не взяла себе маску, будучи теневым провидцем труппы, она носила зеркальную маску и будет носить ее до самой смерти. Однако, проходя рядом с ней, он увидел, что Итаэль подобрала лунную маску с того места, где ее уронил последний из воров животных. Это было лицо Лилиад, богини-девы, сновидицы и прорицательницы, чьи символы белая луна, посох, замкнутый круг и музыка ветра. Ее капюшон вновь был наброшен вперед. Проходя мимо, он мог видеть, как на зеркальной маске то высвечиваются, то пропадают многие лица. Он знал, что по крайней мере одно из них будет его. Не было никого, кто мог бы носить лунную маску, пока еще не было. Абхураан, которая играла эту роль с тех пор, как много лет назад присоединилась к труппе в драконьих степях, была одной из тех, кто погиб, когда их воздушные сани не смогли обогнать бурю. Скоро они исполнят элегию в память Абхураан и ее товарищей, и Шиагарэшу придется решить, какую форму она примет, представление, какие элементы они почерпнут из великих мифов, чтобы изобразить эту трагедию и вплести ее в полотно своих живых историй, чтобы дать ей смысл и завершение. Это была задача, от которой он не ждал удовольствия, но у каждого рассказа есть свои скорбные песни и свои пляски триумфа, и тот рассказ, которым являлась его жизнь, не был исключением. Вокруг него двигались его орликины прыжками поднимались на помост и двигались к потерпевшим крушения воздушным саням, готовые по сигналу высвободить их, чтобы забрать с собой. Их цвета и лица менялись, отражая те роли, которые каждый орликин чувствовал нужным играть в этой задаче и на этой сцене в повествовании его собственной жизни. Шиагареш поднял руку, призывая к тишине, и их фигуры застыли, цвета приглушились. Последнее запечатанное отделение раскрылось, как цветок от его прикосновения, и он запел глубокую, резонирующую песень, единственную непрерывную ноту, исходящую из глубин его груди. Те, что были вокруг, подхватили песень, и их цвета ярко вспыхнули в салюте, когда он вынул солнечную маску, лицо Азуриана, короля Феникса, монарха небес, учителя шести великих лордов фениксов. Шиагареш взял ее, подержал в обеих руках и медленно шагнул вниз с возвышения. Пояс включился по велению мысли, и он почувствовал, как его вес полностью исчез. Он вытянулся и развернулся в падении, держа маску над собой, и опустился легче перышко на ракритовую поверхность, преклонив одно колено, опустив голову, но с гордо расправленными плечами, одновременно присягая маске на верность и утверждая свое право на владение ей. Он остался, где приземлился, приглушив свои цвета и лишив лицо выражения. Осталась лишь одна маска, которую следовало забрать. Все вокруг него преклонили колени. Цвета исчезли, обратившись в черный и оттенки серого, лица словно утратили черты. Джетбайк, тускло-серый, как призрачная кость, которой придали форму, но не цвет, украшенный лишь черной пеленой, окутавший его хвостовую лопасть, подплыл к замершей в молчании труппе, и с него спустилась Шейлемон. Ее лицо было в тени, как у Итаэль, но в отличие от той, она не сделала ни движения, чтобы убрать свой жесткий конусообразный капюшон. С него каскадом не спадали волосы, черные, как космос, и белые, как мрамор, и цепочки из белого серебра оплетали ее руки и свешивались, позванивая с кончика каждого пальца. Крылья из призрачной кости, выступающие из ее плеч, уловили ветер. Раздался стонущий свист, от звука которого каждый орликин содрогнулся и закрыл глаза. Шейлемен не смотрела ни на одного из них. Ее походка была ровной, а мрачное выражение не менялось. Она шла с внимательным спокойствием осужденного, идущего к ашафоту. У подножия крана она удлинила шаг в прыжок и с помощью пояса, лишившего ее веса, взмыла вверх и встала на поперечину рядом со вскрытым контейнером. Остальные орликины крутанулись на месте, показав ей спины, и она протянула руку внутрь и достала маску, на которую лишь мельком взглянул последний мунки. Эта маска не хмурилась и не скалилась, в ней не было искусных изменений размеров или черт лица. Это был лик-эльдар образцовый, лишенный пола. В глазах не было выражения, не было его и в очертаниях рта. Это было безликое лицо, более безликое, чем серые капюшоны, которые надели на себя орликины вокруг. Это было лицо, что могло прикрывать собой любой кошмар, который только мог представить себе глядящий на него. Шей Лэмон Солитер взяла адскую маску и, как Ше Горэш до нее, спрыгнула с платформы. Плащ взвился за ней, бросив тень ужаса в сердце каждого Эльдар. Она приземлилась напротив великого орликина, и оба они шагнули вперед, затанцевали и закружились вместе, и ни один из них не подавал виду, что признает существование другого. Наполовину завершив круг, каждый оказался на том месте, где момент назад был другой, и точно в один и тот же миг они подняли свои маски и надели их на себя. Солнечная маска и адская маска, Азуриан и Слаанэш, два лика, которые роющиеся в земле паразиты, не испачкали своим прикосновением. Затем, стремительно как тень, Шейломэн исчезла, одним прыжком вскочив на свой джетбайк, она стрелой пронеслась над платформой и пропала в ночи. Крылья за ее спиной пронзительно взвыли во встречном потоке ветра. Тогда Шиогарэш подскочил в воздух, запрокинув голову и широко расставив плечи. Явился свет, прекрасное сияние, источаемое солнечной маской, разогнало тьму, наполнило цвета орликинов радостью и жизнью, и те начали резвиться и плясать. В тот миг каждое изменчивое голографическое лицо стало той маской, которую они носили под любой другой. Маской орликина, смеющегося бога цигараха, обманщика, что знает секреты. Все лица были разными, ибо каждый орликин изображал его, ведущего в великом танце по-своему, но едва черты цигараха проступили на каждом из лиц, каждый орликин разразился смехом. Кто-то издавал грубый хохот простака, услышавшего неуклюжую шутку, кто-то элегантный смешок принцессы, любующийся проделками своего шута. Был радостный смех облегчения от того, что странник избежал беды, и смех болезненный, набрасывающий плащ веселья на глубочайшее горе. Воздушные сани и джетбайки сорвались с мест и начали виться пересекающимися кругами, и яркие, смеющиеся фигуры подскакивали вверх, чтобы ухватиться и оседлать их, оставляя за собой пестрые, переливающиеся, мозаичные следы в воздухе. Смех зазвенел с вершины башни, как колокола, и повис позади колонны джетбайков и воздушных саней, как струя, остающаяся за кораблем. Далеко в пустоши, дальше, чем когда-либо заходили монки, они проскользнут в паутину и вскоре будут дышать ароматным воздухом девственного дыма, наполненным запахами пряностей и цветов, танцевать в теплой воде на тонком коралловом песке, где волны смеются под корнями мангровых башен, а луны пляшут и вращаются над головой. Они будут оплакивать своих мертвых и разыгрывать величайшие из легенд. Сновидения Лилиад, Покров Иши, Войну в Небесах, Гибель Альданеша, Падение. Рассказывая истории, они вновь осветят драгоценные ритуальные маски, сердце труппы и затем снова отправятся в путь, бродить от коралловых океанов до великих, полных вздохов травяных морей. Они найдут лагеря своих сородичей, прокрадутся меж их шатров и привязанных драконов, поразят и очаруют их тенью и смехом, а затем явят себя, выйдут на свет и будут танцевать для них. Возможно, они расскажут одну из великих историй, возможно, одну из меньших, а возможно, какую-то из самых юных, о поглотителе или о звериных воинах у великих врат. А быть может, в этот раз их танец расскажет новую историю. Историю о бродягах и путешественниках, чьи старые пути распались, вынудив их покинуть безопасную паутину и сделать быстрый, тайный переход через мир похрустывающих дюн и кровавых, безлунных небес. Историю о чудовищной буре, которую не смогли обогнать даже эти легконогие странники. Историю о поиске того, что забрала у них буря, того, что было им более дорого, чем черты собственных лиц. Историю об уродливых выскочках животных, которые коснулись того, что не должны были даже видеть. Историю о наказанной дерзости, справедливом воздаянии за кражу, святотатстве, обернувшемся против себя же. Историю о том, как великие легенды пытаются играть сами себя даже через столь низменное подобие разума. Такова сила масок. Это была история, которую Шиогареш даже не мог представить, когда покинул свою старую труппу и создал новый набор великих масок, чтобы заложить основу для другой. Но теперь, когда они прожили ее, история была частью их собственной, и они будут рассказывать ее, истолковывать по-новому и танцевать для себя и для других все последующие годы. Взвился ветер, пыльные облака и ночная тьма опустили занавес над пустыней. Тусклые аварийные огни мерцали в коридорах башни, контрольные счетчики искрили на панели управления, безответно кричала вокс-тревога. Ничто не двигалось, и 347-е юго-восточное депо обслуживания трубопровода постепенно поглотила пустынная ночь. Джеймс Гилнер Единство Черная птица удобно устроилась на подбородке трупа. Она снова клюнула, оставив на лице имперского гвардейца новую рану прямо под левым глазом, и тем почувствовал, как рука Гессара сжимается на его запястье и заставляет опустить пистолет. Без шума. Мы не можем вот так его оставить, это неправильно. Астертес встал перед Темом и пристально посмотрел на него. В сражении Гессар потерял шлем. Корка крови, запекшаяся вокруг раны на подбородке, треснула, когда он заговорил. Неважно, кем он был при жизни. Теперь он мертв, мы нет, и мы будем двигаться дальше во имя императора и трона. Твоя задача выжить и убить ксеномразь, которая сделала это. Ты будешь выполнять свой долг, а не стрелять в птицу из-за того, что она оскорбляет тебя, следуя своей природе. Астартес из-за гвардии ворона был резок, но прав. Они бежали уже несколько часов и, должно быть, находились за линией наступления воинов огня, если уже не людской пехоты и штурмовиков крутов. Полк Тема был разбит в сражении за центральную станцию связи, а Астартес отступал, когда Тем спустился со своей снайперской позиции и встретился с ним. «Простите, господин, этого не повторится. Мы приближаемся к фермам. Может, фермеры дадут нам укрытие или можно просто его захватить?» Тем знал, что ему надо просто оставаться рядом с космическим десантником. Если он во что-то и верил, кроме императора, то это было святое возмездие, которым являлись адептус Астартес. Космические десантники, живые инструменты императора человечества, всегда поддерживали обычных людей в тяжелую минуту. Гесар выведет его отсюда живым. Того, кто мог бы выстоять против ангелов смерти императора, попросту не существовало. «Фермеры могут продаться или же их заставят рассказать о нашем местоположении, капрал. В этот раз на стороне Тау были человеческие солдаты, не забывая об этом». Империя Тау была совокупностью множества рас, управляемой разделенными на касты Тау, которые послали свою собственную касту огня сражаться плечом к плечу с представителями иных народов, включая наемных предателей людей. Для Тэма это была первая встреча с ними и другими членами их союза. В общем-то, для Тэма это было первое сражение с какими-либо ксеносами, и он считал, что ему весьма повезло выжить и найти гвардейца ворона, который на ходу строил планы либо отступления, либо ответного удара против орды захватчиков. Гесар указал большим пальцем куда-то за труп гвардейца, привалившегося к дереву. По крайней мере, он выполнял свой долг до самого конца. Отсюда уходит кровавый след, судя по цвету и запаху, нечеловеческий. Гесар переступил через труп, и черная птица улетела, когда он замахнулся на нее квадратным болтером. Тем знал, что она вернется, но все равно это был правильный жест. Гвардеец был мертв уже достаточно долгое время, поскольку глубокие борозды в груди не дымились на ветру, и лицо давно стало фиолетовым от холода. Крутская гончая. Одно из созданий крутов, они натравливали этих тварей на нас перед станцией связи. Я видел, как четверо людей из твоего полка пали от одной из них, прежде чем я вогнал болт в голову твари. Гесар пнул труп, который нашел. Тот был слегка припорошен снегом, но Тем мог видеть густой серый мех на спине существа. Высохшая кровь покрывала морду и когти. Тварь была здоровенная, наверняка больше человека, хотя Астертес все равно был крупнее, и по кровавому следу Тем мог определить, что она уползла умирать после того, как гвардеец всадил в нее несколько очередей. Мы все еще не видели тел солдат из твоего полка. Гесар кивнул на тело мужчины. Они не нашли ни одного выжившего из тех, кто дрогнул и побежал, когда их оборона была прорвана у станции связи с орбитой. Это был первый труп имперского гвардейца, на который они набрели. Опознавательный знак солдата был символом имперской гвардии коруны, винтовки, перекрещенные за волчьим черепом. Знак Тема изображал крылатый цепной меч, обозначавший третий полк Тантуласа. Господин, мы видели множество следов схваток и мертвые тела, начиная от Тау и заканчивая крутыми и предателями. Где же, черт возьми, наши люди? Гесар покачал головой в ответ и провел рукой по коротко стриженным белым волосам. У Астартес была та же кожа альбиноса и глаза, подобные темной гальке, как у всех гвардейцев ворона, которых Тем видел на рисунках и пиктах. На каждом месте сражения Гесар делал одно и то же. Исследовал местность, тихо ругался под нос и снова срывался с места. Было тяжело не отставать от Астартес, Тем даже подумывал о том, чтобы бросить свою снайперскую винтовку после первого часа бега, но все же оставил ее. Это была прекрасная вещь. С ложей, покрытой молитвами Золотому Трону и неприличными стихами, с телескопическим прицелом, когда-то он каждый день молился, чтобы его назначили снайпером и дозволили им пользоваться. С чудным штыком для работы в ближнем бою, который его отец сам выковал еще на Тантуласе. Нам надо двигаться. Если мы доберемся до ферм, то сможем найти там ответы. Тауни истребляют, но обращают тех, кого могут. Если не добровольно, тогда они могут использовать другие методы, чтобы перевести население на свою сторону. Мы либо защитим этот мир, либо очистим его от предателей и ксеносов, даже если придется убивать их по одному за раз. Тем знал, что лучше не сомневаться в словах космодесантника. Астартес не только был его наилучшим шансом на выживание в этом мире, но он бы также убил Тема, если бы решил, что гвардеец колеблется в исполнении своего долга. То немногое, что Тем знал об этом гвардейце-ворона на его ордене, он почерпнул из слухов, которые начали просачиваться сверху и распространяться среди солдат после того, как Астартес появился в их лагере. Гессар был отрезан от своих боевых братьев и направился в другую сторону, чтобы помочь удержать станцию связи. Затем настало кровавое утро битвы между Таус их энергетическим оружием и человеческой пехотой, и тогда вопросы и сплетни уступили место импульсным вспышкам и болтерным снарядам, сотрясающим морозный воздух. Люди, воевавшие на стороне Тау, носили синее и золотое, что не слишком отличалось от цветов, в которые была окрашена броня воинов огня. Их называли Гессвеса, как Тэм услышал из вокспередач, которые транслировали эти перебежчики перед высадкой. Люди-помощники на языке Тау, предатели, которые найдут лишь смерть от рук тех, кто верен человечеству и божественной милости императора. Импульсные винтовки, которыми пользовались воины огня, стреляли дальше, чем большая часть гвардейского оружия. Они держались поодаль, обстреливая станцию из глубины леса. Первыми явились Гессвеса. Две волны разбились об оборону имперской гвардии, удерживавшей позиции вместе с Гессаром. Тем слышал его голос, раздающийся в воксе на полной громкости до тех пор, пока не ударили крутые штурмовики. Даже выше, чем Гессар, одетые в звериные шкуры и вздымающие над собой ружья, которыми они размахивали словно дубинами, эти двуногие существа были весьма опасны в ближнем бою. Тем снял нескольких и все они в его прицеле выглядели по-разному. Все, что он мог о них знать, они были высокие, долговязые и быстрые. Гончие неслись в первых рядах. Эти твари подняли вой, похожий на волчьи, и пересекли расчищенное от деревьев пространство прежде, чем Тем смог взять в прицел хотя бы одну из них. Смертоносно проворные, с длинными мордами и жуткими зубами, они оказались среди солдат прежде, чем кто-то успел достать пистолеты или примкнуть штыки. Тем знал, что Гесар утратил свой шлем примерно в это время. Секунду назад он был во главе строя, а в следующее мгновение Тем уже слышал рев пиломеча и призывы к Кораксу, примарху гвардии ворона, доносящиеся с места сражения. Гесар потратил какое-то время после битвы, счищая кровь гончих спила меча. Но его черно-белая броня все еще была запятнана кровью и отмечена следами когтей. Сами же крутые, свирепые двуногие явились следующими. Град крупнокалиберных пуль разбил строй и гончие, что рыскали среди них, расширили прорыв еще больше и тогда крутые налетели на позиции людей. Это были жилистые, мускулистые твари, и они вертели ружьями словно палицами, разбрасывая в стороны всех гвардейцев у себя на пути. Тем не мог нормально прицелиться, когда они вступили в рукопашную. Ему удалось убить нескольких, но часто это случалось уже после того, как гвардеец падал под ударом приклада, раскалывающего его шлем, или от кривого ножа, пробивающего бронежилет. Большая часть крутов несколько походила на птиц. У них были острые, вытянутые черты, и хотя Тем слыхал истории о ксеносах и их внешнем виде, круты нервировали его. Увидев крутов мельком, можно было принять их за людей, лишь до тех пор, пока не разглядишь лица. Некоторые были птицеобразными, некоторые почти что обезьяноподобными, но среди них не было двух одинаковых. Тем мог поклясться, что у большинства были черные омуты вместо глаз, но он помнил, как один из них посмотрел прямо на его укрытие узкими кошачьими глазами. Зеленые пятна на фоне смуглой кожи и черные зрачки. Тему пришлось спрыгнуть со скалы, которую он использовал для засады, когда эта тварь послала в него шквал ружейного огня. Так он и начал свое собственное, личное отступление из битвы за станцию связи. Он не гордился этим, но мог слышать, как рушится строй позади него. Комиссар все кричал, требуя соблюдать дисциплину и угрожая застрелить любого мужчину или женщину, кто побежит, пока его голос не прервался воплем и завыванием гончей. Все, на чем сосредоточился Тем, знакомый звук болтера Гессара. Среди других звуков битвы его ни с чем нельзя было спутать. Он спустился вниз с гряды мимо нескольких других людей, бегущих в поисках укрытия. Круты окружали здания станции, а обороняющиеся рассыпались и отступали. Он увидел, как Крут подсек ноги гвардейца и едва не побежал прочь. Крик этого человека заставил его вернуться. Тем вытащил пистолет и принял позу для стрельбы, которую сотни раз отрабатывал на тренировках. Двойной выстрел свалил первого Крута, но два других оказались слишком близко, и он мог поклясться, что почувствовал, как их пули пролетели рядом с ним в холодном воздухе. Обоих сразили болтерные снаряды, выпущенные сзади. Похоже, что и он и Гесар выполняли тактический отход. С точки зрения Тема, не особо он был связан с тактикой, но гвардеец не собирался спорить с бронированным и обозленным космическим десантником. Строй был разорван настолько, что сплотить его заново не представлялось возможным, и прежде чем Тем осознал это, они уже вместе продирались сквозь лес вниз по склону горы. Потом они отсиживались в штольне у подножия горы так долго, как могли. Ветер доносил грохот ружей и шипение энергетического оружия, иссушающего воздух, но им попадались лишь места отдельных схваток, и все тела на их пути были одеты в форму армии Тау. Гесар становился все более раздраженным по мере того, как они продвигались сквозь лес. Не слишком помогало и то, что наступала ночь, и лес начинал редеть. Вскоре они выйдут из-под его укрытия и попадут в сельскохозяйственные угодья, которые покрывали всю коруну. При таком холоде они едва ли смогут прятаться среди растений, и это означает, что им придется совершить переход через открытое пространство, при том, что кругом враги со значительно лучшими ауспиками, чем у лишившегося шлема космического десантника и снайпера имперской гвардии. «Мой прицел приспособлен для ночного видения, если оно понадобится». Гесар кивнул и снова двинулся вперед широкими шагами. Тем видел, тот раздумывает над их находками и явным отсутствием тел имперцев. «Извините, господин, но вы же не думаете, что наши люди смогли отбиться, да? Вы думаете, они в плену или сдались?» Тэму было дьявольски сложно удерживать темп, в котором двигался космический десантник, и он не представлял себе, как человек в столь тяжелой броне мог перемещаться настолько быстро и тихо. Это было противоестественно, даже более чем то, что Астартес ни разу не остановился, чтобы поесть или попить. Тем перехватил глоток из фляжки и сделал батончик из рациона, пока они останавливались на местах схваток. Гесар как будто продолжал двигаться на чистой ненависти. «Везде кровь, человеческая кровь. Даже там, где нет тел, ее слишком много, чтоб обычный человек мог уйти с такой кровопотерей. Твой полк хорош для имперской гвардии, но никто не может быть настолько хорош. Кровавых следов от раненых тоже нет». И это была правда. После первых двух мест, где происходили стычки, Тэм думал, что возможно имперцы унесли раненых с собой. Но невозможно, чтоб они смогли или вообще были способны унести каждого раненого с поля боя, откуда солдаты отступали преследуемые врагом, у которого были твари вроде круцких гонщих. «Твой полк был разбит на противоположном гребне и у станции связи с орбитой. Полк Коруны должен был находиться на равнине среди ферм. Если нас отрезали, то мы бы уже наткнулись на Тау. Мне нужно понять, куда они ушли». Гесар замедрился, когда они вышли на более открытое пространство. С каждым шагом лес становился все реже. Совсем скоро они выйдут на опушку леса, а солнце только начало садиться. «Стой здесь!» Гесар становился едва ли не быстрее, чем Тэм мог это заметить. Моментом ранее он двигался, весь, пластины брони и решимость, а в следующий миг он был неподвижен как смерть и вдвое более страшен. «Мы не можем пересекать открытые поля в сумерках. Подождем час или два, тогда ты сможешь применять ночной прицел, чтобы смотреть, не преследуют ли нас». «Господин, несмотря на силу духа, благословляющую эту винтовку, я боюсь, он не столь силен, как ауспики вашего шлема или войск Тау. Если у них есть тепловизоры или другие хитрые приборы, они нас тут же обнаружат». Аспидно-черные глаза задержались на нем, и Тем подумал, что космический десантник был самой смертью. Единственным цветом, выделявшимся на белом алебастре его кожи, была тонкая красная линия, порез на челюсти, который раньше был открытой раной. Гессар заскрипел зубами в гневе. «Ты будешь следовать приказам, гвардеец, и не станешь заставлять меня повторять дважды?» Тем быстро кивнул. Последнее, чего бы ему хотелось, это привести Астартес в ярость. Среди них редко можно было встретить того, кто хотя бы захотел заговорить с простым солдатом вроде Тема, но чтобы Астартес замедлялся, чтобы тот поспевал за ним, или позволял ему говорить с собой так, как говорил он. Тем намеревался оставаться либо позади, либо бок о бок с космическим десантником, пока они не доберутся туда, где бы не находился его полк, или пока они не смогут выбраться с этой планеты. Он также собирался делать все, чтобы Гесар оставался в хорошем расположении духа. «Да, господин, вы думаете, в этом секторе все еще есть имперские войска?» «Мы узнаем, только если найдем ферму и выясним, есть ли у них какая-то связь с остальным миром. Это аграрная планета, здесь большую часть года почти ничего нет, кроме навоза и растений. Холода, как правило, длятся лишь несколько недель. Большая часть фермеров их переживает и ждет, когда снова можно будет сажать. Тау поглощают своих врагов, втягивают их внутрь своей империи, а тех, кто не присоединяется по доброй воле, заставляют служить своей цели, своему крестовому походу во имя великого блага. Они транслировали передачи о нем перед тем, как приземлились. Это религия? Гесар уселся на бревно и стал проверять запасную обойму к болтеру. Губы его двигались, беззвучно читая летанию. И он убедился, что оружие все еще действует безотказно. Под кожей перекатывались желваки. Тем понял, что мужчина скрижещет зубами, подавляя гнев. Это скорее всего их система убеждений. Синекожие ксеносы всегда делают вокс-трансляции. Они клянутся, что не причинят вреда и проповедуют нечто вроде терпимости. Они отравляют умы своей чужатской ложью и пытаются обратить слабых духом в свою веру на благо пришельцев. Порой трусы и предатели вносят свою лепту, и тогда у меня и моих братьев просто появляется больше целей для стрельбы. Гесар вытащил кусок ткани и стал вытирать болтер. Творя молитву о верной руке, он несколько раз проверил ход патрона в патроннике. Тем должен был признать, что не столь же пламенно чтит империум, как Гесар, но ведь все избранные для службы в адептус Астартес с радостью посвящали себя императору. Тело, душа и все, что есть между ними преображались, дабы сотворить гибельных ангелов человечества. Взгляд, который бросил на него Гесар, как будто видел насквозь каждую мысль. Гвардия ворона опустошает тебя, опустошает и заново заполняет воли императора. Она даровала мне уверенность. Эти твари говорят на нашем языке, набирают людей с десятков миров и платят ксеносом наемникам, чтобы те воевали за них. Тем заговорил, когда Гесар вогнал обойму в гнездо и прикрепил болтер к поясу. В слабом свете космический десантник слился с хоном и стал подобен одной из множества теней среди деревьев. Скоро уже появятся звезды, господин. Как только солнце зайдет, я смогу подобраться к кромке леса и посмотреть. Тем мог с тем же успехом разговаривать с гранитной статуей. Космический десантник представлял собой образец терпеливости и скрытого насилия. Он смотрел мимо Тема и то, что он видел в темноте, не было тем, с чем Тем хотел бы встретиться лицом к лицу. Ты показал себя достойным слугой императора. Собери все силы и мужество, не позволяй ксеносам схватить тебя. Если это произойдет, то лучше нам обоим умереть, чем позволить себе угодить в их лапы. Тем бы яростно сопротивлялся, если б дошло до этого, но Тау говорили, что любой, кто сложит оружие, будет с радостью принят как солдат, который будет воевать за нечто большее. Вижу, что ты думаешь. Даже при самом слабом освещении я могу видеть почти так же хорошо, как этот прицел. А со своим шлемом мог бы видеть лучше, чем прицел. Я знаю, что у тебя на уме, ты не хочешь бросать оружие. Я не трус, господин. В тусклом свете выделялись зубы Гесара. Над горами восходила восковая луна, и желтый свет придавал бледному лицу Астартес призрачный облик мертвой головы. Я говорю не о смелости. В тебе Тау распространяют ложь, но я слышал, чем они платят крутом. Люди служащие им предатели, а Тау столь же подлы, как любые другие чужаки, но круты нечто иное. При всем уважении, господин, они умирают, как все остальные. Мне все равно, пошлют ли они за нами псов, или явятся сами во всем своем родстве. Я буду стрелять во всех, кто не носит имперской формы. Ты еще не понял, да? Я говорю о самоубийстве не из страха. Нет большего греха, который я могу измыслить, чем позволить себе попасться этим тварям. Ты не имеешь представления о том, что такое чужак. Есть причина тому, почему мы не терпим их существование. Они даже отдаленно не напоминают нас, они не думают так, как их не заботит ничто человеческое. Гесар говорил так тихо, как мог, но Тем без проблем расслышал угрозу в его словах. Гесар покачал головой и вздохнул. Холод продолжал усиливаться, и Тем подумал, нет ли подогрева в броне космического десантника, и насколько хорошо она защищает его от стихий. Должно быть, когда Гесар поступил на службу, космические десантники закачали в его вены теплоноситель. Тем слышал массу историй о том, что входило в процесс создания Адептус Астартес. Они были воплощенной волей императора, и что бы ни сделали апотекарии с их телами, дабы сделать их заступниками человечества, это сделало космических десантников чем-то большим, чем просто людьми. Они сдерживали хаос за пределами Империума. Они встречались лицом к лицу с ксеносами, мутантами и любыми предателями или безумцами, достаточно глупыми, чтобы отвергать власть верховных лордов и волю императора. Тем допускал, что, вероятно, Астартес не слишком высоко ценил простых ребят, служащих в Имперской гвардии снайперами, но у гвардейца Ворона не было особого выбора спутников на этой задрипанной планете. Тем оперся спиной о дерево и сполз ружье и начал проверять режим ночного видения, когда Гессар вновь заговорил. Предатели, вот от кого меня тошнит. Эти изменники, просто игрушечные солдатики, которых гонит на войну синяя мразь. Их речи о единстве, ложь до последнего слова, они бы принесли в жертву любого человека, которого нашли, если бы это что-то значило для их великого блага. Они говорят, что хотят также уничтожить мутантов и проклятых. Может, с ними и можно поддерживать какие-то отношения? Тот, кто соблазнен чужими, встретит возмездие императора, автоматически ответил Гессар, произнося заученные наизусть слова, и тем подумал, не слишком ли он его задел. Не потерпи чужого, капрал. Если бы ты видел хотя бы толику того, что видел я среди звезд, то, возможно, понял опасности просто говоря с одним из Астартес, но позволять себе болтать языком перед ним совсем иная вещь. Он видел холодную ярость воспит на черных глазах Астартес и решил, что лучше всего будет попробовать его успокоить. Я не соблазнен ни чертовыми ксеносами, ни этими глупцами, просто слышал то, что они передавали, все остальные тоже наверняка слышали. Не скажу, что мы льем кровь над пустыми полями. Их сюда пригласили. Тему понадобился миг, чтобы понять, что сказал Гесар. Империю Тау пригласили. Люди предложили целую планету в качестве дара гостеприимства, а Тау их поблагодарили и отправили в армию, чтобы забрать ее. Твой полк направили сюда, чтобы обеспечить то, что регулярные войска Коруны сохранят верность императору и вероятно, что кто-то из твоих братьев из гвардии Коруны стал изменником, и если это так, нам придется долго добираться до космопорта, занятого ксеносами и предателями. В голосе Гесара не было обвинения. У космического десанта были свои еретики и искаженные варпом ордена, и Тем задумался, случалось ли гвардейцу ворона сражаться в прошлом с бывшими братьями, хотя он должен был быть безумцем, чтобы заговорить об этом со Стартес. Тем не менее, трудно было смириться с мыслью о том, что имперская гвардия бросила оружие или обратила его против своих же. В прицеле Тема ночь из бледно-желтой перекрасилась в пятнисто-зеленый, и ему хватало рассеянного света, чтобы увеличить дальность обзора до максимума. Если они намерены выдвигаться, то это можно было сделать в любое время. Господин, я подготовил прибор ночного видения, я могу выбраться на чистое место и осмотреться, но вам, пожалуй, стоит оставаться позади, любой ауспик может обнаружить вас раньше, чем засечет меня. Тем дважды бы подумал насчет того, чтобы посмотреть в прицел на космического десантника. Было неразумно тыкать оружием в его направлении. Астартес был на пике ненависти и готов устроить настоящее побоище. Так, двигайся на опушку и проверь, хорошо ли видны поля. Недалеко от кромки леса должно быть несколько ферм. Я смогу увидеть тебя при свете луны. Просигналь, если все чисто. Тем кивнул и пошел прочь. Было нелегко продвигаться даже через негустой лес, пользуясь одним лишь прицелом ночного видения, но вскоре он вышел на чистое пространство и увидел голые поля, простирающиеся впереди. Он смутно расслышал слабый шум, который могло издавать животное, но Тем знал, что это гесар подходит к кромке леса. Есть звуки, которые нельзя полностью замаскировать, и бронированный сапог, ступающий на кустарник, издавал один из них. Тем несколько раз повел прицелом по сторонам. Он заметил лишь источник света, располагающийся где-то в полукилометре от него. Через прицел он выглядел как вкрапление белизны, резко контрастирующее с зеленой статикой, заполняющей обозримое пространство. Дом фермера? Это было единственное, что могло находиться на таком расстоянии, как предполагал Тем. Дальше на юге виднелось что-то еще, что могло быть силосной башней. Точнее сказать, в таких условиях было невозможно. Тем родился на неразвитой стороне Тантуласа и подобная темнота была почти родной для него с прибором ночного видения или без него. Он помахал Гесару и звук стучащих о замерзшую землю сапогов начал приближаться, пока он не почувствовал, что космодесантник встал слева от него. Он даже не слышал, как Гесар дышит, но чувствовал, как он возвышается над ним. Тантулас обладал более высокой гравитацией, чем Коруна, и Тем ощущал это с каждым проделанным шагом. Он также знал, что его рост, небольшой в сравнении с ростом гвардейцев Коруны и в особенности космического десантника, вызвал полную каску шуток и с полдюжины драк с тех пор, как низкорослые тантуласы высадились на Коруне один стандартный месяц назад. Мы будем на виду по пути к тому амбару. Это что, амбар? Используй разум так же, как свой прицел. Это не главное строение. Десятки подобных амбаров стоят по краям полей. Это хранилище и загоны для животных. Да, господин, нам бы не помешала пара приборов тепловидения, чтобы можно было поглядеть, не видно ли тепла тел, но мой прибор ничего такого не засекает. Что, пойдем через поле? Мы ничего не добьемся, просто стоя здесь. Если нам встретятся враги, тебе придется использовать свой прицел, чтобы находить для меня цели. У моего шлема было тепловидение, но то, что от него осталось, лежит позади, у станции связи. Когда закончатся последние две обоймы для против один лишь император знает чего. Хорошо, выдвигаемся, как я скажу. Раз, два, три, все, пошли. Тем чувствовал, что давит сапогами немногочисленные скрученные растения, жмущиеся к замерзшей земле. Звук того, как Гесар двигался через поле, было невозможно скрыть, однако мягкий хруст под бронированными сапогами оказался не таким громким, как он опасался. Он постоянно крутил головой, осматривая поле и двигаясь прямо к строению. Когда они приблизились, стало еще более очевидно, что это просто амбар. И откуда-то до тема донесся тихий гул охлаждающего оборудования. У них тут холодильник работает посреди зимы? Подумай, капрал, на некоторых из этих ферм есть скот, поэтому они могли построить холодильные установки, чтобы сохранять мясо свежим сразу после забоя, в начале холодов. Это было разумно. Двое имперцев медленно подобрались к главному входу. Лестница в один пролет вела к небольшой двери рядом с широкими воротами, судя по пистолет. Тэм осторожно дотронулся до дверной ручки. К его удивлению, она легко повернулась в руке. Мы зайдем внутрь, господин? Стоит исследовать, капрал, похоже, что внутри горит свет. Возможно, тебе стоит вооружиться пистолетом на случай, если завяжется ближний бой. Тэм перебросил снайперскую винтовку через плечо и осторожно вытащил пистолет. Затем он медленно открыл дверь, и хотя свет был слабый, перед глазами заплясали зеленые вспышки. Так, ближайшие несколько минут я без ночного зрения. Пробормотал он себе под нос и по резкому вдоху понял, что Гессар тоже на это отреагировал. Затем его зрение прояснилось, и он увидел тела. Это был огромный холодильник, из потолка на крюках, которые обычно занимали освежеванные туши животных, свисала по меньшей мере сотня солдат имперской гвардии. Даже в морозной дымке холодильного помещения Тем мог разглядеть следы импульс зарядов, пуль и тупого оружия, убивших многих из них. Сморщившиеся раны резким контрастом выделялись на более темной коже имперских гвардейцев Тантуласа. Он посмотрел по сторонам, но большая часть тел, которые еще были одеты, носила форму его полка. Некоторые уже были полностью обнажены, но более низкий рост, более крупная мускулы и темная кожа выдавали в них его братьев и сестер, а не полк коруны. Что они творят, черт возьми? Я слышал истории о крутых. Не только их гончие любят немного перекусить поверженной добычей. Это их рук дело. У них сделка стау. Эти ксеносы платят им плотью и кровью. Как я и подозревал, капрал. Двое имперцев медленно пробирались по месту бойни. Тем увидел врезанное в пол отводное желоба, куда могла стекать кровь. Не удивительно, учитывая количество трупов. То, что было в желобах, смешивалось с изморозью в розовую кашицу. Это и есть их великое благо? Они отдают тела наших ребят этим тварям? Какого черта? Помни свое место, капрал, и ожесточи свое сердце. Едва ли это худшее из того, что я видел от ксеномрази, хотя мысль о предателях, которые наверняка им помогали, вызывает у меня отвращение. Тем высмотрел что-то впереди. У дальней стены выстроился ряд столов, на которых лежали куски мяса. Глаза зафиксировали их очертания, но в них было что-то такое, что не позволяло мозгу поверить в то, что он видел. Они содрали с них кожу, срезали одежду, а потом содрали кожу. Эта штука там, та штука на столе, эта. Тем отвернулся и согнулся в приступе тошноты над сточным желобом. Его желудок скрутило спазмом, и в конце концов он смог выдавить из себя лишь немного желчи и несколько кусков батончика из рациона. Лучше себя чувствовать он от этого не стал. Мы ничего не можем сделать для них, Капрал, мы должны двигаться дальше. Похоже, что губернатор этого мира заключил сделку Стау, и, судя по всему, силы планетарной обороны обрушились на твоих людей, когда они отступали к фермам. Я вижу на этих телах следы от имперского оружия, но не от Крутского, и на них нет ожогов от импульсных винтовок воинов огня. Немыслимо. Солдаты имперской гвардии Коруны нападают на полк Тантуласа из засады, когда те бегут от станции связи и помогают Крутом схватить их. Все, кто оказывал сопротивление, наверняка были убиты, как тот Корунский солдат, которого они нашли в лесу. Или же это было что-то вроде случайной атаки по своим, гончая просто ошиблась. В любом случае утешаться было нечем. Амбар был полон трупов, и Тему отчаянно хотелось отыскать способ их спасти. Самое малое, что он мог сделать, это не дать Крутом до них добраться. Может, взорвем здание? Окажем им последнюю милость, мой господин? Есть тут места, куда можно прикрепить гранаты так, чтоб снесло весь этот проклятый амбар? Гесер покачал головой и показал в сторону двери болтером. Мы добыли то, что мне нужно было знать. Единственное, что мы можем сделать, доставить эту информацию в нужные руки. Если Кору напала, здесь еще могут гвардия ворона рождена для этого. Коракс, храни меня, мы можем найти выживших и рассказать им об этой мерзости, и мы очистим эту планету от ксеносов, даже если я должен буду сделать это в одиночку. Подождите, господин, мы не можем просто оставить эти тела, это неправильно. Какого дьявола крутом нужно от трупов? Если они хотят мяса, так могут просто взять животное на ферме, зачем им нужно было освежевывать и разделывать целый полк? Гравитация. Двое имперцев разом повернулись на звук голоса. Он исходил из глубины здания, и тем заметил, что некоторые тела слегка покачивались, как будто что-то проскользнуло мимо них. Назови себя, я представитель империума и трона, и я приказываю тебе назвать свое имя. Нечто похожее на смех донеслось сверху, и внезапно половина всех светильников в здании отключилась. Было недостаточно темно для того, чтобы пригодился прибор ночного видения тема, но по всему помещению протянулись длинные тени. Полк Тантуласа. Их тела приспособлены к мирам с повышенной гравитацией, и все они наделены прекрасным зрением. Вот почему среди них так много снайперов. Остальные огни вдруг погасли, и тем легко отработанным движением вскинул винтовку, включив большим пальцем прибор ночного видения. Береги глаза, химический свет! Гесар сделал движение, и тем увидел с пол дюжины зеленых палочек, которые вылетели из руки десантника и упали перед ним полукругом. Свет, который они испускали, был достаточно слаб, чтобы не мешать прибору тема, но, как он подозревал, его было достаточно, чтобы Гесар мог нормально видеть. Позади них также слабо мерцал красный аварийный свет над выходом из здания. Береги боеприпасы и продвигайся к выходу! Тем тем уже двигался так медленно, как мог, поводя винтовкой из стороны в сторону, но все, что он мог разглядеть в темноте, трупы, свисающие с потолка. Тау многому бы вас научили, если бы вы только приняли идеалы высшего блага и единства. То, что вы видите, это те, кто умер от ран или отказался сдаваться. Тем попытался отследить, откуда исходит голос, который звучал, как человеческий. Кажется, он слышал и другой голос, но тот говорил нечеловеческим языком. Гесар, видимо, увидел или услышал что-то, потому что выпустил очередь, за которой последовал пронзительный вопль и тихий, скулящий звук, который постепенно замер, завершившись предсмертным взвизгом. Очень, очень хорошо, космический десантник. Ты сам по себе станешь неплохой наградой. В тебе набито столько чудных органов, столько генетических чудес, доставшихся тебе от твоего императора. В твоей крови таится немало находок. Я хочу, чтобы ты знал, что только самые лучшие воины заберут твою плоть. Твое тело станет почетной наградой для всех, кто сражается. «Капрал, подготовь взрывчатку. Я слышу, как они движутся вокруг нас. Они набросятся в любую секунду. За троны императора!» Еще одна очередь болтера, и на этот раз Тэму удалось мельком разглядеть круто, в которого попал Гесар. Взрывчатые снаряды разорвали одно из свисающих сверху тел, но сквозь зеленый фон прицела Тэм видел, как голова Крута превратилась в липкую кровавую массу. Затем Круты ринулись в атаку. Тэм вновь услышал звук болтера, а потом щелчок опустевшей обоймы. «Перезаряжаю! Прикрой меня! Быстро! Быстро!» Гесар переместился вперед Тэма и теперь стоял на одном колене. Пустая обойма лязгнула о металлический пол, и пока Гесар вбивал Тэм стрелял поверх него. В первой волне было по меньшей мере полдюжины Крутов и последняя очередь Гесара записала на его счет двоих. Еще трое повалились под выстрелами Тэма, водившего винтовкой из стороны в сторону. Их чуждые лица заполнили прицел, и зеленая поволока ночного видения сделала их еще более кошмарными. Тэм больше указывал, чем стрелял, и вдруг над Гесаром возник Крут, готовый ударить своим ружьем, как дубиной. Очередь болта рассмяла его, словно цветную бумагу. «Назад! Назад ко входу! Двигайся!» Тэм повернулся, следуя приказу Гесара, и увидел, как дверь распахнулась, и в проходе вдруг показался ствол импульсной винтовки. Лицо, появившееся в его прицеле, было человеческим, и палец Тэма все жал и жал на спуск, и когда винтовка защелкала, лишившись последнего заряда, все, что оставалось в прицеле, темное пятно на стене. «Враги у входа, господин, гесвеса у двери!» Тэм повернулся и увидел, как пуля попала Гесару в шею. Космический десантник поднимался на ноги, и из его болтера вырвался очередной снаряд, когда вдруг его голова странно дернулась, и Тэм ощутил, как что-то теплое брызнуло ему в лицо. Тэм прокричал имя космического десантника, но тот лишь хрипел, подняв одну руку к шее. Пламя, вырвавшееся из дула болтера, оставило следы, тающие в зрении Тэма. Если они доберутся до двери, у них будет шанс. Тэм сорвал с пояса одну из своих гранат и швырнул ее в открытый дверной проход. Если там еще оставались предатели, то сейчас они получат неприятный сюрприз. Как только он услышал, как граната ударяется обо что-то снаружи, он двинулся вперед и попытался подхватить Гесара под локоть, чтобы оттащить его к двери. Болтер рявкнул в последний раз, а затем щелкнул опустошенный. Снаружи раздался грохот взрыва, за ним крики. Тэм все еще старался как-то поднять гвардейца ворона, чтобы хотя бы попытаться дотащить его до двери. Они все еще могли с боем вырваться наружу, все лучше, чем висеть раздетым до гола точно разрубленная туша. Гесар что-то яростно прохрепел, и Тэм поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть круто, готового вот-вот ударить крючковатым разделочным ножом. Тэм ударил винтовкой вперед и попал прямо под челюсть чужаку, имеющему странное волкоподобное обличие, отличное от остальных, которых он видел. Клинок легко проник в плоть. Прежде чем он смог вытащить его, Крут схватился за ствол и вырвал оружие из его рук. Гесар оставил попытки подняться на ноги и вытащил цепной меч, готовый сражаться, даже стоя на коленях. Тэм достал свой пистолет и всадил несколько зарядов в силуэты, движущиеся за границей сияния, испускаемого химическими светильниками. До снарядов, попавших в мертвую плоть, но все же он был вознагражден послышавшимся из темноты стоном и еще чем-то, что он щелк сеносским ругательством. Затем все вокруг исчезло во вспышке света, снова включились лампы. Он был слишком ошеломлен, чтобы целиться, но Гесару удалось сделать выпад в сторону одного Крута, который воспользовался моментом для атаки. Цепной меч под идеальным углом врезался в тело прямо над грудиной и глубоко вгрызся в него. Космический десантник навалился на меч всей своей силой и массой, проведя зубчатое лезвие вниз, через раздробившуюся ключицу, прямо в сердце Крута. Гесар все еще пытался высвободить клинок, когда справа, вертясь волчком, появился еще один Крут. Тем не успел воспользоваться пистолетом и приклад Крутского ружья врезался в череп Гесара над ухом. Деревянная ложа треснула и по лицу Гесара полилась кровь. Тем опустошил свой пистолет в обезьянью морду Крута и нажал на кнопку, выбрасывающую обойму, одновременно шаря по поясу в поисках новой. Он знал, что им никак не добраться до двери и понимал, что даже если удастся это сделать, там будет еще больше дожидающихся их солдат. Оставалось только одно, последняя осколочная граната. Тем не знал, сколько она может уничтожить, но был вполне уверен, что на близком расстоянии эта штука превратит его в кровавые ошметки и наверняка убьет Гесара. Господин, прости меня, император, они не заберут вас, обещаю, они вас не достанут. Это было все, что он мог сделать для Астартес, который так долго сохранял ему жизнь. Тем надеялся, что если император направит их в лучший мир, ему зачтется этот последний акт отваги. Едва только он нащупал гранату, пуля разбила головку его плечевой кости. Он перестал чувствовать левую руку, и она бессильно повисла вдоль тела. Гесар упал назад и повалился на ноги Тэму. Тот понял, что космический десантник тяжело контужен. Если он и не был уже мертв, то до этого оставалось немного времени, учитывая, сколько крови он потерял. Это было слабым утешением, но Гесар не хотел, чтоб крутом досталось его тело. Тем отбросил пистолет и потянулся здоровой правой рукой к гранате, но вдруг над ним возникла тень, и в руке вспыхнула боль. Сильный удар приклада отбросил гранату и сломал ему пальцы. Он невольно закричал и посмотрел вверх, в кошачьи глаза Крута. Они были зеленые и узкие, те же глаза, что глядели прямо на него у станции связи. Крут говорил на грубом языке, которого Тем не понимал. Он состоял из жестких, взрывных слов, странных пауз и звуков, перекатывающихся глубоко в горле твари. Затем к голосу Крута присоединился человеческий и над ним появился мужчина в наряде синевато-золотого цвета, какие носили люди-изменники. Он смотрел на Крута почти как на божество. Ты хорошо сражаешься. Тау любят своих маленьких человеческих помощников, но те, что живут здесь слишком слабы. А у тебя сильное мясо, хорошие кости и очень хорошие глаза. Это был тот голос, который они слышали раньше в здании. Похоже, это был переводчик Крутов. Он внимательно слушал и повторял все, что говорил его хозяин, в то время как Крут топая бродил вокруг тема и рассматривал его. Изменник, ты предал нашего императора и свой народ. Ты хуже, чем мутанты, которых демон это мерзость, мутант, искаженное существо, но ты проклял сам себя, ради чего? Предатель явно был с коруны и тем подумал, не носил ли он форму имперского гвардейца, прежде, чем перейти на сторону Крутов. Нельзя было сказать, насколько далеко и глубоко зашла его измена. Ты не видел великолепия единства. Ты не понимаешь, не можешь понять величие высшего блага, превосходящего нашего мертвого императора. Тау показали нам истины, которые тебе неведомы, Круты показали нам блаженное единство. Гесар захрипел, и его рука слабо приподнялась, будто ища оружие. Тему показалось, что он расслышал проклятие, дрожащее на губах Астартес. Затем он увидел, как другой Крут подошел и спокойно вонзил клинок ему под подбородок, и рука Гесара упала, более не шевелясь. Зачем? Зачем им тела? Крут как будто внимательно изучал его. Тэм огляделся и увидел, как сильно Круты разнятся по росту, во краске, во всем. В них, как в горниле, сплавлялись воедино самые различные физические характеристики, даже более разнообразные, чем у множества людей, рассеянных среди звезд. Кровь расскажет. Круты ищут лишь единство, и твое мясо говорит крутом, какими они должны быть. Они предлагают дар единства и становятся сильнее. Они примут твою плоть в единство и смогут лучше сражаться при низкой гравитации. Они будут лучше видеть. Им нужно свежее мясо, их единственное постоянство в переменах. Мы солдаты, а не вещи, штампуемые на фабриториумах. Предатель продолжал переводить слова вожака Крутов, а Ксенос рассматривал тема своими чуждыми кошачьими глазами. Таков путь всего, что состоит из плоти. Тау не тревожит, что происходит с мертвыми, и они никогда не проверяют, переживут ли люди ранения, поэтому мы получаем столько тел, сколько требуется, и это делает нас сильнее. Их это не беспокоит, потому что служит высшему благу. Крут наклонился поближе и вытащил узкий нож из закрепленных на руке ножен. Он аккуратно провел его кончиком по лицу тема, пока острие не остановилось под правым глазом. Ваш император и его жрецы наполняют этих огромных воинов механизмами и органами, делающими их сильнее. Их мясо сильно, но крутом нужны все виды плоти, иначе они придут в упадок. Ты спасаешь их расу, ты должен гордиться. Вместо того, чтобы погибнуть впустую во имя мертвого императора, ты станешь одним целым с крутами, в этом единстве ты даруешь им силу и поможешь выжить, чтобы продолжать освобождение. Нет, пожалуйста, не делайте этого! Изменник снова начал переводить речь круто, и Тем заметил, что мужчина начал пятиться назад, подальше от ксеносов, которые собирались вокруг него. Взгляд его был опущен вниз, и было слышно, как он на мгновение потерял голос. Ты будешь жить, человек, разве это не то, что любит твой народ? Разве не поэтому они расселяются по звездам? Разве не поэтому ваш император вложил свои органы и влил свою кровь в космических десантников? Ты будешь жить вечно, как часть народа крутов, и однажды человек посмотрит на одного из нас и увидит твои глаза. Такие хорошие глаза! тем кричал, пока приклад ружья не врезался ему в лоб. Он смутно ощущал грубые руки и лапы, тянущие за одежду и стаскивающие ее. Кажется, он на какое-то мгновение увидел свет и почувствовал, как кто-то дергает его веки и подумал о черной птице, клюющей безымянного гвардейца в лесу. А потом, когда ножи опустились, все поглотила тьма. Аарон Демпски Боуден Ядро Посмотрите на империум отца моего. Не разворачивайте пергаментную карту, не рассматривайте гололитические схемы. Просто поднимите голову к ночному небу и откройте глаза. Всмотритесь в пустоту межмиров этот темный океан, безмолвное море. Всмотритесь в миллионы очей, пылающих светом, каждое из них солнце, что должно покориться власти императора. Эпоха чужих, эра нелюдей, окончена. Началось господство человечества и десятью тысячами когтей мы заявим притязание на сами звезды. Примарх Конрад Керс Обращение к Восьмому Легиону Великий Крестовый Поход Оно знало себя лишь как старейшее. Это было больше, чем имя, его место в творении. Оно было самым старым, самым сильным и свирепым, и оно отведало больше всего крови. Прежде чем стать старейшим, оно принадлежало к низшей породе. Эти слабые существа были сородичами старейшего, однако сейчас оно держалось вдали от них, пытаясь утихомирить голод, который никогда не исчезнет. Старейшее дернулось во сне, который не был до конца ни сном, ни оцепенением, но неким неподвижным состоянием, переходящим из одного в другое. Мысли его текли вяло, инстинкты и неясные ощущения медленно ползали позади закрытых глаз. В глубине разума старейшего перешептывались сознания его сородичей. Они говорили о слабости, об отсутствии добычи, и поэтому этими шепотками можно было пренебречь. Старейшее не способно было видеть сны. Вместо того, чтобы спать и грезить подобно человеку, оно лежало без движения в глубокой темноте, не обращая внимания на мысленные импульсы своих слабых собратьев и позволяя собственным сонным мыслям вращаться вокруг ненавистного голода, что пробирал его болью до самого нутра. Добыча ныла в его медлительном, жаждущем разуме. Кровь, плоть, голод. Полубоги шли через тьму, и Септим следовал за ними. Он все еще не понимал, почему хозяин приказал присоединиться к ним, но его долгом было подчиняться, а не задавать вопросы. Он был одет в потрепанный скафандр, жалкий в сравнении с боевыми доспехами Астартес, полностью скрывающими тела полубогов, и следовал за ними по наклонной палубе десантно-штурмового корабля вниз, в темноту. «Почему ты идешь с ними?» затрещал в Воксе женский голос. Чтобы ответить, Септим должен был переключать каналы вручную при помощи частотной шкалы, встроенной в маленький прибор управления скафандром на левом рукаве. К тому времени, как он нашел нужный канал, женский голос повторил вопрос более обеспокоенно и вместе с тем раздраженно. «Я спрашиваю, почему ты идешь с ними?» «Не знаю», ответил слуга. Он уже был позади Астартес и практически бежал труссой, чтобы не отставать от них. При всей своей пользе фонарь, закрепленный сбоку шлема, испускал лишь слабый поток света в направлении его взгляда. Луч цвета тусклого янтаря вырывался вперед и пронзал тьму, давая столь слабое освещение, что от него практически не было толку. Световое пятно скользило по изогнутым арками стенам из покрытию палубы. Всего через несколько минут оно озарило первое тело. Хозяин и его братья уже прошли мимо, но Септим замедрил шаг и опустился возле трупа на колени. «Поторопись, раб!» сказал по воксу один из них. Они спускались все глубже по темным туннелям. «Не обращай внимания на тела!» Септим позволил себе последний раз взглянуть на тело, человеческое, мужское, замороженное в камень в лишенной тепла темноте. Он мог лежать мертвым неделю, мог и сотню лет. Все процессы разложения остановились, когда корабль лишился энергии и оказался открыт космосу. Словно вторая кожа из хрусталя, все кругом покрывало изморозь от стен до палубы и измученного лица мертвого мужчины. «Поторопись, раб!» Снова позвал его рыкающий низкий голос. Септим поднял глаза, и слабый луч света протянулся во тьме. Он не видел ни хозяина, ни его братьев, они ушли слишком далеко вперед. Ища их взглядом, он наткнулся на нечто куда более неприятное, однако не сказать, чтоб неожиданное. Еще три трупа, также окутанные изморозью и окоченевшие, как и первый, накрепко примерзшие к металлическому полу коридора, ставшего их могилой. Кончиками пальцев в перчатке Септим прикоснулся к ближайшей обледенелой ране, и на его лице появилась гримаса, когда он ощутил изломанные кости и красную плоть, неподатливую, как камень. Он почувствовал, как палуба дрожит под грохотом шагов. Корабль пребывал в вакууме, поэтому шаги приближающегося полубога беззвучно сотрясали пол. Септим снова поднял голову, и луч фонаря осветил доспехи мутного, мертвенно-синего цвета, как упорченного сапфира. Септим, произнес ввокс возвышающийся над ним доспех. В темных кулаках он сжимал тяжелый болтер, массивный и древний на вид, слишком большой, чтобы его мог нести человек, и украшенный побелевшими черепами, свисающими на цепях из полированной бронзы. Дуло оружия было выполнено в виде черепа, широко распахнувшего челюсти, будто ствол высовывался из визжащей пасти скелета. Септим хорошо знал это оружие, ибо это он ухаживал за ним, чинил его и оказывал почести обитающему внутри духу машины. Раб поднялся на ноги. Простите меня, лорд Меркуциан. Раскосые глазные линзы воина осмотрели его спокойным, внимательным взором. Что-то не так? У голоса Меркуциана была особенность, которая отсутствовала у большинства остальных, и ее можно было услышать даже через вокс. В нечеловеческой глубине и резонансе этого голоса можно было уловить измененные акцентом гласные. Благородное произношение Меркуциана указывало на то, что в юности он получил широкое образование, а также украшало его настрамский. «Нет, господин, ничего особенного. Мне стало любопытно, вот и все». Воин повернулся обратно в коридор. «Подойди, Септим, держись рядом. Дополнительный груз тебе не мешает?» «Нет, господин». Септим солгал, но не слишком. Он тащил на плече тяжелый контейнер с боеприпасами, вдобавок к кислородным баллоном за спиной. Она была плотно набита лентами со снарядами к огромной болтерной пушке, которую сжимал в латных перчатках Меркуциан. Воин и сам нес два таких же контейнера, пристегнутых к поясу. В Воксе затрещал еще один голос, также говоривший на настрамском, но каждый слог у него будто оканчивался острым лезвием. Септим довольно хорошо знал акцент бандита Фулия. Он и сам ему выучился, нацию, когда хозяин научил его этому языку. Большинство полубогов разговаривали подобным образом. «Поторопитесь, вы оба!» пролаял голос. «Мы идем к Сару», ответил Меркуциан. Воин пошел впереди, опустив громадное оружие, беззвучно стуча сапогами по палубе. Он перешагнул через трупы, не удостоив их вниманием. Септим обошел их, отметив, что каждый был начисто выпотрошен страшными ударами. Он видел подобные раны и прежде, но только на галоэкранах во время биологических демонстраций. Следуя за Меркуцианом, раб повернул реле на запястье. «Генокрады», прошептал он в личный канал. Женщину на другом конце звали Октавия, так как она была восьмым рабом, так же, как Септим был седьмым. «Будь осторожен», сказала она со всей серьезностью. Септим поначалу не ответил. Тон Октавии указывал, что она знала, насколько безумны эти слова, учитывая, что оба они существовали лишь как пешки повелителей ночи. «Они сказали тебе, зачем мы здесь, и я не верю в байку про мародерство». «Ни слова», ответила она. «Они ничего мне не говорили с тех пор, как мы покинули море душ». «Раньше, назовите крови, мы все время грабили космические скитальцы, по крайней мере, когда нас не рвали на куски имперские орудия. Но здесь как-то все иначе». «Как это иначе?» «Хуже, для начала этот больше». Септим снова посмотрел на наручный хронометр. Он пребывал на скитальце уже три часа. Тремя часами ранее корабль, больше похожий на зловещий клинок, переместился в систему, покинув объятие варпа в выплеске плазменной дымки и пламени двигателей. Корабль был небо в полночь, его бока украшала блестящая чеканная бронза, подобная той, что защищала тела древних героев Терры во времена невежества и безбожия, когда люди еще не потянулись к звездам. Это было творение воинственной красоты, бронированные ребра, готическая архитектура хребта, воплощенной в гладкой и хищной форме. Зазубренное копье цвета черненной синевой и золоченой бронзы, пронзающая пустоту. Поблизости не было действующих судов, принадлежащих Империуму, Ксеносом или кому-либо еще, но если бы они были и обладали при этом возможностью пробиться сквозь защищающий от ауспиков криптографический туман, создаваемый темным кораблем, то они бы узнали этот корабль по имени, которое он носил во время Ереси Хоруса десять тысяч лет назад. В то темнейшее из времен этот звездолет парил в небесах Святой Терры над пылающей атмосферой. Пламя миллиона кораблей расцветило космос, когда они яростно сражались друг с другом, в то время, как планета под ними, колыбель человечества, горела. Он был там и поражал корабли, верные золотому трону, и они рушились с орбиты, разрывая окутывающие Терру облака и подобно молотом врезаясь в города императора. Ашалиус своевал, так он назывался на мертвом языке мертвого мира. На имперский готик это можно было примерно перевести как эхо проклятие. Эхо проклятия призраком плыл вперед на слабо горящих двигателях с молчаливой уверенностью рассекая космос. На его мостике люди работали вместе с существами, что уже на протяжении многих поколений не были людьми. На троне из черного железа и полированной бронзы в центре обильно украшенного помещения восседала некая фигура. Астартес был облачен в древний доспех, чьи части за долгие годы были собраны более чем с дюжины погибших воинов и восстановлены с большим почтением. Лишенные челюстей черепа свисали с наплечников на цепях и гремели с каждым движением воина и с каждым содроганием корабля, которым тот командовал. Лицом, что он являл миру, было глухое забрало в виде черепа с выжженной на лбу одинокой руной, взятой из мертвого языка, с выжженной на лбу одинокой руной, взятой из мертвого языка. Вокруг фигуры на троне кипела деятельность. Офицеры в старой униформе имперского флота, с которой были сняты знаки отличия, работали за различными консолями, столами и экранами кагитаторов. Пожилой человек за широкой рулевой консолью передвинул тяжелый стальной рычаг в фиксированную позицию и посмотрел на экраны перед собой, читая рунический текст, что набегал на экран бесконечными волнами. Для несведущего человека столь бурный поток сведений не имел бы смысла. «Переход завершен, мой повелитель!» крикнул он через плечо. «Все палубы, вся система стабильна!» Восседающий на троне силуэт в маске склонил голову в медленном кивке. Он все еще чего-то дожидался. На мостике зазвучал голос, женский, молодой, однако пронизанный усталостью, доносящийся из динамиков в пастях демоноликих горгулей, украшающих металлические стены. «Мы это сделали!» выдохнул голос. «Мы на месте! Так близко, как я только смогла!» Наконец силуэт восседающий на троне поднялся на ноги и заговорил впервые за несколько часов. «Прекрасно!» Голос его был глубоким и не человечески низким, однако в нем чувствовалась на удивление мягкая нота. «Октавия?» «Да!» снова спросил женский голос, слабым ветром проносящийся над мостиком. «Мне... мне нужно отдохнуть, господин!» «Тогда отдыхай, навигатор, ты хорошо поработала!» Некоторые из людей, обслуживающих мостик, обменялись нервными взглядами. Этот новый командир не походил на прежнего. Приспосабливались к нему медленно, так как большая их часть служила возвышенному или даже худшим хозяевам на протяжении многих лет. Всем им было непривычно слышать похвалу, произнесенную в их присутствии, и прежде всего она вызывала подозрения. Из ниши в западной стене зала донесся голос мастера-наблюдателя. Хотя он был человеком, голос был механическим, ибо половину его лица, горло и туловище заменяла недорогая и грубая бионика. Аугметику, служившую ему вместо человеческой плоти, он заработал при падении Веламуса пять месяцев тому назад. «А успей кожел, господин!» крикнул он. «Просветите же меня!» сказал облаченный в доспехе командир. Он пристально смотрел на окулус, однако огромный экран в передней части мостика оставался полумертвым, ослепленным чудовищными помехами. Его это не беспокоило, он привык к статическому шуму после путешествия в Варпе. Окулусу всегда требовалось какое-то время, чтобы перенастроиться и восстановиться. Порой он видел лица в сером шторме беспорядочных сигналов, проносящихся по сверкающему экрану. Лица павших, потерянных, забытых и проклятых. Они всегда вызывали у него улыбку, даже когда кричали надрывным голосом белого шума. Мастер-наблюдатель заговорил, глядя на показания ауспиков, занимающих четыре мерцающих экрана, каждый из которых показывал цифровые данные обо всем, что окружало корабль. «Если лететь на трех четвертях полной скорости, через пятнадцать минут и тридцать восемь секунд, мы приблизимся на расстояние, достаточное для запуска десантных капсул в указанную цель». Командир улыбнулся за забралом. «Кровь отца, Октавия, за это надо хвалить только твои умения», подумал он. «Вырваться из моря душ так близко к движущейся цели. Для столь юного навигатора она была необычайно талантлива или удачлива. Она научилась мчаться по тайным тропам империя с помощью упорства и природного чутья». «Есть сигналы от кораблей поблизости?» «Нет, господин». Пока все шло хорошо. Командир кивнул влево, где управляли защитными системами офицеры в потрепанной униформе и сервиторы, способные концентрироваться лишь на назначенных задачах. «Включить вопы», приказал он. «Да, хозяин», отозвался один из офицеров. Этот человек, околит из числа механикус-отступников, обладал дополнительной парой многосуставчатых рук, тянущихся из силового ранца за спиной. Они управляли другой консолью рядом с той, на которой он работал своими биологическими пальцами. «Значительный выход плазмы», нараспев произнес околит. «Вопль может работать еще 2,15 часа, прежде чем придется отключить подавители распознавания ауры». Этого времени будет достаточно. Командир отключит вопль, как только убедится, что эта область пространства будет полностью безопасна. До тех пор он намеревался наполнять пространство вокруг эхопроклятия ужасным шумом на тысячах частот и бессловесными машинными криками. Любой корабль на расстоянии, достаточном, чтобы выследить эхо при помощи сканеров, обнаружит, что его ауспики не способны найти какую-либо цель среди заглушающего поля, а воксканалы забиты бесконечным статическим ревом. Вопль был самым последним изобретением техножреца Делтриана. Невидимость от имперских сканеров имела свою пользу, однако она жадно высасывала энергию, необходимую для питания других систем корабля. Когда вопль работал, пустотные щиты истончались, а носовые пушки отключались полностью. «Всю всю оставшуюся энергию на двигателе». Командир все еще смотрел на забитый помехами Окулус. «Подведи нас ближе к цели». «Повелитель», сглотнул мастер-наблюдатель. «Цель, она огромна». «Это корабль Механикус. Тот факт, что он велик, меня не удивляет и не должен удивлять тебя». «Нет, господин, по расчетам она предназначения». «Уточни, что значит огромна», сказал командир. «По показаниям маус-пиков, это образование размером примерно с Ятис Секундус, господин». Возникла пауза, во время которой на мостике воцарилась практически полная тишина. Самым громким звуком были хриплые вдохи и выдохи командира, доносящиеся и звук с динамикой его шлема. Команда еще не очень хорошо знала нового повелителя, однако все они могли легко понять по отрывистому дыханию, что Астартес вот-вот выйдет из себя. «Мы вышли из варпа», прошипел командирского стиснутые зубы, «чтобы найти корабль, слившийся с космическим скитальцем. А теперь ты говоришь мне, что приборы ясновидения показывают, что этот скиталец размером с небольшую луну?» «Да, повелитель», съежился мастер-наблюдатель. «Не увиливай, когда говоришь со мной. Я не убью тебя за неприятные известия». «Да, господин, спасибо, господин». Следующую фразу командира прервал Окулус, который наконец сфокусировался заново. Он очистился от помех и искажения исчезли. В отдалении, с переменчивой ясностью, экран демонстрировал массу слипшихся, раздавленных космических кораблей, как будто бы сросшихся вместе по воле некоего своенравного и безумного бога. И она была, как и сказал в сердцах командир, размером с небольшую луну. Один из Астартес, стоявших у трона, шагнул вперед, поднимая скрытое темным шлемом лицо Коккулусу. Кровь Хоруса, в нем должно быть не меньше двух сотен судов. Командир кивнул, не в силах отвести взгляд. Это был крупнейший дрейфующий скиталец, который он когда-либо видел. Возможно, он был в этом почти уверен, даже крупнейший из тех, что когда-либо видел любой человек или Астартес. Просканировать это месиво, найти остатки исследовательского судна Механикус, прорычал он. Надеюсь, оно находится во внешнем слое кораблей. Акалит, отключить вопль, рулевые, подвести корабль ближе. Приглушенное есть господин донеслось от главного рулевого. Подготовить первый коготь к высадке, приказал командир остальным Астартес. Сев обратно на металлический трон, он вперил взгляд в огромное образование, постепенно заполняющее окулус. По мере приближения становились видны детали, смятые очертания, искореженные шпили. И передайте люкарифу из кровавых глаз, что я хочу немедленно с ним поговорить. Когда существо, более неприспособленное для ходьбы по земле, не использовало когти, они, подводя его, сжимались и стесняли движение. Оно вошло в зал, пьяно покачиваясь, движения прерывались спазмами конечностей и порожденным порчей тиком усиленных мышц. Эта дерганная походка не имела ничего общего с трусостью, она полностью объяснялась тем фактом, что зверя пленили, заставили вести себя как одного из бывших собратьев, заставили ходить и говорить. Подобные движения уже давно были чужды этому созданию, если не совершенно ненавистны. Оно ходило на четырех конечностях, сгорбившись и осторожно крадучись, стуча по полу когтями на руках и ногах. Цилиндрические турбины двигателей на спине существа качались в такт его неуклюжей походки. По закрытому шлемам лицу существа сложно было сказать, что оно сохранило связь со своей кровной родней. Война и варп изменили его, создав нечто, исполненное куда большей ненависти. Не было ни рунических знаков, ни черепа, нарисованного на благословенном керамите. Вместо традиционных знаков легиона, узкое забрало демонстрировало миру лик воющего демона, чья зарешеченная пасть была раскрыта в скорбном крике, длящемся с тех пор, как умер его бог-отец. Искаженное лицо быстро повернулось, чтобы осмотреть каждого астертес, резко дергаясь вправо и влево, как голова ястреба, выбирающего добычу. Сервоприводы и волоконные жгуты, шейные суставы его доспеха уже не двигались плавно, с тихим урчанием, но издавали резкий лай при каждом злобном рывке его головы. «Почему позвал?» требовательно спросило существо голосом, который мог бы исходить из скрипучего кривого клюва пустынного стервятника. «Почему позвал? Почему?» Талос поднялся с командного трона. Первый коготь зашагал вперед вместе с ним. Пятеро других Астартес приблизились к сгорбленному существу, держа оружие так, чтоб можно было сразу за него схватиться. «Люкарив!» произнес Талос и склонил голову в знак уважения, прежде чем отдать честь, приложив кулак к обоим сердцам. При этом перчатка и предплечье накрыли ритуально изуродованного имперского орла, распростертого на его груди. «Ловец душ!» Из легких существа вырвался смешок, звучавший излишне сухо. «Говори, пророк, я слушаю!» Вскоре эхо проклятия подплыл ближе. Чудовищный скиталец затмевал корабль размером и полностью накрывал тенью отбрасываемой им от света далекого солнца. Две капсулы, вращаясь, будто сверлили пустоту, вырвались из ниш в брюхе корабля и врезались в более рыхлый металл оболочки скитальца. Два сигнала запульсировали на панели коммуникации на мостике эхо. Первый звучал мягко, его оттенял треск вокса. Второй говорил коротким, резким шипением. Говорит Талос из первого когтя, мы внутри. Люкарив, девятый когуть, внутри. Уже десять часов внутри, семь часов с тех пор, как он последний раз говорил с Октавией. В корабле, через который они двигались, действовала искусственная гравитация и рециркуляторы воздуха, что немного скрашивало положение. Септим знал, что лучше ему не говорить Астертес, что он голоден. Они были выше таких вещей и не намеревались обременять себя проблемами смертных. Среди его экипировки имелись таблетки обезвоженного рациона, но они лишь немного притупляли голод. Первый коготь двигался по темным коридорам с неумолимым упорством в пугающем безмолвии. Часом ранее Септим рискнул остановиться, чтобы переборку, и ему пришлось совершить краткий забег, чтобы догнать их. По возвращении его приветствовал лишь рык одного из членов отряда. Облаченный в древние доспехи, с кровавым отпечатком руки назабрали, Узас огрызнулся на приблизившегося человека. По меркам Узаса это было почти что радушное приветствие. Они пробились сквозь четырнадцать кораблей, хотя и было невероятно сложно понять, где заканчивается один и начинается другой, или что они на самом деле двигаются через оторванный отсек деформированного судна, которое уже миновали. Большую часть времени они проводили, ожидая, когда сервиторы закончат резать, резать задраенные переборки, резать смятые стены корабельных корпусов, прорезать искореженный металл, чтобы достичь пространства, по которому можно было двигаться дальше. Два сервитора трудились с бездумным прилежанием, их действия были полностью подчинены испещренному знаками контрольному планшету в руках Делтриана. Дрели, пилы, лазерные резаки и плазменные горелки раскаляли воздух вокруг пары бионических рабов, прорезающих себе путь сквозь очередное препятствие в виде искореженной стены. Техножрец наблюдал за ними изумрудными глазами самоцветами, превращенными в многослойные линзы и вставленными в глазницы перестроенного лица. Делтриан сконструировал собственное тело согласно высочайшим стандартам. Эскизы, придуманные им в процессе конструирования своего облика по меркам человеческого ума, были ближе к искусству, нежели к инженерному делу. Таковы были усилия, необходимые, чтобы жить вместе с Астартес на протяжении веков, когда ты не наделен бессмертием, каким одаряла их обусловленная генетика и физиология. Техножрец понимал, что вызывает у человека тревогу. Он хорошо знал, какое впечатление его внешний вид производил на неаугментированных смертных. Уравнения его разума, имитирующие биологический ход мысли, не находили ответа на то, как устранить этот неприятный эффект, и он не был уверен, что это, технически говоря, было ошибкой, нуждающейся в исправлении. Страх можно было использовать, собирая его урожай из других. Этот урок Делтриан выучил благодаря сотрудничеству с повелителями ночи. Техножрец удостоил человека кивком. Этот слуга был из избранных и заслуживал талики уважения, будучи мастером, ухаживающим за доспехами и оружием первого когтя. Септима, сказал он. Человек вздрогнул, в то время, как сервиторы продолжали работу. Досточтимый адепт, в свою очередь, склонил голову раб. Коридор, в котором они находились, был низок и чрезвычайно тесен. Воины первого когтя занимались своим делом, патрулируя близлежащее помещение. Ты знаешь, почему ты здесь, Септим? У Септима не было ответа. Делтриан был уродливым созданием из потемневшего металла, наполненных жидкостью трубок и полированного хрома. Металлический скелет, снабженный кровеносной системой, облаченный в старую, грубо вытканную мантию цвета крови в лунном свете. Должно быть, требовалось извращенное чувство юмора, чтобы в течение десятилетий перековать свое тело в нечто, напоминающее бионическую копию какого-то бога смерти с терры до имперских времен. Септим не понимал шутку, если это и впрямь была шутка. Сейчас глаза линзы Делтриана были темно-зеленого цвета, вероятно, вырезанные из изумрудов. Это никоим образом не было его постоянной чертой. Нередко они бывали красными, синими или прозрачными, демонстрирующими находящееся за ними переплетение проводов, ведущих к мозгу, который, по крайней мере, частично оставался человеческим. «Я не знаю, досточтимый адепт, хозяева не рассказали мне?» «Полагаю, я в состоянии сделать приблизительный анализ». Делтриан рассмеялся, гудя подобно Воксу, сбившемуся с нужной чистоты. В этих словах скрывалась угроза. Гнев придал Септиму смелости, однако он удержался от того, чтобы положить руки на лаз пистолеты, покоящиеся в кобурах на его бедрах. Хотя Делтриан и пользовался привилегиями как союзник от Механикус, но он был точно так же связан службой Восьмому Легиону как Септим. «Просветите же меня, досточтимый адепт!» «Ты человек!» Бескожее существо повернуло ухмыляющийся череп в сторону, чтобы в очередной раз проследить за работой сервиторов. «Человек, который не облачен в ограждающий керамид!» «Твоя кровь, твое пиение, твои пот и дыхание, все эти биологические тонкости, их заметят ксеносы определенного хищного вида, находящиеся на этом скитальце». «При всем моем уважении, Долтриан, Септим повернулся, оглядываясь на длинный коридор, по которому они шли. «Вы заблуждаетесь». «Я вижу и слышу тебя даже слишком хорошо, и мой сконструированный спектр восприятия сравним с чувствами генократского рода. Для моих акустических рецепторов твое дыхание словно ветра планеты, а твое бьющееся сердце подобно примитивным барабанам первобытных культур. «Если я это чувствую, Септим, я уверяю тебя, это действительно так, тогда ты должен понимать, что множество живых существ, нашедших убежище на этих заброшенных кораблях, чувствуют это также хорошо». Септим фыркнул. «Сама идея того, что повелители ночи используют его, одного из наиболее ценных рабов, как наживку, была... контакт», сообщил Повоксу Талос. В отдалении залаяли болтеры. Старейшая стряхнула с себя хладную темноту небытия, наиболее близкого ко сну состояния из всех, что знал его род. В основании его изогнутого черепа зародилось отдаленное эхо боли, тусклое, но тревожное. Эта слабая боль постепенно распространилась с мягкой настойчивостью, пульсируя в кровеносных сосудах и эхом повторяя сердцебиение существа. Боль паутиной распространилась вниз по хребту старейшего, проникла в лицевые кости, испускаемая его медлительным разумом. Это не была боль раны, поражения, охотника, которому не досталась добыча. Это чувство не затмевало голод, однако было даже более неприятным. Его вкус и резонанс были совершенно иными, и старейшая не чувствовала ничего подобного уже, уже какое-то время. Его сородичи умирали, каждое отверстие в плоти, каждая оторванная конечность, каждая кровоточащая глазница отзывались в старейшем эхом призрачной боли. Во тьме оно расправило конечности. Суставы щелкнули и потрескивали, напрягаясь и вновь расслабляясь. Убийственные когти содрогнулись, раскрываясь и сжимаясь в прохладном воздухе. Язык ощутил сжение пищеварительной кислоты, когда слюнные железы снова загорелись жизнью. Старейшая прерывисто вдохнула сквозь ряды акульих зубов и холодный воздух катализировал его чувства. Лишенные выражения глаза открылись, по подбородку поползли толстые нити слюны, свисая с пасти и падая шипящими каплями на палубный настил. Старейшая выползла за пределы своего убежища и двинулась по кораблю в поисках существ, убивающих его детей. Оно почувствовало в воздухе кровь, услышало биение сердца добычи, учуяло соленый пот на мягкой коже. Сильнее всего этого оно ощущало гудящий шум живого сознания, биологическое электричество мозга, эмоции и мысли. Жизнь, человек, близко. Старейшая защелкала похожими на лезвия ротовыми придатками и, пригнувшись, пустилась в голодный бег. Оно неслось по темным проходам, стуча когтями по металлу. Сородичи! Отправило оно немое послание. Я иду. Люкокрифа и его команду не обременяли человек этих ножрец. Кроме того, им не нужны были лоботомированные сервиторы, чтобы преодолевать препятствия. Несколько рапторов Люкокрифа были вооружены мельтоганами, извергающими раскаленные потоки газа, достаточно горячие, чтобы уничтожать металл. Будто стая зверей, кровавые глаза, все еще привыкавшие к своему новому названию девятый коготь, куда быстрее продвигались через конгломерат смятых кораблей. В отличие от Талоса и первого когтя, Люкокриф и его братья не имели четко обозначенной цели. Они вели разведку, крались вперед, охотились за любыми ценными вещами, какие могли найти. И пока что они не обнаружили ровным счетом ничего. Скука становилась еще горше из-за того, что если бы это их отправили вглубь на поиски корабля механикус, зажатого в ядре скитальца, то Люкокриф был уверен, что кровавые глаза уже побывали бы там и двинулись обратно. Вокс-связь становилась все менее стабильной по мере того, как девятый коготь отдалялся от своих братьев, и Люкокриф быстро терял терпение из-за медленного продвижения первого когтя. Сперва они задерживались из-за раба человека, который отставал. Потом им приходилось замедляться из-за техноадепта, пока он, пока оно сливало информацию из различных инфохранилищ и запоминающих устройств на кораблях, через которые пробивал себе путь первый коготь. «Испаряющее оружие!» доносился из вокса шипящий голос Люкарифа. «Оружие мельтотипа! Не надо резать! Не надо сермиторов с резаками! Куда быстрее!» Ответ Талоса сопровождала приглушенная вибрация от выстрелов Болтера. «Принято! Будьте внимательны! Мы встретились с незначительной угрозой генокрадов! Число очень невелико, по крайней мере в этой секции! Где вы находитесь?» Люкариф вел свою стаю вперед по просторным коридорам. Все рапторы сгорбились и скакали на четырех конечностях словно животные. Строение этих проходов было ему хорошо знакомо. «Корабль Астартес стандартная шаблонная конструкция. Не наш, рабов трона». «Ясно. Наличие ксенусов?» «Есть, несколько. Все уже мертвы». Цилиндрические двигатели на его спине работали вхолостую, периодически кашляя черным дымом через вентиляционные отверстия. «Проникли в инженариум. В корабле частично сохранилась энергия. Некоторые светильники горят. Некоторые двери открываются. Корабль не древний, как другие. Близко к краю с китайца». «Понял». Ответ Талоса вновь приглушил болтерный огонь. Послышалась отдаленная ругань других Астартес. «Эти твари медрительные и слабые. Они выглядят почти что дряхлыми». «Ксеноц генокрады здесь уже много десятилетий. Нет добычи, нет силы. Звери стали старыми, стали хрупкими, все еще опасны». «Настоящей драки пока не было». Шум болтеров начал стихать. «Докладывай обстановку каждые десять минут». «Да, пророк, я повинуюсь». Бывший человек крался вперед на четырех лапах, следя через раскосые глазные линзы за очертаниями стен. Коридор, наконец, завершился большим залом, наполненным блаженной тихой тьмой. В нем возвышались генераторы, а в стене была размещена плазменная камера, которая, вопреки всем ожиданиям, испускала слабое оранжевое сияние, исходящее от взрывоопасного коктейля жидкостей и газов, клубящихся в ее стеклянных глубинах. Не нуждаясь в приказах, рапторы разошлись по машинному отделению, приблизились к консолям и опорам и заняли стрелковые позиции, прикрывая выходы из помещения. Несколько членов стаи включили жалобно взвизгнувшие двигатели, чтобы взлететь на высокие платформы. Люкариф с трудом подавил желание взмыть вверх вместе с ними. Даже в замкнутом пространстве корабля он жаждал избавиться от неудобной, замедляющей его опоры под ногами. Все же, не отказав себе в кратком удовольствии, он включил турбины усилием столь же простым и естественным, как вдох. Толчок реактивной струи понес его через инжинариум и он удобно приземлился на четвереньки возле главного терминала, управляющего подачей энергии. Среди устройств управления лежало восемь мертвых сервиторов, превратившихся в силуэты, выложенные костями и бионикой. Один из лучших воинов Люкарифа, Вараша, уже расположился за консолью и его изогнутые пальцы-когти клацали по клавишам. Плазменная камера истощилась, просочился голос Вараши сквозь оскаленное голосовое устройство шлема. Энергия иссякала десятилетиями, да-да. Восстанови ее. Вожак рапторов подчеркнул приказ коротким резким звуком, чем-то средним между визгом и шепотом. Сейчас же. Когти Вараша застучали по клавишам, задергали рычаги. Я не могу это сделать. Большая часть корабля мертва. Могу направить энергию из отсека в отсек, да-да. Легко. Открыть переборки, слишком толстые, чтобы быстро прожечь их. Восстановить энергию во всех отсеках не могу. Люкокриф ответил пронзительным, резким тоном. Много лишних отсеков. Отрежем питание. Затем двигаемся дальше. Будет сделано, сказал Вараша и начал перенаправлять скудные запасы энергии, оставшиеся в кровеносной системе корабля, в отсеки, через которые собирались двигаться рапторы кровавых глаз. По его расчетам, Вараша должен был сэкономить почти час, который ушел бы на прожигание задраенных дверей на их пути. Что это за корабль? Спросил Люкокриф, подняв лицо к потолку и ища какие-либо знаки принадлежности или отличия. Ответ пришел от другого раптора. Не прошло и десяти секунд после того, как вожак задал вопрос, как Зонла обнаружил тело. Облаченное оно лежало на платформе высоко над полом инженариума. Хотя когти свирепых чужаков искромсали его на куски, эмблема в виде бронзового дракона на нагруднике явственно демонстрировала его принадлежность. Тринадцатый легион, прошипел раптор, отскакивая в отвращении. Язык Зонла обожгло от внезапного желания плюнуть едкой слюной на разложившиеся до костей труп. Вараша подключился к угасающему энергетическому ядру корабля и повернулся к Люкарифу. Ненужные отсеки отключены. Корабль называется Протей. Да-да, тринадцатый легион. Люкариф усмехнулся за лицевым щитком, с которого взирали красные глазные линзы. Ниже по щекам двойными ручейками сбегали серебряные и алые слезы. Таков был облик всех его братьев из кровавых глаз. Каждый из них взирал на мир сквозь шлем с раскосыми глазами и плакал слезами из ртути и крови. Саламандры, в старой войне мы убили многих. Удивительно, кто-то из них еще жив. Подожди, подожди. Вараша никогда не говорил по-настоящему, речь ему заменяла шипение и щелканье, хотя другие рапторы могли легко понять смысл его изломанной речи. Я чую других, я слышу других поблизости. Люкариф напрягся, как и его братья, и наклонил голову. Он тоже это услышал, звуки стрельбы. Саламандры, прохрипел Зон-ла, еще живые на корабле. Люкариф уже неуклюже двигался к двойным дверям, которые вели дальше в глубины корабля. Ненадолго. Девять из вас останутся с Варашей, другие девять за мной. Ксарл и Узас, оба воины первого когтя, поливали проход огнем на подавление, и болтеры дергались в крепко стиснутых кулаках. Выстрелы Узаса распределялись случайно, поражая ту тварь, что привлекло его внимание в этот конкретный миг. Ксарл же был полон контролируемой агрессии, он то пробивал черепа ксеносом, подобравшимся ближе других, то повергал тех, которые пытались снова подняться. тварь. Они оба уловили потрескивающее сообщение Талоса, и оба были одинаково разъярены. Кровавые глаза, на несколько часов опережавшие их на пути в глубины скитальца, повстречали верноподданных Астартес. Саламандры. Слишком далеко, гораздо дальше, чтобы первый коготь до них добрался. Талос приказал своим братьям охранять Делтриана и защищать коридоры от угрозы чужаков. Ксарл сконцентрировал гнев, превратив его в жажду убийства, вытащил цепной меч и принялся рубить направо и налево по гинокрадам, подбиравшимся достаточно близко к воинам. Узас, никогда не отличавшийся деликатностью или самоконтролем, выл о своей досаде равнодушным стенам и разрывал чужаков выстрелами болтера, ударами цепного клинка и даже голыми руками. Люкарив, это Талос. Не до слов, идет охота. Сначала оцените степень угрозы, не вступайте в бой, если не уверены в победе. Трус! У нас здесь эхо проклятия, глупец. Мы можем обезвредить их корабль из космоса и применить абордажные капсулы, когда захотим. Не вступайте в бой, если не уверены в победе. У вас недостаточно сил, чтобы сражаться с терминаторами. Ответа не было, только яростный лязг когтей по металлическому настилу. Талос медленно выдохнул. Дыхание вышло через звук с динамики шлема с крыжищущим хрипом демона. Он отдал приказ, чтобы ударный крейсер уменьшил расход энергии и активировал вопль, если какой-нибудь имперский звездолет появится в системе. Шанс на то, что корабль Саламандр засечет и уничтожит Эхо невелик, но Талос был далек от оптимизма. Делтриан слишком задерживался, а Люкарив, как всегда, оказался неконтролируемым звеном. Первый коготь, сказал ввок Сталос. Доложить о ходе работ. Старейшая завернула за угол, цепляясь за стены когтями, ищущими опору в древней выгнутой стали. Оно не замедлилось даже на долю мгновения. Едкая слюна обжигала челюсти, сползая вниз по подбородку. Добыча, двое, впереди. Старейшая перепрыгнула через тела павших сородичей, стремглав бросилась на потолок и побежала по нему вперед, не замедляя движение. Когти с чудовищной скоростью хватались за металл, пробивая дыры. Оно расшвыривало своим телом меньших сородичей, продиралось сквозь тех, кто был достаточно высок, чтобы загораживать ему проход. В лучшие времена связь с разумом старейшего заставляла их почтительно и поспешно убираться с пути, когда они чувствовали приближение своего владыки. Перезаряжаю! Меркуциан упал на колено и выбросил опустошенную обойму из тяжелого болтера. Саирион, стоявший рядом, прицелился из своего оружия и в коридоре эхом отдался знакомый грохот болтера, стреляющего в полном автоматическом режиме. Заряжай быстрее! Продолжай стрелять! Огрызнулся Меркуциан. Проклятие! Оно на потолке! Продолжай стрелять! Под ним и вокруг него лопались и трескались бронированные тела его сородичей, сраженных огнем обороняющейся добычи. Их было двое, и они извергали отвратительный поток горящего гнева, который разносил собратьев старейшего на куски. Раскаленные снаряды начали разбиваться о шкуру старейшего. Внезапно оно вспомнило чувство боли. Меркуциан вогнал новую обойму в приемник и снова поднял тяжелый болтер. Прошло три томительных секунды, прежде чем он вновь ожил, и его внутренние механизмы снова залязгали. Мельком взглянув, он увидел, что болтер Саириона опустошает ряды более слабых существ, однако огромная тварь все еще визжала, мчась по потолку сквозь шквал болтерного огня, метр за метром пожирая оставшееся до них расстояние. Он не стал подниматься с колена. Оставаясь в том же положении, он дернул рычаг спуска и ощутил толчок стабилизаторов доспеха, компенсирующих отдачу орудия. Тяжелый болтер затрясся, изрыгая поток высокоскоростных взрывчатых болтов, и каждый из них вырвал кусок покрытого хитином мяса из экзоскелета твари. Когда двенадцатый болт достиг цели, существо рухнуло с потолка прямо в массу меньших созданий, бурлящую внизу. Меркуциан опустил ствол и позволил своему орудию снова обрушить на них огонь. Старейшая почувствовала запах собственной крови, и каким-то образом это поразило его больше, чем боль открытых, кровоточащих ран. Он пересиливал запах ранений его сородичей, затмевал его силой и насыщенностью. Существо властитель согнуло поврежденные конечности, поджимая их ближе к телу. Оно недооценило добычу. Та оказалась свирепой. С добычей нельзя было сражаться на равных, но следовало тайно выслеживать ее, как мясо, на которое охотятся. Это был путь, голод старейшего затмил пред ним путь, но боль, принесенная ошибкой, послужила надежнейшим напоминанием. Сгорбившаяся, побежденная, но совершенно лишенная стыда, старейшая прорывалась обратно по коридору, убивая собственных сородичей, дабы сбежать от добычи. Некоторое время спустя, снова оказавшись в безмолвной темноте, оно расправило израненные конечности, ожидая, когда прекратится кровотечение. Беззвучный крик, одинокий импульс мысли, огласил палубы наверху и внизу. Множество сородичей, расползшихся по улью и также ослабленных голодом, развернулось и пробудилось из состояния почти спячки. Старейшая двинулась прочь, намереваясь самостоятельно напасть на добычу, но позже и запасшись терпением. Меркуциан опустил тяжелый болтер и сполз вниз по стене. Саэрион пристегнул болтер к бедру и вытащил пистолет и цепной клинок. Наконец-то в коридоре наступила благословенная тишина. Разве что иногда конвульсивно содрогался мертвый Ксенос. Талос, это Саэрион. Говори. Затрещал в канале Вокса голос пророка. Этот участок пока безопасен. Предупреждаю, один из этих генокрадов огромен. Меркуциан всадил в него достаточно болтов, чтобы в клочья порвать демона, а тот только завыл и сбежал. Клянусь именем нашего отца, эта ублюдочная тварь как будто смеялась убегая. Теперь отходим к техно-жрецу, чтоб его. Ясно. Долтриан настаивает, что это именно тот корабль. Он взломал хранилище данных у правого борта. Наконец-то. Так это титаноносец? Был. Теперь больше похож на улей Ксеносов. Гнездо генокрадов, близких к смерти от голода. Хорошо бы знать, что мы недаром потратили уйму времени, забравшись сюда. Это значило бы, усмехнулся Талос, что наконец-то что-то пошло так, как надо. Вокслинк затих. Примерно в семи метрах от Саириона зашевелился мертвый генокрад. Тот разнес ему голову одним выстрелом болт пистолета. Меркуциан кряхтя поднялся на ноги. Теперь понятно, почему трон посылает в такие места терминаторов. Старейшая скачками мчалась по темным туннелям, припадая к полу и без усилий перепрыгивая то на стены, то на потолки. Оно углублялось все дальше и дальше вулей, обходя стороной добычу, пахнущую незнакомым металлом и пороховым огнем. Они были сильны, а старейшая ослабла как никогда. Ему нужно было насытиться более легкой добычей, чтобы восстановить силы. И здесь была другая добыча. Старейшая все еще чуяла ее запах даже поверх зловония собственных ран. Этот запах был сильным и соленым как кровь, и это была та еда, которой так терпеливо дожидалась старейшая. Однако ее охраняла бронированная добыча. Они окружили ее, блокируя проходы и, затаившись в засаде, готовые причинить новую боль. Старейшему надо было избегать их, карабкаться и красться по самым тесным лазам и продирать новые тоннели в стальных стенах улья. Оно бежало, рвало, прыгало и раздирало, ощущая, как все больше сородичей пробуждаются ото сна. Наконец, оно добралось до обширного участка, принадлежащей его роду территории, где обитали некоторые из его собратьев. Человеческая добыча была здесь, пряталась в этих огромных покоях. Старейшая снова расправила израненные конечности. Кровь больше не текла. Со временем придет настоящее исцеление. Пока что хватит и того, что прекратились кровотечение и боль. В темноте старейшая пустила слюну и с новой силой двинулась вперед. В его разуме ожило что-то первобытное, инстинктивное и корабль сотряс беззвучный вопль. Нужно призвать сородичей. Септим наблюдал за сервиторами, работающими в помещении. Иногда визор его скафандра затмевал пар дыхания, но когда тот прояснялся, зрелище оставалось неизменным. Бионические рабы снимали с мест тяжелые запоминающие устройства кагитаторов и закрепляли у себя на спинах. Облаченный в мантию техноадепт Делтриан руководил их деятельностью из-за главной консоли в комнате, полной неработающих мониторов и процессоров. Тысячи лет назад это было сердце военного корабля Механикус, перевозившее Титанов и улучшенных солдат между звездами. В этой самой комнате техножрецы вершили свои дела, понятные лишь посвященным. Хранили информацию о бесконечных крестовых походах, фотопулеметные записи сотен сражений, бесчисленные вокс-передачи целых поколений командиров Титанов и офицеров пехоты, и наиболее важные ключи кодом, голосовые отпечатки и защитные шифры Легиона Титанов, которому когда-то принадлежал этот корабль. Все это в сумме и было тем, зачем явился похожий на скелет техноадепт. Шансом заявить притязания на миллион секретов культа Механикус. Такие знания стоили любого риска. Они даровали бесконечные возможности для старой войны против ложного императора и отребья истинного механикума, которая доживала свой век в невежестве, агонизируя на поверхности великого Марса. Все же было сложно убедить повелителей ночи в необходимости этого, в том, какие возможности стоят на кону. Их удалось заманить соблазнительной перспективой мародерства. По мнению техножреца, это был грубый компромисс. Насколько Долтриан еще мог воспроизводить человеческие эмоции, он питал некоторое уважение к воинам Восьмого Легиона, однако его удручала их недальновидность относительно того знания, что он здесь добыл. И все же всегда можно было положиться на их искреннюю тягу к пиратству. На этом пристрастии он и сыграл. «Вы слышали это?» спросил Септим. В Воксе слышалось его дыхание. «Первый коготь вступил в бой с каким-то огромным существом». Долтриан перенаправил незначительную долю внимания на ответ. «Корпоратор Примус». «Что?» Особенности голоса человека показывали, что он скорее смутился от непонимания, а не из-за того, что неверно расслышал. Долтриан издал вокабулятором раздраженный импульс статического шума, самый близкий ко вздоху звук, который он мог произнести. «Корпоратор Примус, патриарх выводка генокрадов. Альфа-особь, высший хищник». «Как можно убить такую тварь?» «Нам никак. Если оно найдет нас, мы умрем. Теперь прекрати вакаризировать, я занят делом, требующим концентрации». Долтриан наслаждался относительной тишиной еще три минуты, а затем в консоли, за которой он работал, эхом отдалась дрожь далеких шагов, слишком быстрых для человека, слишком легких для Астартес. От далекой поступи панели вибрировали, смертный бы не ощутил их дрожи, однако ее регистрировали чувствительные подушечки на металлических пальцах техноадепта. На мгновение он прервал концентрацию, чтобы отправить короткую очередь цифрового кода, отразившуюся готическим текстом на экранах визоров первого когтя. «Угроза генокрадов пересекла периметр, моя работа на уязвимой стадии». Завершив эту задачу меньше, чем за один удар сердца, Долтриан продолжил работать, вводя цифровые ключи, которые должны были проникнуть сквозь замки, кодирующие информацию внутри кагитатора. Он был близок, очень близок к тому, чтобы опустошить хранилище данных этого терминала и с неудовольствием осознавал, что вскоре появится отвлекающий фактор. Кровавые глаза карались похожие на керамитовых горгулей с искаженными, безмолвно воющими лицами. Туннели здесь были шире и просторнее, под потолками крепилась вторичная палуба и свисали спутанные кабели. Там, на этой палубе, среди толстых проводов, которые служили кровеносными сосудами маломощному кораблю, кровавые глаза ждали добычи. И она уже заглотила наживку. Воин в массивной зеленой терминаторской броне топал без всякой грации, грохоча по коридорам и стреляя в тени из закрепленной на подвеске ротаторной пушки. С ним что-то было не так. С высоты повелители ночи слышали, как верный трону Астартес бронит несуществующих врагов, очевидно, сражаясь в бою, который не имел ничего общего с реальностью. Выжженные дыры усеивали стены там, где в них врезался поток огня, извергаемый пушкой в долгих яростных вспышках. Кровавые глаза обменялись по воксу приглушенными смешками и уставились вниз на бредящего воина. Было ясно, что его одолевало крайне забавное безумие. И все же он заглотил наживку. Шарген по-прежнему уводил терминатора вперед, показываясь из разных проходов и из-за углов, мелькая перед ним темными доспехами и пронзительно крича в вокс динамики шлема. Чтобы себе не представлял Саламандра, он по-прежнему неотступно гнался за Шаргеном, не обращая внимания на рапторов, крадущихся в нескольких метрах над ним и ползущих на четвереньках между настилом и силовыми кабелями. Только когда люк говорив щел, что они зашли достаточно далеко, они захлопнули ловушку. Закройте двери, прошипел предводитель. Обе переборки с грохотом закрылись, отрезая коридор от остального корабля. Вдали у панели управления в глубине корабля Вараша и вторая группа кровавых глаз рассмеялись. Терминатор остановился посреди коридора. У него еще оставалось достаточно здравого смысла, чтобы понять, что он в ловушке. Воин наконец посмотрел вверх и десять цепных мечей зажужжали, оживая. Кровавые глаза цеплялись за вторичную палубу, за протянутые поверху провода, даже за стены и потолок. За мгновение до того, как рапторы устремились вниз, Люкариф прошептал в Вокс «Убейте его!» Талос вошел в хранилище данных. В этой части корабля «Механикус» восстановили гравитацию и вместе с ней вновь появилась искусственная атмосфера. Корабль автоматически отрезал пустые отсеки переборками. Появление воздуха также добавило новый аспект этой странной охоте. Вернулся звук, и он не был приятным, внутренние устройства модулей памяти гремели и дребезжали, словно двигатель какого-то еле ползущего транспорта. Во внутренностях кагитаторов грохотали поршни. Талос не желал знать, зачем древним машинам-хранилищам требовались эти подвижные части, и за те шесть минут, что прошли после восстановления атмосферы сервиторами Долтриана, звук неуклонно раздражал его все больше и больше. Вариэль добрался до зала несколькими минутами ранее пророка. Когда вошел Талос, самый новый член первого когтя кивнул в знак приветствия, но ничего не сказал. Его доспехи демонстрировали принадлежность к новым братьям, однако были лишены множества украшений, свойственных им. Наплечники Вариэля, вместо увенчанного демоническими крыльями крылатого черепа восьмого легиона, демонстрировали знак в виде когтистого кулака, изображенного на разбитом мити. Наруч на левой руке Вариэля представлял собой модифицированный нортециум, содержащий капсулы с жидким азотом, сверла для плоти, пилы для костей и хирургические лазеры. Хотя его забрало больше не было окрашено в белый цвет апотекария, он все еще носил инструменты своего ремесла. Вместо свисающих на цепях человеческих черепов, боевой доспех Вариэля украшали расколотые шлемы Астертес из красных корсаров. Эти отличия, не очень заметные, но значительные, выделяли его среди остальных членов первого когтя. Талос и Вариэль крепко сжимали болтеры, едва уделяя внимание работе Долтриана, и вместо этого, внимательно разглядывая пространство зала и ряды пустых экранов кагитаторов. Септим не снял шлем, хотя уже можно было дышать воздухом. Он подошел голосу, бросив косой взгляд на занятого своим делом техножреца. «Хозяин», обратился он по Воксу к гиганту Астертес. Талос уделил Септиму мгновение, глянув на него. Длинные волосы раба, гладкие от пота, были стянуты в неряшливый конский хвост. Бионические части лица, ухоженные и начищенные, поблескивали, отражая свет ламп над головой. «Септим, приготовься, все наши близко». Раб Легиона не спрашивал, почему все, кроме него, знают, что приближается. Он давно привык, что человеческие чувства делают его неполноценным в сравнении с воинами, которых он все еще инстинктивно называл про себя полубогами. «Хозяин, почему вы привели меня сюда?» Талос, похоже, смотрел на далекую и скрытую тенью стену. Он не ответил. «Хозяин, почему ты спрашиваешь?» ответил воин, все еще едва уделяя ему внимание. «Ты никогда раньше не сомневался в своих обязанностях?» «Я хочу лишь понять свое место и роль». Талос отошел в сторону, держа болтер на готове. Из дыхательной решетки повелителя ночи донеслось искаженное воксом рычание. Септим напрягся и не пошел следом. «Я чувствую твой страх. Ты здесь не в качестве приманки. Сохраняй оптимизм. Мы не дадим тебе погибнуть». Далтериан предположил иное. «Септим, мы можем задержаться здесь на несколько дней. Я хотел, чтобы ты был поблизости и выполнил свой долг, если нашим доспехам потребуется ремонт». Дней. Дней. Так долго, хозяин? Раздалась серия щелчков. Талос переключился на вокс-канал, доступный лишь ему и его рабу. «Из уважения к досточтимому техноадепту я не скажу, что Далтериан работает медленно. Я изменю формулировку и скажу, что он работает педантично. Но ты понятливый, Септим. Ты знаешь, каков он». «Да, но все же, хозяин, это правда может занять несколько дней?» «Искренне надеюсь, что нет. Это уже отняло много времени. Если «Ловец душ!» Талос тихо выругался, и на Настрамском его проклятие звучало, как изысканные стихи. Голос, доносившийся из вокса, был хриплым, почти скрипящим. Люкариф был взбешен, и это явственно слышалось в его словах. «Да, Люкариф». «Их слишком много». «Подтверди наличие ксеносов в...» «Не чужие, ублюдки вулкана, целых две бригады, они убивают и убивают кровавых глаз мертвы, девять никогда не поднимутся, девять из двадцати». «Успокойся, брат». Талос с трудом подавил желание осыпать вожака раптора вбранью за его проклятое тщеславие. Его глупость стоила девяти жизней в битве, которую невозможно было выиграть без терпения и осторожности. Была ошибка испустить их с поводка. «Я иду к Вараже», прошипел Люкариф. «На этот раз мы их всех перебьем». «Хватит! Ты отступишь наконец? Подождешь, пока мы перегруппируемся на корабле и ударим с космоса? Но...» «Хватит! Отступай ко второй команде и покинь Протей. Вернись к первому когтю, и мы будем готовы покинуть скиталец. Пусть рабы трона суетятся над собственной добычей». «Понял». «Люкариф, подтверди дальнейшее действие». «Отступать, найти варашу, вернуться к первому когту». «Хорошо». Талос прервал вокс-связь и сглотнул полный рот горькой, едкой слюны. Не в первый и не в последний раз он подумал о том, как ненавидит обязанности командира. Люкариф отшвырнул мельтаган и тот слязгом упал на пол. Он ему больше не понадобится. Из вентиляционных отверстий на спинных двигателей все еще струился жидкий дымок. Они постепенно угасали после резкого рывка, когда он взлетел к потолку, спасаясь от сокрушительного огня штурмболтеров, принадлежащих элитным воинам Саламандр. При помощи мельтагана, орудия, снятого с судорожно подергивающегося трупа Шаргена, он выжег дыру в потолке и сбежал на верхний уровень. Его самого ранили, нагрудник треснул и Люкариф чувствовал, что сила его доспеха истощилась, болтерный огонь разорвал какие-то важные каналы подачи энергии. Ходьба на двух ногах была трудным испытанием даже для здорового Люкарифа, поэтому он полз, как ему было привычно, всеми четырьмя лапами нащупывая твердую опору. Губы были мокры от крови, боль от ран, раздражало его, но не более того. Да-да? Вокс невыносимо искажал звук. Доспех Люкарифа был в худшем состоянии, чем он думал поначалу. Помехи затмевали его визор в самые неподходящие моменты. Приказ возвращаться к первому когтю. Я слышал, ответил Вараша. Я повинуюсь. Подожди, подожди. Больше саламандр, чем мы видели в первый раз. Гораздо больше. Найди гнезда ксеносов. Пробуди чужих. Приведи чужих к саламандрам. Оба врага дерутся. Оба врага умирают. Возмездие за кровавые глаза. Вараша ответил змеиным смешком. Иди же! Хрипло выкрикнул Люкариф. Отведи ксеносов к саламандрам. Мембраны, защищающие чувствительные глаза старейшего, раскрылись с влажным щелчком. Оно осмотрело длинное помещение, видя слабые, но явные признаки движения. Человеческий запах теперь был сильнее, гораздо сильнее. Старейшее начало краситься вперед, скребя когтями по металлическому полу. В помещение вошли еще двое из более опасной разновидности добычи, той, что владела грохочущим оружием с пробивающим огнем. Хотя звериный ум старейшего не считал их за существ, способных его убить, оно хорошо выучило урок. Такую охоту не провести в одиночку. Старейшее уже какое-то время безмолвно ревело из своего укрытия в тенях. Его сородичи приближались десятки за десятками, шли из туннелей и камер, находящихся поблизости. Их будет достаточно, чтобы одолеть даже самую опасную добычу. Я вижу его, сказал ввокс Талос. Он всмотрелся вдаль, в 600 метров мрака, тянущихся на север. Оно секунду назад появилось из стены. Я тоже его вижу, донеслось от Вариэля. Он приблизился к Талосу и приподнял болтер. Его тепловое зрение с легкостью пронзало мрак. Кровь императора, Меркуциан не солгал. Владыка выводка, пробормотал пророк, глядя на отвратительного чужого, сплошь покрытые хитином конечности, когтистые придатки, луковицеобразный череп, и этот ксенос подкрадывался все ближе. И при огромный, стреляй, когда оно подберется на достаточное расстояние. Старайся не повредить настенные кагитаторы. Будет выполнено, сказал Вариэль, и Талос уловил в голосе новичка оттенок нежелания. Он относительно недавно вступил в ряды восьмого легиона и не привык получать приказы. Талос поднял болтер, вглядываясь в целеуказатель, и набрал воздуха, чтобы созвать остальных. В этот момент Вокс взорвался грохотом оружия инострамскими проклятиями. Весь первый коготь сражался с захлестываем и волнами ослабленных тварей. У остальных, очевидно, были свои проблемы. Руна дистанции на подернутом алым визоре Талоса побелела. В этот Севариэль открыли огонь. Неуловимо быстрыми движениями пальцы Делтриана нажимали кнопки, перемещали рычаги и настраивали реле. Код, скрывающий от него желанную информацию, был удивительно сложен, и для его взлома требовался определенный уровень работы с инструментами, даже при том, что лично изготовленные им ключи делали свою работу, перепрограммируя кагитаторы. Это не было неожиданностью, однако для такой работы требовалось разделение внимания, что техноадепт находил неприятным. Ко всему прочему, добавлялась перестрелка в 50 метрах слева, раздражавшая его шумом, поскольку болтеры едва можно было назвать тихим оружием, а корпораптор примус, разновидность ксеносов, которую Делтриан никогда не наблюдал самолично, непрерывно выл, претерпевая процесс разрывания на части взрывчатыми снарядами. К хриплой трескотне болтерного огня добавилось крак-крак-крак-крак ласпистолетов септима, что занятным образом походило на партию ударных. Почти что, почти. Вокабулятор Делтриана издал блеяние на машинном коде, звук, который показался бы металлически резким и плоским любому, кто не был обучен пониманию этого уникального языка. Для него это был первый за много лет звук, столь близкий к выражению радости. Шестнадцать отдельных плат памяти выскользнули из ячеек данных главного кагитатора. Каждая была размером и формой примерно как человеческая ладонь. Каждая хранила в себе столетия записанных сведений, восходящих к годам создания этого корабля. И каждая была бесценным артефактом, дающим непревзойденные возможности. «Все сделано», сказал техноадепт и начал собирать платы, явно не осознавая, что никто не обращает на него никакого внимания. Он повернулся к сражающимся как раз вовремя, чтобы увидеть, как чужеродная тварь, чье тело представляло собой массу рваных ран, с неровными, сочащимися жидкостью кратерами на месте яйцевидных глаз, вонзила одну из немногих оставшихся конечностей в колено Варриэля. Серп из почерневшей кости, с растрескавшимся и кровоточащим лезвием подрубил его смертоносной дугой. Керамитовая броня разлетелась в дребезги. Астартес повалился с отсеченной ногой, продолжая стрелять в чудовище, приближающееся к нему, чтобы убить. Однако смертельный удар нанес Талос. Его доспехи уже превратились в месиво изрубленных когтями металлических пластин. Пытаясь подобраться достаточно близко, чтобы использовать силовой меч, пророк получил удар очередной молотящей вокруг конечности, которая попала ему сбоку в голову. Молния задрожала на оживающем золотом клинке, когда полуотсеченная лапа лезвия патриарха Генокрадов слязгом столкнулась со шлемом повелителя ночи. Белые осколки забрало, градом посыпались на металлическую палубу. Теперь Талос был достаточно близко. С лицом наполовину обнаженным и кровоточащим от последнего удара твари, он вогнал свой священный меч руками погрузил его в тело сквозь экзоскелетную броню и отвердевшие подкожные мускулы и, наконец, достал до уязвимой плоти и податливых костей. Он повернул, дернул, выругался и потянул меч, двигая им будто пилой налево и направо и из расширяющейся раны начала изливаться зловонная кровь. Чужой снова завизжал, кислотная кровь брызнула из-за разбитых зубов, осыпая доспех Вариэля ливнем шипящих капель. Талос еще раз повернул и рванул на себя золотой клинок и голова зверя отвалилась от туловища. Существо рухнуло. Оно дернулось раз или два, жуткие раны, покрывавшие его тело, источали гнилостные жидкости вперемешку с темной кровью. Запахло, как позже рассказывал Септим другим рабам на корабле, чем-то средним между мертвецкой и мясной лавкой, которую в жару оставили открытой на месяц. Вонь пробивалась через любые воздушные фильтры и застаивалась в ноздрях. Броню Вариэля испещрили латунно-серые отметины, там, где коррозивные соки из пасти зверя разъели краску его доспеха. Отрубленная нога не кровоточила, коагулянты в крови Астартес уже работали, сращивая края раны и покрывая ее коркой. Боль заглушали наркотические инжекторы доспеха, вводившие в кровоток стимуляторы и болеутоляющие. И все же он изрыгнул проклятие, отползая от затихшей твари, и выругался на языке, который понимал только он. Делтриан проанализировал его лингвистические особенности. Вероятнее всего, это был диалект Бадаба, язык родного мира Вариэля. Детали были несущественны. Доспехи Талоса практически полностью лишились цвета, кислоты и жгучая кровь изъели керамид и выжгли темную краску. Он осмотрел дымящееся тело твари. Из-за повреждений, нанесенных шлему, можно было разглядеть половину его лица. Техноадепт увидел, как пророк оскалился и всадил еще один снаряд Болтера в отсеченную голову мертвого чужака. То, что оставалось от черепа Гинокрада, исчезло, разлетевшись мокрыми фрагментами, застучавшими по стенам, полу и доспехам самого Талоса. Септим посмотрел на него, переводя дыхание. Восстановление и перекрашивание обоих древних доспехов займет у него немало времени. Он чувствовал, что будет лучше не говорить об этом сейчас и вместо этого сунул в кабуры гвардейские лаз-пистолеты, после чего привалился к стене. К черту все это! Выдохнул он. Делтриан наблюдал за этой сценой ровно четыре и две десятых секунды. Я сказал, все сделано. Он не мог скрыть растущее нетерпение в голосе. Может мы уже пойдем? Когда эхо проклятия двинулся прочь от скитальца, вопль затих и плазменные инверсионные следы протянулись в вакууме позади корабля. Сверкая двигателями, выдыхая пар в космос, эхо оторвался от огромного конгломерата заброшенных кораблей. На командном троне, все еще облаченный в серый и покрытый трещинами испорченный доспех, Талос смотрел в окулус. Тот показывал участок открытого космоса и только. Как давно они покинули систему? Спросил он. Это были его первые слова с тех пор, как он вернулся и сел на трон. Ответил на них один из пожилых людей офицеров, все еще носящий униформу имперского флота, хотя и лишенную знаков императора. Чуть больше двух часов назад, господин, корабль Саламандр опасно перегревался. Мы думаем, что вопль лишил их мужества, они сорвались с орбиты и бежали, вместо того, чтобы искать источник сигнала. Они не обнаружили корабль? Они даже не пытались его найти, господин. Они забрали абордажную команду и пустились в бегство. Талос покачал головой. Сыны вулкана незлобивы и медлительны, однако они Астартес и не ведают страха. Чтобы не заставило их уползти из системы, это было делом огромной важности. Как скажете, господин, какие будут приказы? Талос фыркнул. Два часа, преимущество не из тех, что нельзя преодолеть. Следуем за ними, пусть все когти будут наготове. Когда мы их догоним, то вырвем из варпа и разберем их корабль по косточкам. Будет сделано, повелитель. Пророк позволил в то время, как корабль вокруг наполнился суетой. В зале раздумий располагались немногочисленные реликвии, оставшиеся от павших воинов Талоса. В более славные эпохи подобный зал был бы прибежищем молящихся, местом очистительных медитаций, хранилищем истории легиона в виде оружия и доспехов, которыми когда-то владели его герои. Ныне же он был и не совсем мастерской, и не до конца кладбищем. Повелителем зала был Делтриан, и здесь его воля и слово были законом. Сервиторы работали за различными установками, ремонтируя части доспехов, заменяя зубчатые цепи застопоривших мечей, производя новые боеприпасы для болтеров и создавая их взрывчатую начинку. Здесь, в оберегаемых ритуалами стазисных полях, на мраморных пьедесталах возвышались богато украшенные саркофаги павших воинов, дожидающихся того времени, когда их поместят в тела дредноутов и снова пошлют в бой. Неподалеку бурлили наполненные жидкостью баки, в большинстве своем пустые, ждущие чистки и промывания. Несколько были заняты обнаженными фигурами, которые нельзя было толком разглядеть в молочно-белых, насыщенных кислородом околоплодных водах. Делтриан вернулся в свою Святая Святых несколько минут назад и уже помещал платы данных в ячейки собственных кагитаторов, чтобы извлечь их знания в свои банки памяти. Двери в зал раздумий оставались открыты. Делтриан позволил данным копироваться без его надзора и вместо этого дожидался гостей. Наконец они прибыли. Двенадцать воинов шли неровной вереницей. На каждом Астартес виднелись следы недавней и жестокой схватки. Все они пережили еще шесть мучительных часов на скитальце, отражая атаки генокрадов и преследуя проклятых тварей до самых их гнезд. Саламандры проделали превосходную работу истребляя их, но все же потеряли шестерых воинов на борту протея, благодаря усилиям вараши и кровавых глаз, которые направляли все новые волны ксенотварей в их часть корабля. Шесть потерянных душ, шесть павших воинов. На первый взгляд казалось, что это немного. Повелители ночи потеряли девятерых, все они были из кровавых глаз. Люкарифа это, похоже, не беспокоило. Слабые падают, сильные поднимаются, сказал он, когда они вернулись на борт эхопроклятия. Делтриан заметил, что это было наиболее философской мыслью из всех, которые когда-либо высказывал деградировавший воин. Предводитель кровавых глаз не ответил на это. Теперь Делтриан смотрел, как двенадцать астертес входят в зал раздумий. Каждая пара несла немалый груз, изломанное тело одетого в доспехи воина Саламандры. Один из убитых был изрезан с хирургической точностью и вместе с тем радостной жестокостью, сраженной кровавыми глазами и заслужившей сомнительную честь погибнуть первым. Другие несли на себе следы свирепых атак генокрадов, пробитые нагрудники, расколотые наручи и поножи, разбитые шлемы. Но ничего такого раздумывал Долтриан, что нельзя было бы починить. Повелители ночи разложили тела на мозаичном полу. Шесть мертвых Саламандр. Шесть мертвых Саламандр в терминаторских боевых доспехах со штурмболтерами, силовым оружием и редкой ротаторной пушкой, орудием, практически неизвестным среди легионов предателей, которые были вынуждены воевать подобранным на полях битв снаряжением и древним оружием. Эти трофеи, эта священная добыча во имя благословенного бога машины стоила бесконечно больше, чем жизни 14 повелителей ночи. Долтриан погладил эмблему ордена Саламандр, дракона, вырезанного на черном камне на наплечнике одного из павших воинов. Подобные символы можно убрать, а сам доспех модифицировать и переделать. Машинные духи внутри озлобятся и станут более пригодны для нужд 13-го легиона. Пусть повелители ночи пока что плюются и сыплют проклятиями. Техножрец видел это в их черных глазах. Каждый понимал ценность этих трофеев и надеялся стать одним из немногих избранных, кому будет дозволено носить эти святые доспехи, когда они будут осквернены и подготовлены. Энди Хоар Чистолюбие не знает преград Сообщи показания приборов Иоахим! Бриэль Герит пыталась перекричать яростный ветер. Я ни черта не вижу! Авгур показывает 2,50 мэм! Отозвался компаньон и советник Бриэль, голос которого едва пробивался через какафонию воющей бури. Изображение вот-вот появится! Все! Крикнула Бриэль и остановилась, вытянув шею и глядя вверх. На фоне клубящихся темных пурпурных туч появился еще более темный силуэт. Она попыталась оценить его высоту, но чувства смешались, не способные осмыслить его чуждую геометрию. Возносящееся к небу строение с плоскими гранями могло возвышаться в считанных метрах перед Бриэль, а могло и во многих километрах вдали. «Два пятьдесят», повторила Бриэль. Так ее советник оценивал расстояние до их цели. В то время, как она смотрела на очертания сооружения, его подобные скалам грани похоже смещались, как будто малейшее изменение ракурса выявляло новые поверхности и углы. «Если ты так считаешь, все готовы?» Бриэль повернулась, чтобы осмотреть свой небольшой отряд, члены которого появлялись из закутывающей все вокруг пелены бури. Она приподняла визор бронированного защитного костюма и холодный воздух ворвался внутрь, обжигая открытые щеки. Щурясь от ветра, она с удовлетворением осмотрела боевой порядок дюжины бойцов. Они следовали за ней с ее корабля ясного света, который ожидал на высокой орбите над мертвым миром, куда она прибыла в поисках богатства для своего клана вольных торговцев. Каждый был хорошо вооружен и одет в броню, а их лица скрывали тяжелые ребризеры. Их предводитель, молчаливый Сантос Квинн, выступил вперед, заслоняя гораздо более низкорослый силуэт адепта сета старшего астропата Бриэль. «Все готовы, миледи», доложил Квинн. Его татуированное лицо было еле видно через визор костюма. «Однако буря усиливается», добавил он, бросив взгляд вверх на бушующие небеса. «Принято к сведению», кивнув, ответила Бриэль и перевела взгляд на астропата. «А ты, адепт, есть о чем доложить?» Астропат шагнул вперед, склонив скрытую шлемом голову перед госпожой. Через визор можно было разглядеть лицо адепта, жуткую массу шрамовой ткани. Глаза его были пустыми ямами, а нос и рот едва различимы. Связывание души, ритуал, которому подвергся освещенный милостью императора Астропат, так искалечило его тело, что он постоянно испытывал боль. И все же, несмотря на то, что адепту Сету был недоступен нормальный спектр человеческих чувств, он обладал куда более глубоким восприятием, чем любой обычный человек. «А для меня это место мертво, госпожа», ответил Астропат. Голос адепта немногим отличался от гортанного хрипа, настолько истерзано было его горло. Однако Бриэль ясно слышала его слова, ибо он говорил мыслями, возникающими прямо в ее голове. «Мертво, однако я чувствую эхо, отзвуки древних мыслей или же тень сновидений. Я не могу сказать, что именно». Бриэль заметила презрительную ухмылку, проскользнувшую по лицу Сантоса Квина при этих словах. Она знала, что мужчина, будучи уроженцем дикого мира, подозрительно относится к Сету и его способностям. Однако девушка понимала, что имел в виду Остропад, так как ей казалось, что она тоже улавливала очень слабое эхо, отдаленные мысли, летящие на беспокойных ветрах. Ей было неведомо, какой чуждый разум породил эти мысли, но она верила, надеялась, полагалась на то, что это было лишь эхо какой-то древней и давно мертвой силы. «Что ж, хорошо», сказала Бриэля, пуская визор. «Идем дальше, только осторожно». Бриэль стояла перед изрытой углублениями черной стеной огромного чужеродного сооружения. Хотя поверхность была всего на расстоянии руки, она ощутила, что нужно потянуться к ней и прикоснуться ладонью, чтобы убедиться в этом. Даже через толстую перчатку костюма Бриэль ощущала холод, источаемый камнеподобным материалом, холод, проникавший не только в кожу, но и в душу. «Госпожа…» Бриэль убрала руку, услышав голос Остропата. «Пожалуйста, постарайтесь мне…» «Я знаю, Сет», ответила Бриэль. «Я знаю». Она огляделась по сторонам и обратилась к Квину. «Нам нужно найти вход, прикажи своим людям рассредоточиться». Воин молча кивнул и отошел, чтобы поговорить со своими людьми. Спустя секунду они ушли, как и советник Бриэль и Оахим Хепп, все, кроме самого Квина, двинулись на поиски способа проникнуть внутрь огромного сооружения. Бриэль посмотрела, как Квин проверяет механизм Болтера, а затем надвигает на глаза защитные очки с сенсорами и внимательно всматривается в глубины бури. Он, несмотря ни на что, будет нести стражу подле своей хозяйки. Бриэль вернулась к изучению чужеродной формации. Запрокинув голову, она отметила, что либо грозовые тучи опустились, либо удлинились постоянно меняющиеся грани структуры, так как теперь ее вершину скрывала буря. Не в первый раз девушка задумалась о риске, связанном с экспедицией. Однако она знала, что на мирах, подобных этому, можно обрести огромное богатство. Будучи следующей претенденткой на верховную власть в могущественном клане Аркадиус, Бриэль должна была создать себе имя на просторах галактики, пронизать тьму во имя императора, встретиться лицом к лицу с тем, что могло скрываться в глубинах космоса, чем бы то ни было, и преодолеть его ради человечества. А также размышляла она, скрывая под визором скромную улыбку, попутно нажить несказанное богатство и невообразимую славу. Бриэль весь ее клан возлагали надежды на то, что этот безымянный мир, затерянный в пустоте межспиральных рукавов, может обладать подобными сокровищами. По всей галактике были рассыпаны руины цивилизации куда старше империума человечества, и на таких планетах находились пыльные гробницы, запечатанные еще до того, как человек впервые посмотрел в небеса над древней террой. Было известно, что когда обнаруживались такие гробницы, в них находили реликвии давно вымерших чуждых рас, чудесные артефакты, заодно лишь обладание которыми изнеженные аристократы империума заплатили бы баснословную цену. Подавляющее большинство этих вещиц считалось любопытными произведениями искусства, не имеющими определенной функции. Остальные можно было изучать и раскрывать их действия и необычные возможности. Бриэль знала, что коллекционеры любителей и самозваные эксперты в незаконной науке ксенологии отдали бы все за такие вещи. Все же Бриэль пробирал холодный ужас, невыразимое чувство того, что на этой планете нечто идет совершенно не так. «Что-то шевелится, моя госпожа», предупредил адепт Сет, словно дав слово безымянному страху, гложащему самый край сознания Бриэль. «Что ты чувствуешь, Сет?» спросила Бриэль, осматриваясь в поисках каких-либо признаков опасности. Квин приподнял болтер к широкой груди и приблизился к хозяйке на шаг. «Я чувствую плавящее пламя. Это пламя душа, но оно почти угасло, однако отказывается умирать». «Мне нужно немного больше, Сет», отозвалась Бриэль, удержавшись от менее вежливого замечания. «Нам что-то угрожает?» «Что-то знает, что мы…» Прежде чем Астропад смог договорить, Воксканал вспыхнул жизнью. В уши Бриэль ворвался вой статики, затем его перекрыл голос Иохима Хепа. «Вход! Повторяю, мы нашли вход!» «Оставайтесь на месте!» ответила Бриэль, не совсем уверенная, расслышала ли ее Хеп сквозь мощные атмосферные помехи. «Квин, веди нас!» «Это свежее повреждение, Иохим?» спросила Бриэль у советника. Несмотря на возраст, мужчина был почти так же высокий широкоплечь, как космический десантник. Она подождала, пока он рассмотрит гигантскую щель в подобном скале баку чужатского сооружения, натренированным глазом, отмечая каждую деталь. «Я бы так сказал, мэм!» ответил Иоахим, не отводя взора от открывающегося перед ним зрелища. Бури приближали это тысячелетиями, но само повреждение произошло лишь недавно. Взгляд Бриэль передвинулся с советника на огромный пролом в гробнице чужаков. Будучи всего где-то метр шириной, трещина тянулась вверх на расстояние, которое, наверное, исчислялось многими сотнями метров. Или исчислялось бы, если бы не проклятые пропорции этой штуки. Бриэль подошла ближе, зная, что Квин следует за ней, не отставая. Она подалась вперед, чтобы осмотреть рваный край пролома и попробовать догадаться, что это за материал и что могло повредить его. «Время, моя госпожа», заговорил адепт Сетт в мозгу Бриэль. «Единственная сила, способная навредить такой вещи, как это, само время». Бриэль подняла бровь и бросила косой взгляд на Астропата, понимая, что он прочел ее лежащее на поверхности мысли. Она отвернулась и подошла еще ближе к поврежденной поверхности. На ней было видно, как она предполагала следы ремонта, правда, в очень небольших масштабах. «Возможно, это место может исцелять себя», раздумывала она. «Возможно, именно это объясняет то, как оно могло выдержать разрушительное воздействие этого истерзанного бурями мира на протяжении столь многих эпох, проведенных в одиночестве». «Пойдем», сказала Бриэль, ступая в трещину прежде, чем Квинн успела передить ее. Всего в нескольких метрах от входа Бриэль очутилась в полной темноте. Она остановилась, позволяя другим чувствам, кроме зрения, выйти на первый план. Расширив пределы восприятия, насколько было возможно, девушка попыталась определить, что находится вокруг. Она напрягла слух. Снаружи все еще бушевала буря, однако теперь ее вой был приглушен и далек. Также Бриэль слышала, как работают ребризеры ее спутников и различала уверенную тяжелую поступь Сантоса Квина, который стремился обогнать ее и возглавить отряд на случай, если они встретятся с какой-то угрозой и хозяйка окажется в опасности. Бриэль наслаждалась темнотой еще миг, после чего протянула руку к механизму сбоку шлема и опустила поверх визора защитные очки. Гарнитура загудела, линзы со стрекотанием сфокусировались на том, что не могли разглядеть глаза Бриэль. Очки могли регистрировать множество волн в различных диапазонах и накладывали считанное изображение на зрение владельца. Черноту сменило калейдоскопическое буйство цветов, подернутое зернистым шумом. Бриэль подрегулировала устройство на шлеме и изображение преобразовалось так, чтобы она смогла его разглядеть. Вперед тянулся округлый туннель, в него только что вошли она и ее отряд. Она посмотрела назад, убедившись, что туннель простирается в обоих направлениях. Очевидно, он шел перпендикулярно внешней стене, через которую они проникли внутрь, пройдя в трещину. Довольная тем, что не было видно какой-либо непосредственной угрозы, Бриэль воспользовалась устройством и сменила ряд настроек. При этом видимое изображение в ярких зеленых тонах сменилось другим, черным с фиолетовой подсветкой, а потом новым, чисто белым с бирюзовыми тенями. Она остановилась на темно-зеленой перспективе, увидев на изогнутой стене неподалеку затейливо вырезанное изображение. Девушка подошла ближе, зная, что Квин делает то же самое. Изображение оказалось совокупностью кругов и линий, образующих то, что наверняка являлось текстом на языке давно вымерших чужаков. Иоахим, повернулась она к советнику, но тот прошел вперед, мимо Сантоса Квина, который с ворчанием отступил в сторону. Настрой приборной Сигма-12 и посмотри на это. Иоахим, который уже опустил очки, потянулся к шлему и отрегулировал изображение. Через миг он уже крутил головой, осматривая стены коридора. «Я никогда не видел подобного, мэм», после долгой паузы сказал Иоахим Хеп. «Хотя это мне напоминает…» «О чем?» отозвалась Бриэль, неуверенная, что ей хочется услышать ответ советника. «У машинных текстах служителей амнисии, мэм». «Но это древнее место», возразила Бриэль, в одинаковой степени, чтобы успокоить собственную неуверенность и чтобы дать ответ советнику. «Оно существовало за бесчисленное тысячелетие до механикус, связи быть не может». «Действительно, мэм», ответил Хеп, кивнув с серьезным видом. «Тогда идем дальше», приказала Бриэль. «Сюда». Она двинулась в путь, на сей раз позволив Сантосу Квину возглавить отряд. Человек с Дикого Мира поднял Болтер и устремился вперед, используя собственные защитные очки, чтобы видеть во тьме. Отдавая приказы беззвучными жестовыми сигналами, воин построил своих людей так, чтобы Бриэль, Хеп и Адепт Сет оказались под защитой в центре колонны. Бриэль, скрипя сердце, позволила ему это, напомнив себе, что она в конце концов наследует торговый патент своего дома вольных торговцев и Квин лишь выполняет долг, возложенный на него ее отцом. Прежде чем отправиться дальше по похожему на трубу коридору, Бриэль ненадолго замедлилась, как будто бы расслышав самым краем слуха необычный звук. Кажется, до нее донеслось металлическое стрекотание. Она внимательно прислушалась, но больше ничего бросив напоследок взгляд назад, за спину крайнего бойца, она двинулась в путь. «Не звука!» прошептала Бриэль в вокс сеть, переместившись вперед и глядя через плечо Квина. Она знала, что приказ едва ли требовался, так как бойцы отряда следовали примеру воина с дикого мира, а тот стоял, неподвижный и безмолвный, прижимаясь к изогнутой стене у конца коридора. Бриэль поняла, что всматривается в обширное темное помещение. Она собиралась настроить очки на сканирование пространства на другой длине волны, когда уловила тусклое зеленое свечение посреди темноты. Сфокусировавшись на нем, зрение приспособилось к освещению и через несколько минут Бриэль смогла разглядеть пространство, открывавшееся перед отрядом. От увиденного у нее перехватило дыхание. Проход, в котором остановился отряд, выходил в некий зал, столь чудовищно огромный, что Бриэль пронзила почти сокрушительное чувство собственной незначительности, пока она тщетно пыталась осознать размеры этого затемненного места. Бриэль представила себя насекомым, ползущим по истертым плитам грандиознейшего собора, чьи своды теряются в темноте вверху. Холодная дрожь пробежала по телу, когда она осознала, что это видение не полностью являлось плодом ее воображения. Помещение было настолько огромно, что его пол как будто поднимался и опускался вместе с изгибом поверхности планеты. Бриэль отвергла эту мысль, столь громадное сооружение можно было бы увидеть с орбиты и размеры гробницы были не столь велики, когда они приблизились к ней. Тем не менее, геометрия этого места снова на все лады обманывала Бриэль. Она поняла, что не может оценить его величину внутри, точно так же, как ей не удалось определить истинный размер сооружения снаружи, и это чувство было очень тревожным. Когда глаза Бриэль еще больше привыкли к мраку, она увидела, что на темном полу помещения покоится то поднимающееся, то опускающееся море чего-то, что наверняка являлось пылью. Как же долго существует это место, размышляла она, что на полу накопился такой слой осадка. Вглядываясь пристальнее, она рассмотрела невысокие барханы, чьи гребни мягко светились всеприсущим зеленоватым светом. Иохим обратилась Бриэль к советнику, стоявшему у нее за спиной. Ты видишь источник этой подсветки? Она подождала, пока советник не осмотрит громадное помещение, простирающееся перед ними, и повернула голову, глядя ему в лицо. Нет, мэм, ответил он. Это может быть какой-то фоновый эффект, источник энергии, которые не могут засечь авгуры. Миледи, низким голосом прорычал Квин. Бриэль перевела взгляд советника на воина. Его тон заставил ее немедленно насторожиться. Впереди, в сотне шагов. Бриэль сощурилась, выискивая место, на которое указывал Квин. Миг спустя она нашла его. Следы? прошептала Бриэль. Да, Миледи, ответил Квин. Кого-то маленького. Животное? спросила Бриэль. Возможно, проворчал тот, хотя я не вижу, на что бы такой зверек мог охотиться. Бриэль кивнула. Давнее? В ответ дикарь бросил на хозяйку быстрый взгляд. Их могли оставить часы или десятилетия назад. Здесь такое тихое место, что я едва ли могу точно сказать. Бриэль хотела было ответить, но адепт Сет заговорил первым. «Эпоха и день, хозяйка», прошептал он, и звук его голоса появился прямо у нее в голове. «Эпоха прошлого, но все еще происходящего». Чувствуя растущую тревогу от поведения Астропата, Бриэль резко ответила. «Говори ясно, Сет, пожалуйста». Астропат повернул к ней чудовищное лицо. Она знала, что несмотря на отсутствие обычного зрения, мужчина смотрит на нее. «Прошу прощения, хозяйка», прошептал он. «Я знаю, что в этом немного смысла, но так же, как ваши глаза с трудом воспринимают истинные измерения этого места, ведут себя и мои чувства. Это отягощено, хозяйка, отягощено летами, которые невозможно осознать таким, как мы. Возможно, что сами боги достаточно», рыкнул Квин. Взгляд Бриэль еще на миг задержался на лице адепта, прежде чем перейти на воина. «Вот таких слов никакой пользы». Бриэль глубоко вдохнула, набираясь уверенности, прежде чем шагнуть вперед в громадное помещение. Она обернулась на свой отряд и прах немыслимой древности взвился, поднятый ее сапогами. Глядя Кунду ощутила головокружительное безрассудство, понимая, что отец не одобрил бы ее действия, если бы был здесь и видел их. Это ощущение тут же пропало, вытесненное давящей мертвенностью гробницы. «Воистину достаточно», выдохнула она и двинулась вперед, через океан пыли. Вскоре после того, как отряд вошел в помещение, он достиг следов, которые Квинн заметил из тоннеля. Охотничье чутье дикаря говорило ему, что их оставила некая насекомая примерно в метр длиной, а тонкий слой пыли, покрывавший их, показывал, что это старый след. Несмотря на эту новость, тревога Бриэль не ослабела, но только усиливалась по мере того, как отряд продвигался все дальше по пыльному морю. Сперва Квинн советовал исследователям идти осторожно и ступать мягко, чтобы не поднимать огромные клубы густой пыли, ковром укрывающей землю. Впрочем, Бриэль вскоре пришлось отменить этот приказ, так как иначе они бы никуда не добрались. И кроме того, раздумывала она, кто может за ними наблюдать. Ответа на этот вопрос не было. По ходу движения Бриэль еще раз попыталась ее места. Она запрокинула голову, посмотрела вверх и ее немедленно захлестнула волна тошноты, ибо отдаленные поверхности там, вверху, сдвинулись с места. Она снова перевела взгляд на землю и ощутила вторую волну недомогания, отчего споткнулась и остановилась. Мэм, Иохим Хеп немедленно оказался рядом с Бриэль и крепко ухватил ее за защищенное броней костюма плечо. Через секунду остановился весь отряд, бойцы заняли оборонительные позиции, а их безмолвный предводитель, расталкивая людей, вернулся назад к Бриэль. «Ничего, Иохим», ответила Бриэль, «я в порядке, это место, оно нарушает все чувства». «Да, это оно умеет, мэм», ответил советник Бриэль и отступил, довольный, что хозяйка может идти дальше. «Я тоже не могу его воспринять». Тут вмешался Квинн. «Миледи, как вам кажется, сколько времени прошло с тех пор, как мы двинулись по этому залу?» Бриэль посмотрела на воина. На краткое время ее отвлекли, даже зачаровали закрученные узоры татуировок на его лице. «Сколько времени?» повторила она, оборачиваясь на путь, которым прошел отряд. «Я бы сказала, император милосердный». «Сколько, миледи?» надавил Квинн. Бриэль снова посмотрела на дикаря, чувствуя, что в горле внезапно пересохло. «Три, три с половиной...» «Минуты?» спросил Квинн. «Часа», произнесла Бриэль. Перед ее внутренним взором еще не помер кобраз оставшегося в сотне метров позади входа в туннель. «Эпохи», прошептал адепт сет. «Позади нас», тихо произнесла Бриэль в вокс-линк, незаметно отключив внешний ампливокс. Она старалась не менять походку или темп шагов, в то время как отряд продолжал путь через пыльный зал. «Да, миледи», ответил Квинн, последовав ее примеру и настроив свои средства связи таким же образом. «Как долго?» спросила Бриэль. «Для меня». Квинн на ходу повернул голову и сардонически поднял бровь. «Справедливое замечание», согласилась Бриэль и повторила. «Как долго?» «Не больше тридцати минут», сказал Квинн. «Можешь сказать, где?» поинтересовалась Бриэль. Она уже несколько минут видела движение недалеко позади отряда. «При слабом освещении», отвечал воин, «Сложно быть точно уверенным, но я бы сказал, что нас преследует один наблюдатель, используя на носы пыли в качестве прикрытия. Сзади и слева от нас». Бриэль потребовалось невероятное усилие воли, чтобы не обернуться и не посмотреть в указанном Квинном направлении. Она не могла избавиться от образа прицела, направленного ей в затылок, от которого под бронированным шлемом внезапно начала зудеть кожа. Появилось непреодолимое, необъяснимое желание стянуть с себя шлем и вытрясти наружу заплетенные локоны, которые казались приклеенными к черепу. Она выбросила эту мысль из головы и изменила походку, чтобы мягко ступать по пыли, всеми чувствами сконцентрировавшись на том, что происходило позади, выискивая признаки преследования. Бриэль как будто бы услышала далекий голос, столь тихий, что казался лишь чуть громче мысли. Бросив взгляд на Астропата, она отметила, что тот приподнял голову под странным углом, словно тоже внимательно к чему-то прислушивался. Она сфокусировалась на этом отдаленном шепоте, почти слыша отдельные чуждые слова, однако не в состоянии разобрать их полностью. «Их больше, хозяйка», коснулось ее разума мысленное сообщение Астропата. Морщинистый, покрытый шрамами рот, при этом даже не шевельнулся. «Где?» сформировала она ответ в своем мозгу, неуверенная, услышит ли ее Астропат. Очевидно, услышал, так как мысль вернулась немедленно. «Повсюду, хозяйка, они все вокруг нас, они спят, но шевелятся во сне». Сознательным усилием Бриэль закрыла свой разум. Она чувствовала талику безумия в мыслях Астропата, холодный ужас, граничащий с сумасшествием. Ее взгляд на миг встретился со взглядом Квина, который кивнул вперед. Пока Бриэль уделяла внимание другим вещам, отряд добрался до противоположной стороны гигантского помещения. Она оглянулась, видя, что они каким-то образом преодолели невероятную дистанцию за срок, который ей казался всего пятью-шестью часами. Бриэль стояла на самом краешке широкого разлома с неправдоподобной точностью прорезанного в черном камне пыльного пола чуждой гробницы. Снизу, издалека, исходило мертвенно-зеленое сияние. Такое же подумала она, как свет, заливающий помещение, которое они только что прошли. Однако здесь оно было более интенсивным, почти слепящим. Своды далеко вверху терялись в темноте, и Бриэль не видела иного пути вперед, нежели через гигантскую пропасть. «Натяните трос», приказала она. Сантос Квин сделал жест одному из бойцов, который вышел вперед и подготовил к работе тяжелый тросомет. Мужчина широко расставил ноги и нацелил устройство в точку на земле по ту наверно в сорока метрах от него. «Огонь!» скомандовал Квин. Тросомет выстрелил с оглушительным грохотом, будто от взрыва, который разорвал тишину гробницы. Бриэль испытала мгновенный приступ всепроникающего страха, что их вторжение наверняка заметили, что звук сейчас же навлечет на них врагов. Она озиралась почти уверенно, что тени на черных каменных стенах сейчас явят ужасающее обличие давным-давно мертвых стражей. Она отбросила эту мысль, но догадывалась, что другие члены отряда чувствовали то же самое. Даже Квин бросал вокруг опасливые взгляды. Бриэль вернул к реальности удар якоря, врезавшегося в пол по ту сторону разлома. Она смотрела, как активировался модуль на конце троса, выбросив наружу силовые крюки, которые тут же вгрызлись в камень. Миг спустя питание отключилось, а клинки остались погруженными в грунт. Боец активировал механизм на своем орудии и трос натянулся. Используя такую же систему силовых крюков, установленную в основании метательного устройства, человек закрепил его на той стороне, где стоял отряд, и отступил назад. Бриэль двинулась к шнуру, но тут и Квин и Хеп ступили вперед, преграждая ей путь. «С уважением, мэм», сказал Хеп поклонившись, чтобы избежать нечаянного оскорбления. «Пожалуйста, Бриэль», продолжал он, понизив голос. «Я не могу позволить тебе идти первой, иначе твой отец прикажет ободрать меня трюморезами». Бриэль подавила улыбку, несмотря на небольшое раздражение. Ей всегда было не по себе, когда другие рисковали ради нее. И все же она знала, что советник, один из давнишних друзей отца, прав. Она вежливо улыбнулась, отвечая поклоном на поклон, и отступила в сторону. «А я», вмешался Санта-Сквин, «не могу позволить идти первым тебе, Иоахим». Воин поднял руку, пресекая любое возражение, которое мог озвучить Хеп. «У меня тоже есть обязанности, которые надо выполнять». Бриэль с улыбкой наблюдала, как Иоахим Хеп обдумывал слова Квина, прежде чем также отступить в сторону, позволяя дикарю подойти к закрепленному крюками тросомету. Воин жестом приказал своим бойцам прикрывать дальнюю сторону, пока он готовится к переходу. Вытянув шнур из пояса, Квин прикрепил его к тросу и склонился над краем разлома. Бриэль смотрела, как Квин продвигается «Поначалу медленно, потом с нарастающей скоростью». На секунду ей показалось, что зеленый свет, горящий внизу, мигнул, будто распознавая вторжение, но она отбросила идею, как плод фантазии, порожденной напряжением. Ее внимание привлек какой-то звук, и она бросила взгляд на адепта Сета, заметив, что остропад что-то бормочет под нос, шевеля обезображенным ртом, и его бессвязные слова заглушает шлем защитного костюма. «Сет!» негромко позвала Бриэль, не желая нарушать мрачную тишину гробницы. Остропад, похоже, не услышал голос хозяйки. «Сет!» прошипела она сквозь сжатые зубы. «Госпожа!» ответил Сет, наконец осознав, что к нему обращаются. «Что с тобой, Сет?» спросила Бриэль, снова подавляя тревогу, вызванную поведением Остропада. «Я...» адепт Сет запнулся. «Я думаю, нам надо сейчас же уйти, госпожа». «Уйти? О чем ты, Сет? Что не так?» «Это спящая госпожа. Это их сны. Я не могу». Бриэль мысленно оценила ситуацию. Остропад, похоже, терял связь с реальностью, однако он был ей нужен для связи с кораблем на орбите, а также ради преимущества, которое его удивительные силы могли предоставить в опасном положении. Однако сейчас, судя по всему, эти самые силы грозили ему гибелью, так как Бриэль казалось, что отзвуки сновидений давно умерших строителей этой огромной гробницы как-то воздействуют на него. Если что случится, она могла приказать кому-то из вооруженных людей обезвредить Остропада, связать его и накачивать наркотики, пока экспедиция не подойдет к концу, но это сильно навредит их работе. Она не могла себе позволить потерять Остропада, по крайней мере, пока не могла. Квин обратился к Бриэль по Воксканалу. Она обернулась и увидела, что человек с дикого мира благополучно преодолел пропасть. Миледи, я прикажу одному из своих людей следить за адептом, не бойтесь. Теперь вы можете безопасно пересечь разлом. Спасибо, Сантос, ответила Бриэль, отметив, что один мужчина подвинулся ближе к Остропаду, очевидно, следуя незаметному приказу Квина. Она приблизилась к пропасти и мгновение постояло у самого края, глядя вниз, где под ногами разверзались сияющие глубины. Снова на нее нахлынуло чувство дезориентации, которое вряд ли было связано со страхом высоты, больше с неявной неправильностью геометрии гробницы. Это невозможно было точно определить. Иногда казалось, что ни одна плоскость не пересекается с другой так, как следовало бы, как будто угол зрения каким-то образом был неправилен. Сделав глубокий вдох, она оттеснила подобные мысли на задворке разума и вытащила из пояса шнур. Усевшись на краю разлома, Бриэль прикрепила шнур к якорному тросу. Одним движением девушка очутилась под тросом и повисла на нем. Она проверила, хорошо ли держится шнур, соединяющий пояс с тросом, и, удовлетворенная, начала подтягивать себя вперед через пропасть. Над собой Бриэль видела лишь темноту, если не считать, что своды далеко наверху мерцали. Она решила, что это шальные отблески лучистых энергий, неистовствующих внизу. Подтягиваясь все дальше, перебирая руками, она всматривалась не в сотни, возможно, и тысячи метров внизу, а в эти крошечные точки зеленого света, мерцающие наверху в темноте. Она полагала, что находится уже на середине пути через гигантский разлом, когда заметила, что огоньки как будто становятся ярче. Сновидение, плавящее пламя, шевелится во сне. Расслышала Бриэль голос адепта в вокс-канале и вытянула шею, чтобы поглядеть на Квина. Взгляд дикаря был направлен вверх, прикованный к тем же самым зеленым огонькам, которые привлекли ее внимание, когда она пересекала пропасть. Бриэль снова посмотрела вверх и увидела, что светящиеся точки стали вдвое ярче и мчались теперь прямо на нее. «Миледи!» закричал Квинн. «Берегитесь!» Воин поднял зажатый в обеих руках болтер, приставив его приклад к плечу. Отрывистый рев оружия был оглушителен и его выстрелы озаряли тьму слепящим оранжевым пламенем. Опасно зависнув на середине пути через бездонную пропасть, Бриэль внезапно болезненно ощутила, в насколько уязвимом положении находится. Не было времени не искать цели, в которые стрелял Квинн, не вступать с ними в бой лично. Вместо этого она стиснула зубы и повисла на шнуре, постепенно таща свое тело все дальше. Девушка сконцентрировалась на преодолении разлома, а воздух вокруг нее полнился вспышками света от выстрелов крупнокалиберных дробовиков, из которых бойцы палили во врага невидимого для Бриэль. «Миледи!» услышала она и удивилась тому, насколько близким казался голос Квина. Бриэль осмотрелась и увидела, что каким-то образом уже пересекла пропасть, а Квинн тянет ей руку, чтобы помочь перебраться через край. Она глянула на протянутую перчатку, прежде чем что-то позади него привлекло ее взгляд. «Квинн!» Воин оглянулся туда же, куда смотрела хозяйка, развернулся на месте и одной рукой вскинул болтер. Оружие рявкнуло, на таком небольшом расстоянии выстрел оказался удивительно громким, несмотря на то, что на Бриэль был надет шлем защитного костюма. Что-то взорвалось, осыпая Бриэль и Квина маленькими металлическими осколками. С облегчением Бриэль увидела, что ее костюм не пострадал, броня защитила ее от потенциально смертоносной шрапнели. «Ты ранен?» спросила она воина, который оказался ближе к взрыву, чем она. «Не сильно, миледи», ответил Квинн и предостерегающе крикнул что-то одному из бойцов на другой стороне разлома. Бриэль посмотрела через пропасть на оставшуюся часть отряда. Ее взгляду открылась сцена, бойцы выстроились полукругом, спинами к краю пропасти, с Эохимом Хепом и адептом Сетом в центре. Пока бойцы стреляли вверх, в темноту, Хеп пытался заставить Сета пересечь пропасть. В темноте над отрядом засверкали серебристые насекомоподобные существа, каждая чуть больше метра в длину. В том месте, которая Бриэль сочла головой, у каждого из них сиял зеленый свет, явно родственный тому, что так ярко горел в глубинах пропасти, которую она только что пересекла. Одна из металлических тварей спикировала на бойца, и при этом свет у нее впереди разгорался все ярче, пока атакующее существо не оказалось окружено нимбом пульсирующей энергии. Боец передернул затвор дробовика и выстрелил в упор, однако враг уклонился и ринулся к своей цели. Когда атакующее существо набросилось на человека, окружающее его зеленое поле стало еще более интенсивным. Наконец, когда оно подлетело вплотную, боец крутанул дробовик, повернул его твердой ложевой частью вверх и ударил прямо по голове противника. Оружие с хрустом вошло в тело существа и оно взорвалось зеленым светом. Бойца отшвырнуло назад и он упал на зиме на самом краю разлома. Потеряв ориентацию, нападавшее существо упало, пролетев над лежащим навзнич человеком и исчезло в пульсирующей бездне далеко внизу. На той стороне, поторопитесь! Завопила Бриэль, доставая болт-пистолет из кобуры на бедре. Сжимая оружие обеими руками, она прицелилась в ближайшего насекомоподобного врага, кружившего над головой. Хеп! Позвала она. Тащи сюда сета, сейчас же! Не дожидаясь ответа, она надавила на спуск. Пистолет рявкнул и выстрел попал в цель. Снаряд утонул во внешней оболочке тела твари. От удара та резко дернулась, но прежде чем успела выровнять курс, разлетелась на тысячу металлических осколков. Пробив броню цели, миниатюрная взрывчатая боеголовка болта сдетонировалась летальным эффектом. Хеп! Наконец заставил остропата влезть на трос и помог ему переправиться. Абриэль и Квин продолжали обстрел и их болты достали еще трех существ. Потом атакующие твари неожиданно улетели все как один, будто повинуясь какому-то неслышному приказу. «Кто-нибудь ранен?» спросила Бриэль Квина. «Серьезных травм нет, Миледи», ответил воин. «Не думаю, что эти существа были созданы для битвы». Бриэль взглянула на Квина. «Поясни». «Миледи, мне показалось, что эти существа просто проверяли нашу защиту и возможности. Я считаю, что они были всего лишь часовыми». «Часовыми?» переспросила Бриэль. «Часовыми охраняющими что?» «Это место, Миледи», ответил Квин. «Они охраняют гробницу от посягательства, от осквернения, от воров», закончила Бриэль, позволив себе сухую усмешку. «Они уже близко, госпожа, разве ты их не слышишь?» бормотал Сет рядом с Бриэль. Отряд продвигался через лабиринт узких ходов. Несмотря на все усилия, Остропад начинал выводить ее из себя, однако она знала, что едва ли сможет что-то с этим сейчас сделать. «Что ты слышишь?» отозвалась Бриэль. «Пожалуйста, Сет, говори ясно». «Я слышу их». Бриэль обернулась на ходу и увидела, что Сет ведет вытянутой рукой по стене, и его нечувствительные, затянутые в перчатку пальцы, следуют за сложными узорами, покрывающими каждую поверхность. «Что ты имеешь в виду?» спросила Бриэль, зная, что вряд ли получит связанный ответ, но желая удержать Остропада от погружения в полное безумие. «Все это связано, госпожа, все это. Они почти не видят сны, хозяйка, не так, как мы». Бриэль покачала головой и снова обратила взгляд на путь впереди. Проходы, по которым двигалась группа людей, были узки и темны, и их освещал лишь зеленый свет, источаемый бесконечными потоками чужатского текста, бегущими по стенам. Она старалась не слишком вглядываться в него. Для нее эти объединенные круги и линии складывались в узлы и звенья, описывали иерархии и последовательности, говорили о владычестве чужаков и процессах, в которых не было места человеческой расе. Она снова помотала головой на сей раз, чтобы очистить ее от странных видений, которые закрадывались в сознание всякий раз, как она слишком долго смотрела на узоры стен. «Сет», сказала Бриэль, «не касайся руками стен». «Нам нужно уйти», объявил остропад, встав как вкопанный. «Хозяйка, нам нужно немедленно повернуть назад». Бриэль остановилась и обернулась к остропаду, готовая отчитать или приказать усыпить его. А затем она уловила эхо, звук, доносившийся оттуда, откуда пришел отряд. «Это в пропасти, миледи», сказал Квин, когда она повернулась к нему, ожидая его мнения. «Существа часовые». «Это они», взвизгнул Сет и развернулся, словно собираясь бежать. «Взять его», приказала Бриэль. Квин сделал жест ближайшему бойцу, который зашел за спину остропаду и схватил его под локти. «С чего бы часовым начать действовать снова?» спросила Бриэль, не ожидая ответа от кого-либо из своих слуг. Она обменялась взглядом с Сантосом Квином. Тот поднял болтер и пошел дальше по тоннелю. Девушка секунду помедлила, внимательно прислушиваясь к последним отзвукам эха, отдававшимся сзади и постепенно стихавшим. Прежде чем выбросить из головы эту мысль и последовать за Квином, она на миг представила, что часовые могут снова напасть. Оставив темный, исчерченный знаками проход позади, Бриэль вошла в огромный круглый зал. Над ним возвышались сотни многоярусных галерей, громоздившихся одна на другую, и самые высокие из них терялись в темноте далеко наверху. По каждому ярусу тянулся ряд ниш, в каждой из которых стояла тускло поблескивающая человекоподобная статуя. Иоахим позвала Бриэль, советник подошел к ней и встал рядом. Что думаешь? Хеп скользнул взглядом по необъятному помещению, оценивающе осмотрел галереи наметанным глазом. Я никогда ничего подобного не видел, мэм, ответил он, но я могу назвать полдюжины картелей, которые заплатят целое состояние за одну такую вещь. «В точности мои мысли», сказала Бриэль с широкой усмешкой, которая была довольно неуместна на губах дочери владельца торгового патента и подошла к ближайшей статуе. Она встала перед металлической фигурой, видя, что той явно придали форму некоего скелетоподобного воина, чье лицо представляло собой непроницаемую, похожую на череп маску смерти. Он прижимал к широкой ребристой груди что-то, что без сомнения было оружием. За катакомбами Скарда присматривали металлические могильные стражи. Вслух подумала Бриэль с упоением вспоминая экспедицию в подземные склепы того обреченного мира двумя годами ранее. Тогда они купили клану целый мир. «Это так, мэм», отозвался Хеп, стоящий подле хозяйки. Но они были отлитые из чистого родия, а эти выглядят механическими, перебила Бриэль. Она осмотрела многочисленные кабели и трубки, которые вели от отверстий в нишах к различным точкам на теле статуи. Не подергивался ли один из этих кабелей? «Это не просто погребальный инвентарь, тут работает какая-то технология ксеносов». «Они спят», донеслись до Бриэль в схлипывании адепта Сета. Астропата держали двое бойцов, однако он продолжал бормотать бессвязную, льющуюся потоком чушь. «Нам надо уйти!» взревел Сет, и его голос долгие секунды отражался от высоких галерей. «Усыпите его сейчас же!» приказала Бриэль удерживавшим его бойцам. Извинения она прибережет на потом, когда отряд снова окажется на корабле, а трюм будет набит ксенотехом. Затем зал наполнил голос. «Вы верно поступите», прислушавшись к его словам. В тот же миг Сантос Квин оказался рядом с хозяйкой, поднял оружие и начал осматриваться, ища источник голоса. Одним жестом он отдал бойцам приказ сформировать защитное кольцо вокруг Бриэль, Сета и Хепа. Приподняв визор шлема, Бриэль крикнула в темноту. «Кто обращается ко мне?» При этом она медленно поворачивалась, выискивая хотя бы следы того, кто говорил. «К тебе обращаюсь я», пришел ответ. Голос имел странный мелодичный тон, не человеческий, но и не полностью чуждый. Бриэль проследила источник звука и увидела, как высокая фигура выходит из темного портала на другой стороне зала. «Мы заявляем свое право захвата на это место!» выкрикнула Бриэль, направляясь к центру помещения. Ее люди нацелили оружие на пришельца. «Уходи, или пожалеешь о последствиях!» «Последствиях?» донесся ответ. Из затемненной арки вперед выступил силуэт. В уме Бриэль начало зарождаться подозрение. «Жалкие идиоты!» сказал он, и каждое его слово сочилось с презрением. «Вы воистину не имеете представления о своей глупости. Даже когда галактика обращается в пепел вокруг вас, вы тонете в собственной грязи, таща все мироздание вместе с собой. Такое высокомерие можно услышать лишь в словах Эльдара!» ответила Бриэль, ныне уверенная в происхождении чужака. Она остановилась в середине зала и положила руки на бедра, незаметно облегчая себе доступ к кобуре с болт-пистолетом и ножном цепного клинка. Фигура приблизилась и застыла прямо напротив Бриэль. Интуиция не обманула ее. Перед Бриэль стояло высокое, гибкое человекоподобное существо, одетое в длинный плащ из изменчивой хамелеоноподобной ткани. За спиной у Эльдара была длинная винтовка, что, если Бриэль и нуждалась в подсказке, говорила о его кастовой принадлежности. «Следопыт?» спросила Бриэль, надеясь сбить пришельца с толку своими познаниями его расы. Говоря, она насчитала еще троих чужаков, ожидавших в тенях недалеко позади него. «Истинно так», парировал Эльдар, почти незаметно кивнув. «Если ты владеешь знанием о моей расе, тогда знаешь, как глупо пренебрегать нашим предупреждением. Покиньте это место, сделайте так, как молит ваш провидец. Он видит истину, в то время, как вы ослеплены корыстолюбием». В груди Бриэль вскипел гнев, и она, наставив на Эльдара палец, устремилась к нему. Ее бронированный сапог наткнулся на какой-то объект, лежащий на пыльном полу. «Я знаю, что вы говорите загадками, я знаю, что вы лжете, я знаю, что вам нельзя верить», выплюнула она, тыча пальцем в Эльдара. «Я знаю, что вы готовы убить миллион людей, если ваши колдуны предскажут, что это спасет одного из вас от сломанного ногтя». «И что с того, дитя?» Желчно ответил Эльдар, игнорируя колкость, но хорошо понимая, что имела в виду Бриэль. «Мой народ взирал на рождение и смерть богов, когда твой едва только выполз из грязи, породившей вас. Что толку от разума, что толку от мудрости, когда вы ищете лишь своего уничтожения и нет вам дела до того, что галактика сгорит вместе с вами». «Снова ложь!» резко возразила Бриэль. Она бросила взгляд на вещь у своих ног. Полуутопленный в пыли веков там лежал изукрашенный посох и слабое зеленое свечение исходило из венчавшего его клинка. «Еще больше слов, прикрывающих ваш собственный высокомерный эгоизм!» «Я повторяю», произнес Эльдар, следуя взглядом за взглядом Бриэль к посоху на полу. «Если вы ничего не потревожите, то можете остаться в живых. Все мы можем». «Ты смеешь угрожать мне?» перебила Бриэль. «Ты смеешь мне приказывать что-то делать?» Она наклонилась и подняла посох. Тот был тяжелым и холодным. «Я буду тревожить все, что захочу, Ксенос!» вскричал Эльдар. Все его высокомерие развеялось. Чужак огляделся, будто ища что-то среди галерей, его раскосые глаза расширились от страха. Он потянулся к длинной винтовке, закрепленной на спине. Прежде чем Бриэль успела отреагировать, воздух вокруг нее рассекли выстрелы дюжины орудий, стрелявших как одно. Эльдар пошатнулся, его тело задергалась, принимая в себя залп за залпом. Мгновение спустя оставшиеся чужаки открыли ответный огонь, обрушив град беззвучных, однако смертоносно точных снарядов. Резко вскинув правую руку, Бриэль выпустила смертоносный заряд одного из своих миниатюрных оружий, которое она носила в виде вычурных, но несущих гибель колец. Оттуда вырвалась струя химической жидкости и вспыхнула, стрелой летя к ближайшему из спутников Эльдара. Тот увидел опасность и откатился в сторону, так что полыхающее жидкое пламя расплескалось невдалеке от него. Мгновение Бриэль проклинала свою неудачу, так как в кольце помещался только один заряд. Но затем единственная капелька огненной жидкости отлетела в сторону и попала на развивающийся хамелеоновый плач Эльдара. Прежде чем он осознал угрозу, его поглотил голодный огонь. С холодной внешней беспощадностью, скрывавшей внутреннее отвращение, Бриэль вытащила болт-пистолет, спокойно навела его на желтый факел и вогнала снаряд в череп несчастного, прекратив его страдания. Еще не затих отзвук приглушенного грохота болта, с которым тот взорвался в голове Эльдара, а залп чужатского огня уже рассек воздух вокруг нее. Бриэль нырнула в сторону, все еще сжимая в руках посох. Она упала на пыльную землю, перекатилась, поднялась в боевую стойку и увидела, что перестрелка уже завершилась. Чужаки, которые стреляли в нее, лежали мертвыми или смертельно ранеными, а тот, кого она убила по тайным огнеметам, был испепелен. Несколько ее слуг корчились на земле, давясь криками боли от ран, которые выглядели не более чем булавочными уколами, однако, как она знала, наверняка наносившими ужасные повреждения внутренним органом. «Ксенос!» крикнул Хеп. «Он еще жив, мэм, берегитесь!» Бриэль бросила взгляд в центр помещения и увидела, что Эльдар лежит в быстро расширяющейся луже собственной крови. Голова была приподнята на напряженные шеи, и он смотрел прямо на нее. Видя, что умирающий чужак почти не представляет опасности, Бриэль поднялась, опираясь на чужеродный посох. «Послушай меня, человек!» прокашлял Эльдар со словами с его губ слетали капли крови. «Если вы сейчас же покинете это место, то, возможно, избежите катастрофы, которую даже не можете себе представить». Подойдя к лежащему чужаку, Бриэль посмотрела вниз, на его искалеченное тело. Из какой-то галереи далеко наверху донеслось шипение сбрасываемых газов. Она опустилась на колени рядом с Эльдаром и склонилась, чтобы услышать его последние слова. «В этой вселенной есть силы, о которых вы ничего не знаете», прошептал Эльдар, обводя угасающим взором самые высокие галереи зала. «Разумы, что спали на протяжении эпох, снова обращают внимание к нам». Позади Бриэль раздался резкий кликочущий смех, и ее поразило ужасное осознание того, что бред адепта Сета мог содержать крупицу правды. «Что за силы?» спросила Бриэль. «Что за умы?» Она быстро повернула голову, подумав, что уловила движение в одной из них неподалеку. «Миледи», начал Квин. «Подожди», перебила Бриэль, понимая, что жизнь Эльдара угасает у нее на глазах и зная, что должна услышать то, что он хотел ей сказать. «Скажи мне», потребовала она. «Ваша раса узнает со временем», ответил Эльдар и закашлялся. Изо рта на грудь хлынула кровь. Где-то совсем близко раздалось громкое шипение, отчего Бриэль бросила взгляд на ближайшую нишу и скелетоподобную статую в ней. «Но ты…» чужак мрачно улыбнулся окровавленными губами, не отрывая взгляда от снова повернувшейся к нему Бриэль. «Ты узнаешь это очень скоро». Прежде чем Эльдар смог завершить предложение, пыльная земля, на которой он стоял, осела под ним. Бриэль, застыв от страха, увидела, как Эльдар погружается в пыль. Глаза чужака расширились от ужаса, когда он осознал свою судьбу. Миг спустя вниз просела часть пола в три метра в поперечнике, а затем в нем разверзлась широкая круглая дыра. Эльдар обрушился вниз и исчез вместе с каскадом пыли. «Миледи!» крикнул Квин. Бриэль уставилась в темное отверстие, раскрывшееся прямо перед ней, а потом повернулась к Квину. «Что?» В ответ дикарь только бросил взгляд на ближайшую нишу. В ней горела пара зеленых огоньков. Приглядевшись, Бриэль поняла, что это ожили глаза металлической статуи. Она посмотрела вверх, поворачиваясь, чтобы увидеть ряды галерей, которые опоясывали помещение снизу и до самой темноты далеко вверху. В каждой из тысяч ниш тускло мерцали двойные огоньки. Бриэль выхватила болт-пистолет. Откуда-то издалека, из-под земли, на которой она стояла, донеслось инфразвуковое гудение. Перед ней возникло яркое зеленое свечение, источаемое темной дырой в центре зала. Она сделала шаг назад, а слуги встали у нее по сторонам, подняв оружие. «Мэм, я настаиваю, чтобы мы...» начал Хеп. «Знаю», оборвала Бриэль. Ее наполнял гнев, смешанный с холодным ужасом. В считанные мгновения мечты о богатствах, которые могли принести это место, испарились, сменившись диким инстинктивным желанием попросту выжить. Девушка запоздала осознала, что острый конец посоха, который она все еще сжимала в руке, теперь испускал резкий свет, а его рукоять внезапно похолодела, так, что это чувствовалось даже через перчатку защитного костюма. А затем из отверстия в полу вырвалась колонна ослепительного зеленого сияния. Крупицы летающей в воздухе пыли блестели, будто заточенные внутри светового столба. Низкое гудение стало громче, и земля теперь ощутимо содрогалась. «Назад!» крикнула Бриэль. Воздух пронзил вопль, почти оглушающий даже при том, что звук, исходящий из дрожащей земли, неуклонно усиливался. Бриэль обернулась и увидела, что адепт Сет согнулся пополам, прижимая обе руки к шлему, как будто тщетно пытался прикрыть уши. Раздался рев болтера Квина, и она повернулась обратно к колонне зеленого света. Внутри этого столба поднималась некая фигура. С первого взгляда Бриэль различила лишь ее гуманоидное тело, окутанное пульсирующим световым нимбом. Когда фигура поднялась выше, девушка увидела, что та парила, будто бы ее поддерживал на весу сам свет. Существо было огромно, не меньше трех метров в высоту, а тело его представляло собой металлический скелет, закутанный в тряпье, которое как будто шевелилось под воздействием невидимого течения. Уходим, скомандовала Бриэль. Фигура поднялась уже на 10 метров над отверстием. Сейчас же! Прежде чем слуги успели отреагировать, глаза этого существа внезапно ожили, заполыхав тем же зеленым светом, как тот, который сиял в глазах статуй, однако в сто раз ярче. Его голова, маска смерти, повернулась, будто оно проснулось и обратило внимание на то, что было перед ним. Этот ужасный взгляд сперва остановился на съежившемся теле адепта Сета. Астропат снова завизжал и его стошнило в шлем, так, что лицо скрыло изливающимися жидкостями. Глаза скелетоподобной фигуры вспыхнули еще ярче и из шлема Астропата донесся мокрый хруст. Внутренняя поверхность визора мгновенно окрасилась в ярко-красный цвет свежей крови с серыми крапинами мозгового вещества. В немом ужасе Бриэль смотрела, как тело Сета безжизненно повалилось на земь, подняв вокруг себя огромное облако пыли. Выйдя из неподдельного шока, Бриэль подняла болт-пистолет и трясущейся рукой навела его на голову существа. Выдохнув бессловесную молитву императору, чтобы тот направил выстрел, она надавила на спуск. Снаряд угодил противнику точно в середину металлического лба, однако взорвался, не оставив ничего, кроме черного пятна, отмечающего место попадания. Существо, похоже, даже не заметило ее атаку. Миг спустя Квин в ярости проревел проклятие на языке его родного дикарского мира. Воин поднял болтер и в считанные секунды разрядил во врага весь магазин. Несколько дюжин болт-снарядов, любого из них хватило бы, чтобы превратить обычное тело в кровавые ошметки, без всякого вреда отразилось от возвышающегося над ними металлического тела. «Квин!» рявкнула Бриэль, перекрикивая оглушительный грохот дробовиков, присоединившихся к обстрелу. «Бесполезно! Мы отступаем!» Но воин дикого мира, похоже, не слышал слова хозяйки, или же, возможно, его охватило некое варварское смертельное безумие. Бриэль дотронулась до его меча, но он сбросил руку, перезаряжая болтер. «Беги!» прокричал Квин. Бриэль хотела повторить приказ, но дикая ярость в глазах Квина сказала ей, что это будет бесполезной тратой слов. «Я дал клятву», сказал воин. Глаза ярко сверкали на татуированном лице. «Я обещал твоему отцу! Пожалуйста, миледи, позвольте мне сдержать слово!» Оглядываясь по сторонам, Бриэль видела, что металлические статуи в нишах первого яруса ожили и уже движутся к центру помещения. Она понимала, что Квин надеется выиграть ей время для побега ценой собственной жизни. На мгновение Бриэль задумалась, не приказать ли ему отступать, не взмолиться ли, чтобы он отступил, но знала, что ни то, ни другое не сработает. Не в силах говорить, она кивнула воину в немой благодарности, сжимая болт-пистолет в одной руке, а сверкающий посох в другой. Частица ее разума молилась, чтобы самопожертвование воина стоило того, и смерть его была благородной. «За мной!» выкрикнула Бриэль, отступая к проходу. Рядом с ней появился Иоахим Хеп с поднятым перед собой лаз-пистолетом, мгновение спустя за ним последовала дюжина бойцов. Под звуки болтера Квина, снова открывшего огонь, она повернулась, чтобы бежать воду. Металлический воин преградил ей путь. Инстинктивно девушка выхватила болт-пистолет и открыла огонь с расстояния считанных метров. В тот же миг ее примеру последовали спутники, и враг отступил назад под прицельным огнем, болт за болтом врезающимся в скелетоподобное тело. На миг Бриэль ощутила страх, что металлическая плоть этого противника окажется столь же неуязвима, как у той, более крупной фигуры, парящей в колонне зеленого света. Она всем сердцем возрадовалась, увидев, как из его груди яростно брызнули искры, за которыми секунду спустя последовал небольшой взрыв. «Еще!» приказала она, всаживая еще три болт-снаряда в грудь врага. Бойцы вгоняли в него выстрел за выстрелом, отбрасывая его все дальше. И тут металлический скелет разлетелся на части, разорванный взрывом глубоко в бронированной грудной клетке. Острые металлические осколки копьями полетели во все стороны, при этом один из них разбил бронированный визор шлема Бриэль и оставил глубокий порез на лбу. Хотя кровь из раны заливала ей глаза, она бросилась вперед и почти достигнув входа в туннель обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на битву. Выпустив в парящую фигуру еще две дюжины болтов, Квин снова перестал стрелять. Он выбросил опустошенный серповидный магазин и фигура обратила на воина взгляд, будто впервые заметив его присутствие. Квин загнал в оружие новый магазин и взглянул вверх в горящие глаза врага. Фигура вытянула костлявую металлическую руку, вокруг нее заметались обтрепанные полосы ткани, как будто на эфирном ветру. Когда Квин снова поднял болтер, исказив татуированное лицо в гримасе ярости, ладонь существа вспыхнула пульсирующим зеленым светом. Воин с дикого мира содрогнулся, болтер упал на пол к его ногам. Бриэль выкрикнула его имя, но было слишком поздно. Защитный костюм Квина словно растаял у нее на глазах. Сначала пропали пластины брони, как если бы кто-то слой за слоем сдирал с него металл. Затем исчезла и ткань, открыв взгляду татуированное тело воина. На мгновение Квин оказался обнаженным перед металлическим демоном, возвышавшимся над ним, а потом покрывавшие его тело татуировки исчезли. Мигом позже за ними последовала кожа. Пыльный воздух погребального зала прорезал предсмертный вопль Квина, от которого кровь стыла в жилах, его кожа растаяла, обнажая красные мышцы. Слой за слоем плоть сходила с него, распадаясь на атомы и обращаясь в ничто под ужасающим воздействием зеленого излучения. В конце концов остался стоять лишь скелет Квина, очерченный сверкающим светом зеленого луча. А спустя мгновение исчез и он, вплоть до костного мозга обратившись в прах, который развеял сверхъестественный ветер. Прежде чем Бриэль успела отреагировать, парящее чудовище ожило полностью, выступив из колонны зеленого света и опустившись на пыльный пол с такой силой, что тот содрогнулся. Единым движением несколько тысяч его скелетоподобных слуг побежали вперед, и те, что были на первом уровне, окружили Бриэль и ее спутников. Стоя лицом к лицу с неизбежным, но не желая умирать покорно, Бриэль глубоко вдохнула и подняла болт-пистолет, в последний раз бросая вызов врагам. Прежде чем она успела что-либо сделать, металлическое чудовище широкими шагами пересекло помещение и встала рядом с Бриэль, возвышаясь над ней. Палец на спуске болт-пистолета напрягся. Оно посмотрело на нее пылающими зелеными руку. Бриэль, скрипя сердце, ожидала той же судьбы, что постигла Квина и ее кожу словно обожгло предчувствием столь же ужасного конца. Но вместо этого рука из металла вспыхнула зеленым пульсирующим светом и сделала жест. Дыхание Бриэль перехватило и она на мгновение расслабила палец на спуске. Ум быстро заработал, пытаясь расшифровать знак существа. И тут она поняла. Металлический демон требовал отдать ему посох, который она все еще сжимала в левой руке. Ты этого хочешь? Прорычала она, собираясь силами и покрепче упираясь ногами. Ну так получи! Титаническим усилием Бриэль метнула посох во врага. Клинок вспыхнул зеленым, рассекая пространство между ними, едва не ослепив ее. С невероятной точностью наконечник ударил фигуру скелет в середину грудной клетки, пробив броню, которая оказалась непроницаемой для десятков болтерных снарядов. Наружу вырвался луч зеленого света, раздался пронзительный механический вой, и посох продолжил движение, утопая в груди существа по самую рукоять. Скелетообразное чудище замерло, пронзенное насквозь собственным оружием, и ослепительный свет теперь расходился от раны во всех направлениях. Оно стояло, неспособное пошевелиться, его адский лик, маска смерти, взирал на Бриэль, а потом существо задергалось словно в агонии. На мгновение Бриэль ощутила невыразимую ненависть поистине космического масштаба обращенную на нее и познала свою полную душераздирающую ничтожность пред этой невероятно древней злобой. А затем, по прошествии мига, она смогла отвести взгляд от этого поразительного зрелища. Воины-скелеты по всему залу, похоже, замедлили наступление, будто разделяли боль, причиненную Бриэль их повелителю. Она поняла, что это шанс для побега и вцепилась в него изо всех сил. «Хеп!» закричала она, перекрывая дьявольский металлический вой, издаваемый пронзенным гигантом. «Собирай людей! Все, хватит с меня этой гробницы!» Бриэль стояла на мостике ясного света рядом с Эохимом Хепом. Рану на ее лбу уже обработали, а правая рука Хепа висела на перевязи. Это было довольно рискованно, безучастно произнес Хеп. Бриэль приподняла бровь, услышав это преуменьшение, и повернулась лицом к советнику. «Да, Иоахим», ответила она, «и немало нам стоило. Сантоса будет не хватать, но, продолжала она, все это, возможно, было не впустую». Хеп резко развернулся к хозяйке. В грубых чертах его лица читалось предчувствие беды. «Мэм», начал он. «Не волнуйся, Иоахим». Бриэль улыбнулась и подняла руку, заранее пресекая неминуемое возражение тому, что она собиралась сказать. «Если следопыт сказал правду, то таких мест, таких гробниц по всей галактике должно быть гораздо больше». Она кивнула на иллюминатор, в котором виднелась пустота космоса. «Только подумай, Иоахим, только подумай, мы смогли проникнуть в ту гробницу и даже не знали, что нас ожидает». «Мэм, рядом с этим местом Скарт выглядит как рынок находок в Нижнем Улье», ухмыльнулась она. «Только подумай, что дадут механикус, чтобы наложить руки на эту технологию. Они выложат все, что угодно, чтобы изучить хотя бы одного из тех механических воинов. Что, если нам удастся заключить каждой с эксклюзивным правом?» «Бриэль!» воскликнул Хеп. «Твой отец выстрелит мной из торпедного аппарата, если я позволю тебе». «В следующий раз», надавила Бриэль, и в глазах ее появился озорной огонек. «Мы будем знать, что ждет нас». Внезапно почувствовав, что ей не хватает дыхания при мысли о богатстве, которое она может принести своему дому, Бриэль продолжила. «В следующий раз, Иоахим, никакие чванливые эльдары не вмешаются в нашу работу. В следующий раз мы получим все». Редактор субтитров «Семелье Семелье Продолжение следует...